Привет, полые! Не рассыпались еще в труху от ветхости? Нет? Ну ладно. Снова души, снова темные. Если вам в моем исполнении вдруг показалось, что тема Dark Souls вечна, то вам не показалось. Что поделать, люблю я эту вселенную. Впрочем, я смотрю, вы тоже ее в основном любите. Недаром же не утихают споры до сих пор, какая часть лучше. Некоторые глотки готовы друг другу перегрызть, чтобы доказать, что правы именно они, что лучше всех первые, а остальные дрянь. Или вторая, или третья, или что вообще вся серия эта хрената для мужеложцев. И я тоже где-то среди вас там обретаюсь, вставляя свои пять копеек. Иногда даже рубль. За долгие годы я слышал сотни мнений, видел огромное множество аргументов, разной степени разумности и маразма. И знаете, очень часто все сводится ко вкусовщине, и не раз еще сведется. Кому-то что-то может не нравиться просто потому что, а кому-то то же самое, наоборот, нравится, по той же причине. И разумеется, каждый вполне обоснованно для себя самого считает, что его мнение объективно верное. Так уж мы устроены. Понимаете, к чему я это веду? Помните, как у Булгакова было, Аннушка купила масло, разлила и понеслось. Сегодня я побуду вместо Аннушки. Я подолью немножко масла в неугасающее первородное пламя противоборства фанатов разных частей. Хотя такая задача не стоит, но вы же сами, наверное, понимаете, что это все равно случится. Я много лет играю в трилогию и подметил множество моментов. И основываясь на этих заметках, я сегодня хочу провести по возможности максимально полное сравнение всех трех игр серии Dark Souls. По всем аспектам, до каких только дотянусь. Правда, я все равно могу что-то упустить, но с другой стороны, в этом случае вы тоже что-нибудь дополните потом. Сравнивать я буду стараться объективно, хотя это, конечно, не может полностью уберечь от примития субъективизма. И да, очень важное замечание. Этот ролик имеет ограничение к просмотру. Он совершенно бесполезен для тех, кто не умеет здраво воспринимать чужое мнение. Более того, он даже опасен, потому что когда я вижу, как некоторые сходятся на говно, матерясь и хамяя, доказывая чужую неправоту, мне страшно, как бы их инфаркт потом не схватил. Всем же остальным добро пожаловать. Я это все к чему веду? К тому, что я осознаю последствия. Я понимаю, что как бы я ни клялся в любви к игре, как бы ни боготворил ее, сколько бы роликов о ней не сделал, сколько бы аргументов к ее офигенности не привел, все одно, если ты посмел хоть слово критики в ее адрес сказать, то ты сраный хейтер и нет тебе прощения. А значит, что все сказанное тобой, ну, не объективно, и вообще я снимал в это лучше про свои Dark Souls и не лез к нам в... Ой, да, ну вы поняли. Контролируйте свои жопы. Короче, вот о чем я. Тем более, что мое мнение все равно единственное правильное, и это мое сравнение с самой объективной на планете. А если вы с чем-то не согласны, то вы определенно неправы. Забейтесь в дальний угол и посыпьте голову пеплом. Я часто видел, как в аналогичных роликах за тот или иной параметр к каждой игре присуждает очки и в конце подводит итог. Я такое очень не люблю, так как мне больше нравится, чтобы зритель сам ставил у себя в голове очки и делал выводы. Но я знаю, как многие из вас это любят, и поэтому я разработал вот этот вот замечательный счетчик очков. С помощью этой нехитрой системы мы будем за каждый параметр присуждать очки к каждой игре. Иногда, возможно, отнимать уже набранные очки и в конце... It's good. Казуал. Ага, все ясно. Ну что ж, видимо, это судьба. Извините, ребят, сами. Ну и прежде чем приступить, я хочу обозначить свою позицию. Я ее, в общем-то, никогда не скрывал. Начал я играть с первой части и играл по порядку в годы выхода. Кроме первой, в нее я играл в 2014 году. По итогу я не считаю, что в трилогии есть плохие и хорошие игры. Все три игры хороши, замечательны. Все три имеют, конечно, какие-то моменты, которые мне очень не нравятся, но также и огромное количество особенностей, от которых я прихожу в восторг. Мне есть за что любить каждую игру серии и есть за что не любить. По итогу же серия Dark Souls это одно из лучших приключений в моей жизни. Как и в любой игре, которую я могу не кривя душой назвать прекрасной, в ней есть прорва недостатков, на которые в конечном счете мне глубоко наплевать, ведь все это не перевешивает достоинства. Но если ставить вопрос конкретно, какая же часть мне больше всего нравится, то ответ у меня есть. Вторая. Вторую я люблю больше всех. И я постараюсь показать почему. Покритиковать ее тоже есть за что. Впрочем, не будем забегать вперед. Что до параметров сравнения, их не очень много. Они у меня следующие. Графика, дизайн, система костров, оружие, система боя, магия, локация, прокачка, враги, боссы, ковенанты, квесты, персонажи, музыка, атмосфера, родился и хардкорность, баги, лор-интерфейс, онлайновая составляющая, а также категория механики, куда вошло множество механик, которые в принципе сложно отнести к какому-то одному пункту. Список неполный, так как в каждом пункте будут еще подпункты. Если вам покажут, что какой-то параметр странно смотрится в данной категории, то ничего страшного. Иногда, как я уже сказал, один и тот же параметр можно отнести к нескольким категориям сразу. Ну, то есть вы уже поняли, что вы здесь надолго. Ну что ж, время отправляться в путь. Порошка для починки запасли, надеюсь? Поехали. И тут вы такие губу раскатали, сейчас он наконец-то начнет сравнивать. Ага, сейчас. Уж простите, но для лучшего понимания ситуации, ну и просто для полноты картины, начать нужно с краткой истории создания серии. Тихо, 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 тихо. С краткой истории создания серии. С очень краткой, обещаю. Даже без описания родословных геймдизайнеров. В общем, был однажды проект Demon's Souls. И был он ни туда, ни сюда, никак его не могли потянуть. Даже концепта у разработчиков никакого не было. То есть, что хотите, чтобы получилось, не знаю. Но бюджет уже освоен. Должна была получиться очередная проходная игра, но тут появился Хидетака Миядзаки и направил проект в нужное русло. Получилась весьма хардкорная игра по меркам того времени, которую приняли очень холодно, по началу. Но очень скоро рассмотрели прелесть этой концепции, и число фанатов начало резко расти. В основном среди консольщиков, но позже уже и среди покорей, которые очень сильно хотели эту игру себе. И тут же нашелся инвестор, который дал денег на новую игру. Миядзаки хотел проделать работу над ошибками демонов, которых, давайте признаем, было чересчур много. Даже по меркам тех лет игра была крайне неудобной и неровной. И хардкор тут вовсе ни при чем. И должна была получиться вторая часть Demon's Souls. Но то ли инвестор сказал, то ли команда надоумила, то ли еще какая-то вожжа под хвост укусила. Но вместо Demon's Souls 2 началась разработка Dark Souls. И по факту Dark Souls как раз таки стала той самой работой над ошибками Demon's Souls. И по-скромному, как юная гейша на черном диванчике перед камерой мнению вашего раба смиренного либрариума, да будет предан он каре вечной согласной инструкции. В общем, работа эта была так себе. Нет, новый мир, концепт, вот это вот все, это просто нечто. Но вот чисто с точки зрения механик, технологически, разница между Demon's Souls и Dark Souls 1 минимальна. Исправлено было очень многое. Одни только костры чего стоят, а те, кто играли в Demon's Souls, понимают, насколько это удобное решение. Я напомню, что тот Dark Souls 1, который сейчас многие имеют в виду, это уже ремастер 2018 года, а раньше игра выглядела совсем иначе. И, на мой взгляд, атмосфернее. И положа руку на сердце, если не сильно разбираться в лоре и нюансах игры, то если по первой ходке и взглянуть на Dark Souls 1 и Demon's Souls, при условии, что последнее будет Full HD разрешение, то разницы именно технологической никто не приметит. Плохо ли это? Нет, это неплохо. И нехорошо. Это просто факт. От Dark Souls 1 никто особо ничего не ждал на самом-то деле. И только по выходу, увидев шедевр, более 90 тысяч игроков на печках написали Маляо Миядзаки. Так, мол, и так, мы чё, рыжие, что ли? Подавай нам тоже Dark Souls 1. И японцы подали, честно признавшись, что делать они этого не умеют. Потому когда порт получился приговеннейшим, игроки хоть и возмущались, но не сильно. И за сутки, о как, за сутки, склепали патч. Короче, все были довольны, включая FromSoftware. Хидетака-сан ещё тогда подумал, ух, какой я молодец, надо дальше творить и развиваться. И началась работа над Dark Souls 2. Или она раньше началась, так часто бывает. Хотя вряд ли в этот раз, так как, повторюсь, на успех никто особо не надеялся. Хороший результат по Demon's Souls не гарантировал того же по Dark Souls. Как бы то ни было, Sony тоже были довольны успехом Dark Souls и тут же подписали Маэстро на эксклюзив. Для него это означало продвижение по карьерной лестнице и новые интересные возможности. Именно поэтому он вполне разумно свалил работать над Бладборном, оставив работу над Dark Souls 2 команде. И, судя по всему, оставил он их в преисподней. Вот за что купил, за то и продаю. И процитирую своего подписчика. Если верить видео с канала Video Game Story Team, игра прошла производственный ад. В какой-то момент это было малоиграбельное месиво из разроденных уровней. Это как бы и является основной причиной странных взаимосвязей некоторых областей. Авторам пришлось экстренно все чинить и превращать во что-то более-менее удобоваримое. Плюс к этому оказалось, что консоли того поколения не тянут продвинутую систему освещения. Все дичайше тормозило. И, походу, ее просто отключили. Даже сейчас уже в издании Школера есть ощущение, что источников света нет, и некоторые локации полностью залиты светом равномерно, что делает все плоским. Видимо, при всем этом еще и понерфили качество текстур. На выходе мы получили все плоское, да еще и мыльное. Ухудшает положение еще выбор цветовой гаммы. Цвета слишком насыщенные. Все это в совокупности создает эффект странной атмосферы, которая не вполне подходит тому повествованию и серии в целом. Да, есть люди, которые не знают подробностей, но они видят картинку и понимают, что что-то не так. А рядом, к тому же, есть пример отличной первой части, которая подобных проблем не имеет. В итоге имеют два лагеря. Условно скажем, ветераны серии, которые уже были знакомы с первой частью, следовательно, атмосфера второй им по большей части зашла не особо, и поэтому посчитали игру хуже. Вторая группа — это новички, которые познакомились, начиная со второй части. Для них она стала своеобразным эталоном, так как она первая передала ощущения от механики серии темных душ, ее подача лора, боевой системы и так далее. Конец цитаты. Уж не знаю, правда это или нет, но очень на нее похоже. Действительно, заявлялось, что будет и крутое освещение, это вообще должно было стать фишкой игры, и большие локации, но получилось, что получилось. Плохо ли получилось? Получилось в основном хорошо, кроме некоторых отдельных моментов, которые получились отвратительно. Но по ряду параметров игра сильно отличалась от первой, так или иначе. А у нас принято так, что если кто-то не похож на всех прочих, то его нужно гнобить. Хотя, признаться честно, гнобить игру стоило бы. Да, несмотря на то, что эта часть мне нравится больше всех, я считаю, что парой недостатков она угробила себя, опустив ниже других. Несмотря ни на что, Dark Souls 2 стала ответом на вопрос, можно ли доверять кому-то разработку. Ответом, заметьте, положительным, как стали Neverwinter Nights 2, Kator 2. Dark Souls 2 стал настоящим новатором, в геймплей было внесено множество изменений, глядя на которые так хочется заорать. А почему бы раньше до этого не додумались? Если между Demon's Souls и Dark Souls 1 разница чуть ли не микроскопическая по уже названному критерию, то между Dark Souls 1 и Dark Souls 2 она заметная. Система освещения, хоть и кастрирована очень сильно, буквально под корень, но она есть. Локации и правда большие, и красивый движок, и тот новый. Скажу сразу, что я не разбираюсь в движках, но судя по поведению игр, первая и третья в этом плане идентичны, а вот вторая явно иная, к ней даже чит-таблица совсем другая, и работает она тоже по-иному. Поэтому я делаю такие выводы. В общем, пусть и с критическими косяками, но Dark Souls 2 стал прогрессором. Множество механик, которые нам так нравятся в Dark Souls 3, впервые появились именно в Dark Souls 2. Притом, заметьте, это не значит, что без Dark Souls 2 они бы не появились в Dark Souls 3. Но факт есть факт. Об этом вы сегодня не раз еще услышите. В том числе за это мне нравится Dark Souls 2. Она не побоялась идти на эксперименты, не побоялась провалиться, не побоялась попробовать что-то новое, оторваться уже от дойной сиськи. В отличие от Dark Souls 3, который при всей моей к ней любви является на треть фан-сервисом и повторением первой игры, иногда до уровня копировать-ставить. Тем временем, еще за год до выхода Dark Souls 2 началась разработка Dark Souls 3. И когда Миядзаки закончил с Бладборном, он вернулся к полному контролю за Dark Souls 3. И потому они с первой и похожи, как Близнецы. Что само по себе неплохо. Как уже сказал, очень много наработок было взято из Dark Souls 2. К сожалению, меньше, чем хотелось бы. Но беда еще и в том, что немало наработок было взято из Бладборна. Даже таких, которые в рамках Dark Souls чувствуются неуместно. С другой стороны, прогресс также был налицо, включая технологический. Технологический, кстати, был даже больше, чем у Dark Souls 2. Последней не хватало графонистости в некоторых моментах. Dark Souls 3 же просто в этом плане прекрасно. Вообще, вот просто хочу поделиться впечатлением. Когда я впервые играл в Dark Souls 2 в 4К на максималках, я был в восторге. Какая же игра крутая именно с точки зрения графики, физического движка, дизайна, освещения, хотя там, конечно, куча косяков, но тем не менее смотрится это все красиво. Частицы. Вот это вот все. Вот то, что я называю технологическим аспектом. Но, когда я увидел в таком же формате Dark Souls 3, я просто обомлел, насколько же она прекрасна. К сожалению, видеофрагменты в этом ролике не могут передать этого великолепия. Сами понимаете, сжатие, отсутствие постобработки в реальном времени. Но прекрасно Dark Souls 3 была не только графически, но и по другим аспектам. Это достойное завершение серии. Такова короткая история разработки трилогии. Ну а теперь давайте попробуем более подробно взглянуть на отдельные составляющие этих игр. И начнем мы именно с визуала, с графики, если говорить проще. И давайте сразу на берегу договоримся. Опыт мне показал, что сравнивать старое и новое занятие неблагодарное. Вечно найдутся те, кто заявит о несправедливости такого сравнения. Однако, это смотря как сравнивать. И смотря какие именно параметры. И тем более, я не понимаю вот этой вот мантры про то, что нельзя, например, сравнивать условно первую и вторую часть игры, потому что вторая старше, вернее. И значит, что она по-любому лучше. Кто сказал, что нельзя? Весьма странное заблуждение. То есть, Моровин нельзя сравнивать с Обливионом, который один, с которым два. Притом, ни по каким аспектам. Например, по сюжету. Так что ли? Или по дизайну? По музыке? Или все-таки можно? А если, например, это сравнение в пользу первой части, то как? Можно? Меня особенно порадовал этот аргумент в сторону Demon's Souls. Мол, нельзя ругать Demon's Souls за то, что она не такая крутая, как Dark Souls 1. Тот момент, что Demon's Souls проигрывала по куче параметров играм старше ее на годы, как-то упускается из виду. Скользкий вопрос, правда? Сравнить можно даже жопу с самолетом, если знать как. И то, и другое имеет общие параметры, и вот по ним как раз-таки нужно сравнивать. Но не секрет, что сравнение уместно только лишь тогда, когда ты с ним согласен. А если ты с ним не согласен, то, соответственно, человек сравнивает несравнимое. Так ведь? На то мы порешим. Надеюсь на вашу разумность. Что же, графика. Графика на самом деле параметр очень размытый. По какому критерию сравнивать? Брать каждую текстурку и рассматривать под лупой? Ну, безусловно, это не вариант. Тем более, что графика является отражением дизайна, восприятие которого, в свою очередь, очень субъективно. Кому-то он нравится, кому-то нет. Плюс, графика действительно сильно страдает в сравнении старого и нового. Притом, даже в сравнении со сверстниками. В целом, думаю, что про серию Dark Souls справедливо будет сказать, что с графикой там полный порядок. Технически, повторюсь, первая часть почти что клон Demon's Souls. А та, в свою очередь, очень страдала от нехватки графония в крови, кроме некоторых моментов. В основном, это было освещение. Тут, в Dark Souls 1, с освещением проблем нет. Вообще, очень трудно говорить о графике, не затрагивая дизайн. Он настолько круто сделан, что если даже видишь какой-то графический изъян, тебе не хочется к нему придираться. Ну и что, что кусты будто из картона? Да, в Обливионе шестого года выпуска они были лучше. Зато в Моровинде третьего года выпуска хуже. Не аргумент, согласен, но кому не плевать. Конечно, хотелось бы, чтобы все было круто и сразу, но так не бывает. Все-таки, хочешь не хочешь, а скидку на возраст делать нужно. Но, повторюсь, графический Dark Souls 1 хороша. Однако, не могу того же сказать о ремастере, увы. На момент 11-го года претензии графики Dark Souls шли мимо кассы, ибо всем плевать, правда. Но когда ремастер The Full Price является на 50% калькой с фанатских модов, где тебе и патч на управление, и производительность, и новые 4К текстуры, это уже, извините, наглость. Нет, я ни на что не намекаю, разработчики все сделали сами, скорее всего. Но многие справедливо считают, что фанатские текстуры в 4К были зачастую лучше, чем те, что нарисовали в ремастере. А примерно через месяца 2-4 после релиза ремастера сообщество фанатов выпустило текстурпак, который в разы превосходил то, что получилось у официальных разработчиков. Ирония в том, что любые графические модификации, да и другие тоже, запрещены в Dark Souls, и за это банят. Так как кто ж тебя знает, что ты там такого наустанавливал. Может голый гвиневер, а может быть полупрозрачные стены для более удобного вторжения. И, в общем, по многим параметрам, включая графику, переиздание, та еще халтура. Беда в том, что даже если эта халтура на 1% лучше, чем оригинал, то это все равно засчитывается при выборе, которого, в общем-то, нет. Оригинал из магазинов убрали. К счастью, сейчас это уже не фулл прайс. По скидкам эти Dark Souls'ы на развес ведрами продаются. И все же, несмотря на явно хреновый ремастер, я думаю, не стоит по нему судить оригинал. Оригинал хорош. И маленькая ремарка. На момент написания этого самого сравнения, который вы сейчас слушаете, прошло всего три дня с момента отключения серверов Dark Souls на ПК. Я, как последний дурак, верил, что как минимум к выходу Elden Ring'а они таки включат сервера, закрыв ту самую ошибку. А то получается, что на компе нет никакого сетевого режима, а на консолях он есть. Получается, консоли в кои-то веки реально элитарны. Но это, извините меня, свинство какое-то. Тем не менее, на момент выхода этого ролика, а это, извините меня, уже лето, то есть прошло почти уже полгода, сервера до сих пор не работают. И по итогу, независимо от наличия возможности что-либо покупать в Стиме за деньги, покупать конкретно Dark Souls сейчас не имеет никакого значения, ибо единственный смысл покупки Dark Souls это игра по сети и ачивки. Ачивки, ну, это такое, знаете, если бы прям вот сильно хочется, тогда да. Но вот сетевой игры нет. Что в Стиме ее нет, что без Стима ее нет. Соответственно, зачем переплачивать? Но продолжим по графику. Dark Souls 2 графически вышел еще лучше, чем предшественник, но не так, как собирался. Многое было запорото на корню, но это я вынес в другой пункт. В целом, при гораздо более продвинутой графике и, наконец, появившейся физической составляющей, это я про физику тканей, без которой игры все труднее воспринимались, Dark Souls 2 умудрился провалиться по каким-то, ну, совсем уж смешным моментам. К примеру, лоды. Задники. Задний фон. Вот смотрим мы вдаль в Dark Souls 1 или в Dark Souls 3, что мы видим? Замки, руины, леса, моря, туман. Смотрим мы вдаль в Dark Souls 2, что мы видим? Мыло мы видим. Наши глаза на нем поскальзываются и летят в бездну. Вот как так-то? Дизайн там, конечно, тоже косячит, но де-факто графические задники в Dark Souls 2 исполнены из рук вон плохо. По моим ощущениям, это где-то уровень Demon's Souls, и то только потому, что Demon's Souls вышла за пять лет в Dark Souls 2 и еще в разрешении 720p. Вообщем, если у вас в голове включен счетчик очков, то самое время влепить жирнющий минус Dark Souls 2. Просто серьезнейший. И нет, я не нагнетаю. Это же важно. Dark Souls воспринимается как целостная картина. Каждый элемент важен. Визуальная составляющая тут не менее важна, чем, скажем, лоровая. Иначе с тем же успехом можно было бы вместо задников натянуть серую текстурку с надписью «Тут типа вот лава, а там вот типа тоже лава, ю». После Dark Souls 2 ты, глядя на задники в Dark Souls 1, будешь плакать от счастья. А уж в Dark Souls 3 просто рыдать. У меня так было, к слову. Ну, почти так, да. То есть я, конечно, не плакал, но вот ощущение просто-таки вот небо и земля. Зато Dark Souls 2 радовало другими мелочами, которые почему-то упразднили в Dark Souls 3. Например, помните систему грязи из Dark Souls 3? Стоило тебе два шага сделать, ну, поправлюсь, два Dark Souls-овских шага, включающих в себя получение десяти ударов по Харе Булавой и четыре падения морды в пол и копчиком о камень. Вот спустя пару таких вот шагов твой персонаж визуально с ног до головы покрыт грязью и кровью. И это круто. Такие мелочи всегда красят игру, потому что качество так и определяется вниманием к мелочам. Однако, на мой взгляд, иногда с этим сильно перебарщивают, и персонаж выглядит как грязный бомж. А мы не бомж, мы в храме живем. Мы классические церковные нищие, ну, на старте уж точно. Это потом мы уже разживаемся железяками, достойными королей. Которые у этих самых королей мы, собственно, и отжали, но что-то я отвлекся. Подозреваю, что, как и многое в Dark Souls 3, этот момент был позаимствован из Bloodborne, где стоило сделать пару взмахов мечом, как ты уже с ног до головы в крови. Однако тут не схожа концепция мира. Bloodborne — это кошмар, где нет грани между, собственно говоря, кошмарным сном и явью. А Dark Souls — это именно явь. И тут, на мой взгляд, малость переборщили с обмазыванием лица. Ну, грязью. Кстати, жаль, что не додумывались до отмывания в луже. Видимо, часто лужи здесь не сильно чище нашей рожи. В Dark Souls 2 же, в свою очередь, до такого еще в принципе не додумались. Зато додумались обмазываться ядом. Вспомните подходы к локации Земляной пик. О, я чувствую отголосок в силе, как завибрировали тысячи жоп. Да, моя тоже. Я помню этот замечательный проход к костру. Замочил ноги в яде, стоишь, а он все выше поднимается и выше. Ой, кошмар. Потом, конечно, идет так медленно на спад. Учитывая любовь Миядзаки к болотам, а я более чем уверен, что это именно его фетиш, странно, что в Dark Souls 3 не ввели такую фишку, как визуальное обмазывание ядом с последующим отравлением персонажа. То есть, каковы были причины так не сделать? Ладно, идейный прогресс, но тут мне видится идейный регресс. Да, многим это не понравилось в Dark Souls 2, включая меня, но именно эта механика вполне логична и терпима, разве нет? Ведь Dark Souls он именно про сложность, как бы, и не то, чтобы делает тебе удобную жизнь. Но, если честно, есть более насущные графические проблемы. И я не про пурпурное свечение текстур в Dark Souls 1 в ремастере, хотя не сказать про него было бы большим упущением. Именно в ремастере появилась эта фишка. То ли я реколор так повлиял, то ли я даже не знаю что, но вот эти вот моменты тут повсеместные, и знаете, они меня раздражают. Их крайне легко приметить, почему их не убрали до старта продаж, я не знаю, почему их не убрали после старта, тоже не знаю, почему не пофиксили патчем. Ну, по кочину, видимо. Но нет, сказать все же я хотел не об этом, а об общей проблеме всей серии. Притом, серии Soulsborne. Лысые лоды. Лысые лоды это нормально, когда дизайн это позволяет. В Dark Souls дизайн это позволяет далеко не везде, как видите. Очень часто мы будем смотреть куда-то, где разработчики постарались изобразить места, куда наша нога не ступит, и видеть там лысые лоды. Что я подразумеваю под лысиной? Ну, вот смотрите. Это вот что? Тут нужна пересадка деревьев. Знаете, это как вот пересадка волос с лопка на лоб, вот тут тоже она очень необходима. И еще много где. Или вот идешь ты, скажем, по улице Сезам, то есть по улице Ернам, или по Анал-Родео любой эпохи, и видишь, что вот тут, скажем, валяются вещи, есть подступы, а чуть дальше их нет. Там лысое пространство, которое сильно контрастирует с тем, что мы видим перед собой. Понятное дело, что это сделано для экономии машинных ресурсов, и было бы не страшно, если бы такие пространства были на значительном отдалении, но нет, они порой на расстоянии вытянутой руки. Ну, или трех-четырех рук, это все равно мало. Знаете, где я не замечал такой проблемы? В Кодвейне. Кодвейн разработали Панамку Бандай лично, так что такие косяки явно не по их настоянию. Видимо, это фетиш даже не Миядзаки уже, а команды Фромсофтвор. Вот тут у нас, значит, дорога, а вот тут у нас все застолблено шпилями, колеми решеток и проход еще метр на метр. Ничего, что здесь, по идее, и жили, и ходили люди. Знаете, это может показаться предъявой на ровном месте, но это ведь очень важно на деле, так как это бьет по восприятию мира. Порой, знаете, уж лучше сделать жалкую имитацию, как в The Elder Scrolls, где столица королевства это полтора десятка домов и чуть больше жителей, чем вот такой вот халтуру. А еще лучше сделать толково, как, скажем, в Ведьмаке, притом в любом, хоть в первом, хоть во втором, хоть в третьем. Я, конечно, что-то мог забыть, но там такого безобразия не было. И не надо мне про несопоставимые бюджеты Думаю, что чтобы поставить вместо пяти деревьев 20, понадобилось бы увеличивать бюджет и менять движок. Но в целом, графически, все три игры шикарны. Особенно, конечно, третья часть. Она вне конкуренции. Частицы тут сделаны классно. Я не намекаю, что тут хай-энд полный, нет, конечно, но все на высоком уровне, тем не менее. Жаль, из-за отвратительной оптимизации это очень трудно оценить. Особенно хорошо в этом смысле смотрится первый DLC Кокс Орианделя, где отлично сделан снег и все его производные, а также огонь. Вообще, я заметил, что порой при взаимодействии с огнем пол в игре может загореться без урона игроку. Ощущение такое, что изначально пытались ввести механику пожаров, но передумали и мы литезареем ее остатки. Жаль, если так. Было бы круто. Порадовала и дальность прорисовки. Самая классная из всей серии. Но, знаете что, графика хоть и важна, но все же есть куда более важные аспекты. Признаюсь, к дизайну я отнес много графических фишек, но они без дизайнерской оценки никак все же не могут восприниматься. Так что позиции валидны. Видите, какие я умные слова знаю, да? Сейчас так, знаете, возгордюсь, как начну вас лайки выпрашивать. Ух! Шучу. Ладно, в общем, не удивляйтесь. Начнем с того, что когда речь заходит об общем визуальном дизайне мира, как выглядят монстры, здания, предметы, то тут можно просто поднять руки и смело заявить, вся серия Soulsborne, включая оригинальную Demon's Souls, имеет просто великолепный дизайн. И не только визуальный, но и архитектурный дизайн. Крайне редко мы будем встречать плохо продуманные уровни или же уровни, выглядящие слишком уж подозрительно, будто бы они, не знаю, так, знаете, подвергали серьезной правке, что ли. В подавляющем большинстве серия Soulsborne это оргазм дизайнерской мысли. Впрочем, это не означает, что косяков в исполнении нет. О, они есть! Еще какие! Одно из серьезнейших проблем Demon's Souls, например, я считаю именно дизайн. Мне все уши прожужжали про то, что в средневековых замках коридоры и должны быть узкими. Мол, чего я хотел? Аэродром, что ли? Нет, конечно. Но полагаю, что между аэродромом и анальным отверстием есть и промежуточные варианты. И в крайности впадать не обязательно. Самые внимательные зрители сейчас оценили иронию, ведь это и было то самое сравнение жопы с самолетом. В прямом смысле. Ну, то есть, либо проход метр на полтора, в котором застревает местная дебильная камера, либо простор, как на арене Паука Ромы. В Demon's Souls первые варианты встречались удручающе часто. Балетария, пещеры под горой, Ктулхуицкий гулаг. Дело не в том, что там узко. Вот, к примеру, взять ту же башню Латрии. Там встречается немало не самых широких проходов. Да и в соусборне не редкость, когда мы ходим по досточкам над озером, пропастью или там на чем-то подобном. Но там ощущение тесноты не возникает. Дело в камере. Был бы там вид от первого лица, пожалуйста, строите свои коридоры. Хотя даже игры от первого лица стараются этим сильно не увлекаться. Это превратности нашей психики. Коридоры нам не очень нравятся. Именно поэтому ценителей жанра оборождения по коридорам и подземельям типа Гримрок не так уж много, как фанатов более просторных областей, как в тех же свитках, да будет теплым песок под их ногами. И давайте признаем, как бы на это не возражали фанаты Demon's Souls в серии Dark Souls четко видна тенденция ухода от такой тесноты. Ясно видно, как страсть к Аналу у Миядзаки уступила приверженности классике. Вот вам крысиные норы Балитарии, а вот вам город Нижити. Балитария, мол, крепость? Средневековый замок? Хорошо. Вот вам замок Лотрик, замок Дранглейк, Анал Родео. Чем не замок? Даже в первой игре, которая не сильно далеко успела уйти от прародителя, видна тенденция к увеличению пространства как минимум визуально. На этом фоне выделяется разве что крепость сцены, но в этом ее фишка быть максимально неудобной. Во второй и третьей частях подобного нет и в помине. Пещеры? Пожалуйста. Яма Маджулы. Пещеры с Бладборн. Кстати, да, при всех особенностях архитектуры, во многом схожей по общему дизайну с Demon's Souls, в Бладборн почему-то такой проблемы тоже нет. Вот именно поэтому и нет, потому что когда ты делаешь что-то на бумаге, а потом даже реализуешь, идея кажется нормальной или часто просто приемлемой, мол, сойдет. А потом в это начинают играть люди с разными предпочтениями и выясняется, что не все так однозначно, как казалось. И поймите, дело не только в ощущениях, хотя это тоже важно. Часто это еще и мешает геймплею. Не верите? Хорошо. У меня для вас есть два слова. Капра-демон. Давайте сейчас не будем ударяться в даяканье. Да я там, да я тут, да. Я более чем уверен, что сейчас найдется пара добрых молодцев, которые расскажут, что они, этого Капра, да одной левой, да в общем-то вообще с ним проблем никаких нет. Объективно, при всей несложности демона, как босса, с ним очень много проблем. И они заключаются в том, что на крошечном пространстве, в котором застревает камера, помимо босса стоят еще две наимерзейших собаки. Будь арена чуть-чуть крупнее, как, скажем, у того же демона-прибежища, бой не вызвал бы почти никаких трудностей. В частности, благодаря тому, что камера не застревала бы. Да и игрок не чувствовал бы себя запертым в коробке 2х2. Но иногда это прям вот любимое дело поставить в тесном помещении какого-нибудь хавила, да? И делай с ним, что хочешь. И как хочешь. Точнее, он с тобой. И ты, конечно, можешь убить того же капру багом, но тогда мы запишем тебя в ссыклонейда. Ну и в целом, это как-то, ну, багаю все-таки. Это тоже неправильно. Для кого-то это тоже хардкор, конечно, но так ведь можно дойти до полной диатии. Почему бы тогда не добавить еще одного капра демона в пару к первому? Так же еще хардкорнее, правильно же? Еще хороший пример. Вот об этом проходе я узнал чисто случайно, спустя 7 лет игры. Чисто случайно. Я просто туда как-то вот попал. И не знал я о нем, как раз потому, что камере тут невозможно его уцепить. Наткнуться можно либо случайно, либо уже зная о нем. В общем, есть вот такой вот косяк, но, к счастью, именно у серии Dark Souls этим все не так уж плохо. Даже у первой части. Однако удара под их никто не ожидал. Произошел перекос в другую сторону. В итоге, чего пострадал микродизайн локаций? Что я подразумеваю под микродизайном и макродизайном? Макродизайн – это дизайн самих локаций. Лес, замок, мост. Крупные объекты, которые эту локацию создают. Микродизайн – это наполнение тех самых рек, замков, мостов. Вот входишь ты в комнату. В комнате стул, стол, на столе чашечки, в углу навалены ящики или там бешки, на стене картина. То есть, таким вот микродизайном разработчики постарались создать ощущение живого мира. В этой комнате именно жили. Или не обязательно жили, но что-то делали. Но очень часто в Dark Souls встречаются моменты, когда комната существует лишь для того, чтобы в нее вошел игрок по своим делам. Я искренне считал, что больше всех с этим косячит именно вторая часть. Однако, при более внимательном прохождении я понял свою ошибку. Косячат все три игры. Просто по ощущениям вторая косячит чуть больше. Там чаще встречаются просторные помещения, совершенно пустые. Замечательный пример. Спуск от зеркального рыцаря в храм Аманы. Да, это лифт. Да, этим лифтом должны были пользоваться единицы. Это не проходной двор. Но строили же его все равно люди, пусть при помощи големов, но тем не менее люди. А они должны были оставить следы жизнедеятельности. Столы, стулья, ящики, мешки, фонари старые. Или пусть даже не люди. Пусть свисают корешки, пусть плетут паутину пауки или что-то вроде того. Вместо этого мы видим огромный, пустой, стерильный зал. И так во всей трилогии. Вот вроде ходишь и любуешься, детали завались, но уже в следующей локации этих самых деталей может почти не иметься. Будто бы этими самыми деталями занимались опосля, забывая куда-то что-то добавить. И я понимаю, почему Драксос 2 страдает этим больше других. Там и локаций по размерам больше, а чем больше помещения, тем сложнее это все обставить мелочами, чтобы оно казалось живым. Это в принципе проблема многих игр, когда не создается ощущение, что все это построено людьми для людей. Одно дело, когда ты шаришься по уже руинам, построенным на громадной высоте расы, у которой даже подъемных кранов не обнаружено, и ты задаешься вопросом как? Ну то есть вот хоть раз покажите нам, как все это строилось, все это великолепие. Кстати, идеальный тому пример Прид Персии 3 с его Вавилонской башней на стадии постройки. Это-то ладно, но другое дело, когда это именно живой город, где должны жить живые люди. По этим улицам они должны ходить, но улицы ведут в тупики. В этих зданиях они должны жить, но это просто пустые коробки. Неужто нежить отнесла все барахло на блошиный рынок? Конечно, дотошной детализации вплоть до отхожих мест, лежащих в них газетой Комсомольская правда, это слишком уж хлопотно, да и не нужно это. Это и есть игровые условности. Разработчик прикладывает усилия, а мы верим. Чем больше он их прикладывает, тем больше мы верим в то, что этот мир живой. Пустые помещения этому не способствуют. И, к сожалению, таких вот помещений все же больше именно во второй части. В свою очередь, третья игра, опять же, опираясь на Бладборн, где с этим проблем почти нет, переняла эту фишку и там с микродизайном почти везде порядок. У первой же тоже все более-менее хорошо. А такие места, как Анор Лондо, горнила первого пламени, можно в расчет не брать, там гигантизм обоснован. Тем более, что в Анор Лондо лысые участки межуются с такими вот шикарными комнатами. Разве не прелесть? Так что, несмотря на Маджулу, земляной пик, Междумирье, вторая часть все же тут проигрывает. Хотел бы упомянуть еще несколько мелочей. Например, в третьей игре в замке Лотрик я наткнулся вот на такой вот гений дизайнерской мысли. Как говорится, водка внутри, а снаружи бутылка. А тут, стенка внутри, а снаружи окно. Это, конечно, мелкие недосмотры, честно говоря, я больше нигде его не наблюдал. С другой же стороны, я и не пытался. Но, наверное, и не буду, потому что игра все-таки увлекательная, мне некогда в окошке пялится. Кроме того, в третьей части в катсценах подозрительно много мыла. События будто бы не в резкости. И с чем-то связано вообще непонятно. Это не повсеместно, но чаще, чем хотелось бы. Зато и похвалить игру тоже есть за что. Меня всегда раздражало визуальное свечение кольца Кларантии и других вот подобных на персонажа. Персонаж при этом выглядит как новогодняя елка. Особенно с кольцом Кларантии, который будто бы иголки на тебя вешает. И именно в третьей части наконец-таки догадались убрать эти визуальные эффекты, за что и моя большая благодарность. Прям земной поклон. И еще бы вот обосновали свечение персонажа. Вот так вот, чтобы уж совсем было идеально. Если вы не знали, наш персонаж является источником света в первой и третьих частях. Однако на поясе кристалла нет, как в Димон Соус. Жаль, что этого не объяснили. С другой стороны, а я на что? Короче так, наша душа так или иначе получена из первородного пламени. Пламя дает свет, а свет это время. Но это уже гипотезы. Притом без нужды. Это просто такая игровая условность. Во второй части свечения нет, но там зато есть другие проблемы со светом. О них позже. По поводу анимации в целом говорить что-то сложно. Это нужно смотреть отдельный аспект игры. Разве что в общих чертах можно сказать, что она хороша. Она плавная, красивая. Но в Дарксос 2 она куда более разнообразна. К сожалению, в Дарксос 2 же есть косяк с этой самой анимацией. Для экономии ресурсов, когда игрок не смотрит на объект, этот объект становится менее детализированным. Когда мы смотрим на существо вдалеке, его анимация сбрасывается кадров так до 15, если не меньше. Глазу это не то чтобы незаметно, но эту условность легко принимаешь. А в Дарксос 2 за каким-то чертом расстояние, которое классифицируется как далеко, слишком уж близкое. В итоге мы на расстоянии нескольких метров буквально видим, как спешащие к нам враги смешно дрыгаются в малокадровой анимации. И только перейдя этот самый условный обруч начинает вести себя правдоподобно. Или вот, замечательный пейзаж на мосту Кровавому Колизею. Пейзаж шикарен, спору нет. Но что это? А это детишки-вороны с корявой анимацией. Скажите, это правда беспалевно? Это что, трудно заметить? И тут, и там общая черта. Беда не в том, что игра экономит машинные ресурсы. В третьей и первой частях делается все то же самое, но там обрывы анимации происходят на действительно дальнем расстоянии. А в Dark Souls 2 ты же лицезреешь это регулярно, особенно когда персонаж стоит спиной к врагу. Такое ощущение, что именно этим параметром в том числе и определяется граница упрощения анимации. И плевать, что на кручение камеры это не распространяется. За спиной, значит, не видно. И ведь ни один патч эту проблему не решил. Может, она чересчур фундаментальная, но тем не менее факт есть факт. Косяк. И косяк очень заметный. Я повторюсь, с освещением в целом проблемы серии нет. Дизайнерский свет сделан шикарно. Даже во второй части. Вспомните, храма Маны, замок Дранглейк, да тот же Лимб, что угодно. Дизайнерский, да. Но вот технологический, если опять же верить тому, что я прочитал в начале, то многие наработки были похерены. В итоге, я соглашусь, действительно создается ощущение, что в Dark Souls 2 свет на локациях распространяется слишком уж равномерно. Будто бы локация освещена не источниками света типа солнца, факелы, а одним большим, невидимым, даже не спотом, а простым таким амбиентом, сплошняком. И страдает не только объемность текстур, страдает общее ощущение реалистичности. И как минимум эстетическое удовольствие тоже страдает, то бишь от ощущения технологичности, точнее от ощущения его отсутствия. Ты будто бы играешь в плохой мод для Скайрима. Конечно, к этому быстро привыкаешь, в целом. Да и такое встречается не везде. Точнее, не везде это бросается в глаза, если так правильно уж говорить, да? Но безусловно, это очень заметно бьет по погружению, ведь свет делает дизайн, а дизайн делает атмосферу. Просто удивительно, что при таком раскладе игра как-то не странно прилично выглядит. Хотя за третьей частью тоже есть один косяк с освещением. При гораздо большей технологичности там такое ощущение, что провели намеренный даунгрейд. Вы помните катсцены? Любые. Вот взять, например, катсцену прибытия в закольцованный город. Посмотрите, какое шикарное здесь освещение. Даже без постобработки в реальном времени. Просто вот посмотрите. Ну прям вах! И ведь катсцена на движке, как и остальные. И ты думаешь, какая же красотень! Потому что, напомню, свет делает дизайн. Но тут катсцена заканчивается, и... это вот что такое? Куда делась вся красота? Будто бы выключили ЕНБи. Поймите правильно. Если бы заставки были такими же, я бы не придирался. Но получается, что нам демонстрируют, мол, смотрите, как мы умеем, а потом хыть и забирает весь графоний. Зачем? Это злит. Игра могла бы быть красивее, чем она есть, и она это показывает. И не надо мне рассказывать про машинные ресурсы, катсцены не тормозят. С другой стороны, оптимизация у игры и так плохая, так что валить все на плохие компы тут вообще мавитон. Получается, что меньше всего проблем с освещением у первой части. Если бы не эти фиолетовые блики, их вообще бы не было. Однако у первой части в оригинале была слишком уж насыщенная, на мой взгляд, картинка, которую, по моим, опять же, ощущениям, сделали чуть тусклее в ремастере. Это одно из немногих положительных изменений, но это на мой вкус, хотя, знаете, не факт, что я точно так же считал, например, пару лет назад. Большинству это, тем не менее, не понравилось. Мне же не понравился рекалор, но то ладно. У третьей игры с насыщенностью проблем вроде нет, а вот у второй есть. И все по тем же причинам. При общей, хорошей насыщенности впечатление портится от гаммы, которые тут блеклые, будто бы, ну, я вот не специалист во всем этом, но будто бы вот контрастность выкрутили в минус, или наоборот в плюс, то бишь. И местами все выглядит слишком уж картонно. Даже не местами. Графика будто бы сухая. Знаете, вот такое ощущение сухости, как в пустыне. Вообще говоря, об освещении, я понимаю, почему некоторые считают вторую часть плохой. Однако же, мы не к таким условностям привыкали. И в плюс второй части можно записать, вы сейчас будете смеяться, систему освещения. Такой вот парадокс. Ну, по крайней мере, один из ее нюансов. Вам не кажется, что для игры в жанре гримдарк с названием Dark Souls тут слишком мало этого самого дарка? Изначально задумка во второй игре была такая, что факел станет нашим неотъемлемым спутником. Зажечь факел и идти без щита, или же со щитом, но в полном опасности и мраке. И пусть реализация этого подкачала очень сильно из-за общей светлости игры. Давайте признаем, вторая часть Dark Souls это единственная игра серии, где темнота есть в принципе. Нет, конечно, она изредка встречается и в первой и третьей частях. К примеру, вот насчет третьей части, да, в дальнем поместье лоскуток, там факел помогает, или темный храм огня. Больше в третьей части, например, таких мест, насколько я помню, нет. Но, опять же, насколько я знаю, изначально планировалась смена состояния локации через костер. И, возможно, можно было бы менять любую локацию на темный аналог, и там факел, конечно, бы пригодился. Но есть то, что есть. Более выгодно тут смотрится первая часть с ее склепом великанов. Вот отличный пример темной локации. Есть еще бездна, но там, как ни странно, нужды в освещении особой нет. Однако, во второй части таких мест полным-полно. Даже в лесу гигантов они уже есть. Пусть это маленькие коридорчики, но все же, тут без факелов очень тяжело. Наконец-то маги подняли головы, и их светящийся шарик стал реально нужным. Вспомните ядовитые пещеры и пещеры гигантов под ними. Вспомните храм Аманы, где без факела очень трудно разглядеть подводный обрыв. Вспомните склеп, где желание зажечь свет борется с нежеланием получить по чайнику от акдейной компании. Комнату Вендрика вспомните, вспомните паутины Целдоры, таких мест полно. И часто по игре будут расставлены факелы. Это и переносчик огня, чтобы к костру не бегать, и источник света. И вот когда единственным источником света становится световой шар над твоей башкой или факел, тогда все проблемы с освещением в игре пропадают, и ты буквально чувствуешь, какая же классная эта идея. Ощущение темноты в угасающем мире это именно то, чего не хватало серии. Притом не так, как это было сделано в Demon's Souls. В Demon's Souls была очень большая беда с контрастностью. Здесь же такого нет. И факелы можно искать невидимых полых, высматривать подводные обрывы в храме Аманы, открывать врата в Элиум Лойс, возвращать к работе кузнеца. К тому же зажигание всех факелов на той же помойке или в Лимбе дает дополнительные бонусы. К сожалению, ничего из этого не было перенесено в третью игру. Видимо, потому что в Бладборне этого не было. Вообще, ощущение, что третья часть прям вот из кожи вон лезла, лишь бы быть похожей на Бладборн как можно больше. Как бы то ни было, получается такой вот парадокс. Дизайнерский свет и тень лучше всего сделаны именно во второй игре. Система с факелами, которые не горят вечно, их нужно искать. Отличная же задумка. Увы, не доведенная до конца. И по итогу во второй же игре самое худшее техническое исполнение освещения во всей серии. Знаете, вот ей бы вот этой самой второй части не помешал бы качественный ремейк. Самый настоящий полноценный ремейк, который все это перелопатит и доделает. Сколько интересных идей и решений и так обидно в итоге. Харри Роже. Под лицами я понимаю не лица персонажей. С этим нигде проблем нет и хлепят вручную. А именно те личики, что мы сами можем налепить. И ведущую роль здесь играет редактор. Что же, здесь все просто. Чем младше игра, тем лучше редактор. В первой игре слепить нечто удобоваримое весьма проблематично. Получается всегда такая дичь, что хоть стой, хоть падай. К тому же пока что еще нельзя сохранить получившееся лицо и загрузить его, соответственно. Но что еще хуже, ползунки взаимопривязаны. Тянешь один, смещаются все. В итоге, если ты, к примеру, будешь лепить лицо, сверяясь с видео на ютубе, то ты все равно не сделаешь такое же. Как раз потому, что статичные показатели не дают представления, как же двигать эти ползунки так, чтобы они в итоге встали на нужные места. И вдобавок к этому любые попытки отойти от стандартных лицевых шаблонов, особенно по цветовой гамме, приводят к тому, что лицо начинает выглядеть так, как будто бы это посмертная маска. Буквально. Ведь оно явно выделяется на фоне головы. Вот знаете, не хватает только пластыря, как у красавчика Джека. И заметно это не только в редакторе, но и в самой игре. В итоге, это самый неудобный редактор в серии. Вторая часть вместе с общим улучшением интерфейса улучшила и редактор персонажа. Не только визуально, но и технически. Ползунок теперь один, и он не привязан к другим. Теперь уже можно делать нормальные морды лица. К тому же появились бороды, этого очень не хватало. Еще добавили цвет глаз, татуировки, дали возможность отменить действие. Без этого в первой части было очень тяжело. Однако, несмотря на то, что отсутствие взаимопривязки ползунков было бесспорно верным решением, генераторы лиц не научили с этим правильно работать. Если в первой части игра не давала, скажем, сделать нос слишком длинным, подтягивая за ним еще и губу и создавая, пусть и гротескное подобие, но все же пропорции, то во второй части пропорции идут нахрен, вследствие чего получаются уроды невиданных масштабов. Помните генератор персонажей в Обливионе? Вот, видимо, среди FromSoftware был фанат Обливиона, такой маленький япончик, который решил отыграться на всех за слишком сложных минотавров и концептуально скопировал конструктор Харирош. В итоге, что автогенерация автогенерит автоуродов, что очумевший игрок, крутя-крутилки, вертя-вертелки, все шире разевает рот в улыбке от получившегося ужаса. И ладно бы это, но что с пропорциями тела? В Dark Souls 2 невозможно сделать красивую женщину. Мужчину ладно, женщину нет, лицо можно, но остальное тело, непропорционально широкие для женщины плечи и грудь, превращают любого женского персонажа в какую-то кривослепленную куклу. Я, конечно, сгущаю краски на эмоциях, но просто сравните женщину в трех играх и поймете, что эта широкоплечесть очень сильно бьет по глазам, причем всю игру. И хоть к этому быстро привыкаешь, факт остается фактом. Зато само создание персонажа в Dark Souls 2 обставлено очень круто. Ты не просто оказываешься на экране создания, ты сперва попадаешь в междумирье без лица, без имени, без паспорта, и только потом в доме хранительниц ты под их колки и насмешки не придумываешь, а именно вспоминаешь свое имя и лицо. Как же это шикарно. И этого очень не хватает третьей части. Третья игра лишена такого недостатка, там наконец довели все до ума. Интерфейс стал максимально удобным, хотя признаюсь, разница между интерфейсами генерацией персонажей в Dark Souls 1 и 2 гораздо заметнее, чем между 2 и 3. Но все же. Наконец-таки появилась возможность сохранять и загружать внешность, крайне полезная функция. Только придется учитывать, что татуировки строго завязаны на разрешении. Я вот сделал внешность Енифер по гайду, у нее над губой родинка. Я в 4К и выяснилось, что в Full HD эта родинка сползает куда-то не туда. И в принципе любая тату, потому что технически родинка это тату. Мелочь, но неприятно. Добавили возможность выбора голоса при генерации. Не то чтобы это рывок вперед, но почему бы и нет. Почему-то добавили еще автоцензор в имена персонажей. Ну то есть как добавили, это было и во второй части. Всегда же ведь найдутся те, кто будут использовать в имени мат. Без вкуса, без элегантности. Во второй части это запикивалось звездочками, но в третьей части звездочками запикивается половина имен. Во второй части не давали печатать кириллицей, в третьей можно, но вместо отображения кириллицы будут звездочки. Да и потом автоцензор явно перебарщивает. Знаете, вот я однажды играл в Perfect World и после какого-то обновления антимат начал работать уж чересчур усердно, запикивая частицу бля в слове, например, корабля. Вот в Dark Souls 3 ощущение, что происходит нечто подобное. Опять же мелочь, но неприятно. кто видит твой ник, разочарует тебя плохой вестью. В итоге, как видите, выгоднее всего смотрится третья игра. Вторая умудрилась облажаться на ровном месте, но ее искупает реально новаторство в этом разделе. Как обычно, в общем-то. Ну а первая, она на то и первая, хотя, опять же, я мог бы сказать, что между Demon's Souls и Dark Souls прошло два года, а разницы в той же генерации нет никакой. То есть на нее просто забили. На этом фоне, опять же, Dark Souls 2 смотрится еще выгоднее. И под конец этого пункта, очень хотелось бы упомянуть белый цвет волос. Почему он так отвратителен во всех трех играх серии? Почему нигде нельзя сделать нормальный, блин, белый цвет волос? Почему я не могу косплеить Сири? Получается либо белесая, будто бы сияющая фигня во второй части, либо грязно-серая мочалка в третьей части, либо вообще не вид что в первой. Я понимаю, что Souls, конечно, Dark, но не до такой же степени. Ну и больше о генераторе лиц сказать, наверное, нечего. Костры — это неотъемлемая часть серии Dark Souls. Это не только один из центральных лоровых объектов, это еще и банальное удобство. Функционал костра подразумевает множество возможностей. И главная возможность, чего уж скрывать, телепортация. Например, в Demon's Souls не было костров, там их роли исполняли обелиски. Важна не форма. Вот тебе нужно прыгнуть из Нексуса в локацию. Ты прыгаешь и понимаешь, что перепутал локацию, например, или передумал, решил забежать в другое место, чуть дальше по локации. В Dark Souls ты просто садишься за костер и телепортируешься на любой другой, а в Demon's Souls нужно сперва прыгнуть в Нексус и оттуда уже в нужное место. Притом придется три раза ждать загрузки, что весьма долго на PlayStation 3. Теряется время, теряется темп, игрок нервничает, потому что это откровенно бесит. Так что костры стали действительно находкой серии. Хотя, конечно, развивались они тоже постепенно, и за этим развитием интересно следить. Первая часть костры только появились. Самое заметное изменение после Demon's Souls костры теперь точка опоры. Не просто чекпоинт, а именно точка опоры. Сев за костер мы восстанавливаем Эстус, система которой тоже впервые появилась именно в Dark Souls 1. Враги, конечно, тоже переродятся. Таким образом сложность не теряется, становится лишь удобнее. Функции Дева в черном также взял на себя костер. И, должен признать, это, наверное, самое удобное решение. Во всяком случае, самое быстрое уж точно. Повышение уровня происходит прямо на костре. Распределение магии теперь тоже прерогатива костра. А в случае покупки сундуков с инструментами и без, костер становится еще и ящиком для предметов и ремонтной мастерской. В Demon's Souls за каждый этот элемент отвечали разные NPC. Костер же собрал в себе все эти функции, лишь их нужды нарезать круги по всему Нексусу. Как чекпоинт, костер сохранил свое свойство, однако, не без странностей. Последний активированный костер не считается последним чекпоинтом. Последним считается тот, за который ты сел. То есть, идете вы такие, выжигаете костры, не садясь за них, чтобы не возродить врагов, потом умираете и обнаруживаете себя в начале долгого пути. А ведь телепортации еще пока нет. В первой игре телепортация это сюжетный момент, становящийся доступным только после прохождения доброй половины игры. Дивный сундук дает нам такую возможность, но и она оказывается ограниченной. Оказывается, телепортация происходит только между так называемыми узловыми кострами. Например, ты можешь прыгнуть на костер храма огня или сразу в уезд нежити, а на костер перед тельцом не сможешь. Он не узловой, так что, если нужно туда, иди пешком. Можешь протонуться к бледной госпоже и оттуда уже пешком дочапать до костра нижнего чумного города. В верхний чумной город можно попасть только от костра глубин, скажем, да? Ну, конечно, можно и снизу переть, но это дольше. Это, конечно, не очень удобно и, честно говоря, непонятно, на кой ляд такие ограничения искусственные. Типа, ходи и смотри, какие мы задники нарисовали. Уверяю вас, многим и одного раза достаточно, а кому мало, могут вернуться без принуждений. Впоследствии разработчики это поняли и уже в DLC к первой части мы получили пять костров, между которыми можно спокойно прыгать. Но все же, даже с такими ограничениями и странностями костер в Dark Souls 1 это небывалая находка по сравнению с Demon's Souls и он имеет уникальную фишку, которой не было в Dark Souls 2 и 3. Точнее, даже полторы. Помните, как выглядело пламя костра в оригинальном Dark Souls 1? С одной стороны, это экономия машинных ресурсов, огонь ненастоящий, с другой же, согласитесь, дизайнерски это выглядит просто шикарно, очень красиво. В этом нет нужды, огонь костра это лишь огонь, как и любой другой по внешнему виду, но красиво же. Примастеры уже решили, что производительность позволяет теперь тянуть нормальный огонь и сделали его, собственно, нормальным, стандартным. Поэтому и полторы фишки. Ну а полноценная фишка это сила огня. Чем выше уровень костра, тем визуально он сильнее горит. Вообще удивительно, почему эту фишку упразднили, ведь хоть система эстуса изменилась в итоге, уровни костра все равно остались. Вторая часть, как обычно, привнесла много нового. Именно со второй части появилась телепортация к любому костру с удобным древом, когда к одному узловому прикреплено несколько второстепенных костров. Позже в переиздании оранжевые рамки у костра начали показывать те из них, где сейчас активнее всего онлайн. И можно найти союзника или соперника. Повторюсь, не факт, что если бы в Dark Souls 2 так не сделали, в Dark Souls 3 бы до этого не догадались. Но, опять же, если проследить тенденцию повального заимствования тройки у Bloodborne, то, извините, в Bloodborne долбанные лампы. Опять возвращаемся в 2009 год. И можно сколько угодно говорить, что сшиты локации в Dark Souls 2 откровенно плохо, несмотря на то, что этому есть обоснование в лоре. Да, и правда плохо, но проходы есть. И в Dark Souls 3 они сшиты хорошо, но телепортация все равно осталась. Также, в связи с изменением ящичной системы, когда вот это вот «купи три чемодана», чтобы пользоваться возможностями костра, такая функция, как склад, теперь доступна сразу. И, обратите внимание, в него теперь можно сложить все, что угодно, включая заклинания. В первой игре этого было сделать нельзя. Вкупе с вертикально-линейным интерфейсом это вызывало много неудобств во время копания в инвентаре. Несколько функций все же были у костра убраны и возвращены владельцам. Ремонтировать вещи ты теперь можешь только у кузнеца, а повышать уровень у хранительницы огня. Тут вернулись к системе Demon's Souls. И вот в таком виде она мне нравится больше. Хотя повышать уровень быстрее у костра, конечно, без беготни, но все же хранительница огня мне как-то больше по душе. Кстати, теперь зажженный костер считается последним, садиться за него не обязательно, что, согласитесь, удобнее того, что было раньше, телепортация с самого начала игры и даже если бы оставили все как есть, то было бы нормально именно благодаря телепортации. Хотя, конечно, немного неудобно. Но, как я уже сказал, убрали визуальное выселение огня. Очень жаль. Очень. Но добавили зато новую возможность костра, которая связана с онлайном. Это сожжение. Сжечь можно крестяной прах, человеческую фигурку и уголь вражды. О них поговорим отдельно позже. В общем, Dark Souls 2 в плане костров проделала работу не меньшую, чем Dark Souls 1 в свое время. В отличие от Dark Souls 3, которая выглядит на фоне двух других, поэтому параметру очень блекло. Показ онлайна на кострах теперь имеет градации от 1 до 3. Мелочь, но приятно. В целом, интерфейс стал удобнее, как во всей игре. Плюс, очень полезное нововведение. Костер запоминает место последнего прыжка при входе в меню переноса и сразу выбирает именно его. Этого очень не хватало во второй части, особенно с ее удобным, но вот именно на кострах громоздки немножко интерфейсом. Ну и, конечно же, отличным решением было добавить Хрома Огняка к отдельную графу, чтобы не рыскать по вкладкам. В остальном же нововведения довольно спорны. Хорошо, я готов, наверное, согласиться, что появление костра на арене с боссом после его гибели это удачная находка, которая была позаимствована из Demon's Souls. В первой части в DLC такое тоже встречалось, в третьей же части это норма жизни. Хотя я подразумеваю, что если уж говорить о заимствованиях, то эта фишка была позаимствована не из Demon's Souls, а именно из Bloodborne. Однако почему-то не была переосмыслена оригинальная расстановка костров, присущая именно серии Dark Souls. И потому нередки случаи, когда от одного костра до другого рукой подать. Самый вопиющий пример это костер Великого Архива рядом с костром доспехов Драконоборца. Вот нафиг последний нужен, если через 10 шагов есть еще один. Или тот же Ориандль. В часовне костер, через мост в пещере снова костер. Как бы вполне в духе Dark Souls пробежать по мосту, если уж так хочется слезть вниз именно со стороны пещеры. И подобного еще немало. И получается очень, знаете ли, забавно. От первой части, где при наличии костров приходилось пешеходить по 10 минут туда-сюда, мы пришли к третьей, где иногда костры друг от друга находятся в 30-ти секундной или там, не знаю, 60-ти секундной доступности. Ну и вместе с углем вражды упразднилась и возможность его сжигать. То ладно, но зачем убрали возможность сжигать человеческие фигурки, вот что непонятно. Хотя, с другой стороны, понять-то можно. Ладно, упразднили и шусь с ними. Вот такая вот эволюция костров в игре. В итоге каждая часть внесла что-то свое. Первая часть стала уникальной в этом плане, после Demon's Souls, разумеется, вторая сделала все по-настоящему удобно, третья часть все это еще отполировала и подрихтовала. Ну и от костров перейдем к тому, где они расположены. К локациям. Вообще, сразу хочу анонсировать, что о локациях Dark Souls я сделаю отдельный большой выпуск наподобие этого. Но вкратце сейчас все же об этом тоже поговорю. В общем-то, я уже немало о них высказывался, когда рассказывал про дизайн. Повторюсь, к общему дизайну локаций в целом нареканий нет. Визуальный же стиль тоже прекрасен от части к части. Какой же кайф бродить по величественным замкам Элиум Лойс, Шульвы, Анор Лондо, закольцованного города, по нарисованным мирам. Про микродизайн тоже уже упоминал. Вспомните, скажем, в качестве положительного примера спальню Гвиневер, а в качестве отрицательного пустые коробки вместо домов Нижнего Города Нежити. Ну и да, тронный зал Дранглейка. А знаете, я тоже хочу, чтобы мне построили пустую гигантскую коробку, поставили там стул, и я буду на нем сидеть, ни хрена не делать. Идеально. Чем я хуже короля? Ну и иногда во всех трех частях встречаются места слишком уж пустые. В них будто бы предполагалось что-то сделать, но по итогу все оставили как есть. Взять ту же комнату рядом с костром Чумного Города. Слишком уж она пустая и большая, чтобы просто так тут находиться. Я при первом прохождении ожидал, что сюда приведет какой-то квест. Кто знает, может по изначальной задумке и привел бы, например, квест Шивы, хотя Шива с другой стороны в Риаме сушкандебал. А вообще, чтобы узнать, какая часть выгоднее всего смотрится в разрезе локации, это нужно каждую локацию рассматривать отдельно, а этим я займусь ни здесь и ни сейчас. Но можно припомнить несколько особенностей. Возьмем Храмы Огня. Первый самобытен и легендарен на правах первого. Маджула не менее самобытна. В качестве Храма Огня целая деревенька и это интересный ход. Вкупе с обманчиво умиротворяющей атмосферой второй игры это выглядит и правда приятно. Третий же Храм Огня при всей его красоте по архитектуре и стилистике слизан с Нексуса и с Димон Соулс. Он даже точно так же изолирован от других земель. Из Маджула или Храма Лордрана можно уйти. Из Лотрикского храма уйти нельзя, потому что он вырван из пространства. Возможно даже из времени. Это интересная особенность, но если уж быть честным это заимствование. Это не так уж плохо. Дарк Соулс она вся из заимствования состоит. Это серия бесконечных самоповторов. Но все же факт остается фактом. Это раз. И любому самокопированию должен быть предел. Это два. Как это ни странно, но при таком раскладе третий Храм Огня хуже первых двух. И к этому необходимо еще прибавить подгрузку локации. Стоит подбежать к выходу из храма ты утыкаешься в туманную стену, которая тут стоять будет достаточно долго. Вроде это идет под загрузку остальной локации, но все равно это раздражает. Раньше система работала так же, но никаких туманных стен нигде не было. И я бы не сказал, что это мелочь. Особенно если бегать за семенами древа. Говоря про локации, важно упомянуть про разнообразие локаций. Притом не только стилистическое, но и визуальное. В Дарк Соулу с этим вроде проблем в целом нет, если так подумать. Город нежити, мрачный, солнечный Анор Лондо, говяные глубины и чумной город по стилистике очень похожие, темный склеп, лавовый изолит, архивы по стилю очень похожие на Анор Лондо, как и великие архивы на Лотрих, что логично. Зато Ариамис настоящая душина. Новый Лондо, Ола Чиль, Бездна. Разнообразие явно есть. Обычно под разнообразием в первую очередь подразумевается контрастность. После лавы до снежок, после пещеры до замок в таком духе. В этом смысле у всех выигрывает Dark Souls 2, где разнообразие локаций выше по причине того, что локаций попросту больше. И если порой Dark Souls 2 жертвует качеством ради количества, то локаций, к счастью, это не коснулось. Они все хороши. Особенно удались замок Дранглейк, храм Аманы, темнолесье, двери Фарреса, склеп. Ну и как же без DLC? Шульве и Алиум Лойс шикарны. Замок Железного Короля тоже шикарен, просто мне он нравится меньше других. Тут найдутся локации на любой вкус и цвет. Аманы, зеленые, песчаные, деревянные, каменные, большие, маленькие, полно их. Хотя, конечно, случается и гроз и косяк. Так, например, Ледяная Пустошь это отрыжка сетомазохизмом в чистом виде. Тот, кто ее придумал, пусть так же в магазин ходит. Хотя, сейчас же доставка везде. Хорошо, пусть вот так вот ходит в туалет. В туалет же еще нет доставки. Просто издевательство. Ни хрена не видно, гигантские просторы и вечный спаун врагов, что для серии Dark Souls вообще-то, ну, не то, что прям вопиющий случай. Спаун врагов Dark Souls присутствует, но им не злоупотребляют. Вот конкретно здесь он наиболее всего неуместен. Но, к счастью, она такая одна. Одна на целую прорву всяких Маджул и Шульф. И где-то позади тащится Dark Souls 3. И вот опять же, поймите меня правильно, я обожаю локации всех трех игр и Dark Souls 3 не исключение. Я понимаю, что сколько не распинайся перед некоторыми, сколько не доказывай свою любовь к игре, все равно, если ты посмел критиковать, то ты сраный хейтер, нет тебе прочения. И все же, они очень красивы, эти локации. Я по традиции каждую игру забираюсь на Храм Огня и любуюсь просторами и кричу разные неприличные слова. Локации Dark Souls 3 меня определенно радуют. И снова скажу, что с точки зрения дизайна их сравнивать это гиблое дело. Но вот с точки зрения уникальности, скажите мне, что в Dark Souls 3 не заимствовано из предыдущей серии? Храм Огня это Нексус. Лотрик во многом копья Балетарии, доходит даже до почти Анорлондо это понятное дело Анорлондо. Эритил это извините все еще Анорлондо плюс немножко Ернама. Подземелье Эритила частично копии Башни Латрии 3.1. Архивы Герцога похожи, разумеется, на архивы Герцога с примесью Лотрика. Ожидаемо, согласитесь. Ариандель это понятное дело Ариамис. Деревня Нежити это дневной хемвик один в один. Даже в рамках одной игры локации дублируют друг друга. При имеющихся ассетах изолита у них есть на руках уже готовый дизайн целого города. Вместо этого руинами изолита здесь назван дубликат катакомб Картуса. Вот просто копипест. Или что? Типа статуи добавили и все? Новые локации что ли? Тлеящее озеро это озеро Золы и как и в случае с Анорлондо это обосновано. Но это обоснование не отменяет факта копирования. Если поискать найдутся и другие сходства и их будет слишком много. Несмотря на красоту получившейся локации они будто бы лоскутное одеяло шитое из всех игр серии Саусборн. Если сведения о том что планировалось сделать несколько копий одной локации правдивы то это кое-что да объясняет как минимум наличие темного храма огня который вообще-то полностью идентичен обычному храму. Плюс есть еще печь первородного пламени что на деле тот же храм огня просто развалившийся. Локация притом обрывается не успев начаться. Не потому что так задумано. Скорее всего три версии локации обычной темной коллапсированной задумывались по той самой не случившейся механике. Вы думаете почему-то халтурно выглядит путь к финальному боссу а именно через псевдокостер. Да потому что планировалось тут все совершенно по-другому я в этом уверен и в итоге просто отпилили кусок от локации и не стали заморачиваться. Поставили стандартный дипортали и димол и для финала это дичайшая халтура. Причем как для финала игры так и для финала серии. И вот так вот поймите здесь во всем при определенных условиях музыка в храме огня меняется. Это классно. Это правда классно. Мне это очень нравится. Но это калька с Demon's Souls такое уже было. Шикарное решение перемена неба появление закатного солнца смена цветовой палитры правда шикарное решение но и это уже было в Бладборне и было до Dark Souls 3. Разве что явление босса на драконьем пике уникально своей сменой погоды. Да и арена крута я такого еще не видел. Или же видел но забыл. Слишком уж много заимствований вам не кажется? Почему-то локации второй части не похожи на локации первой или других игр фромов. С Dark Souls 1 та же ситуация. А у третьей Dark Souls заимствование на заимствовании. И я бы не обращал на это такого внимания если бы третья часть реально не была долбанной калькой. Забегая сильно вперед персонажи события сюжетные ходы вы там совсем что ли импотентами творческими стали я не пойму. Всем нравился Сигмер так вот он Сигвард любили Андре так вот же он запомнили Виверна на стене вот вам Виверна на стене Виверна на стене хей аллилуйя шо понравилось так вот там еще две чего да вы издеватель что ли притом я не придерживаюсь того взгляда что разработчики тупые и ленивые что например Миядзаки просто разводят лохов не желая придумывать нормальный сюжет и потому сделал дырявое полотно и что разработчики просто от лени понапихали уже существовавшие ранее и назвали это новой игрой нет я верю что они старались я вижу эти старания но они сильно переборщили Эстус мне в рот здесь ведь нужно строго разграничивать отсылки и полное самокопирование одно дело узнаваемые элементы другое дело именно копия вот к примеру руины земляного пика или хрома огня лордрана это именно отсылка локации не повторяются один в один другое дело когда деревня или замок выглядит почти так же как и в другой игре фромов да и даже с отсылками можно переборщить если только на них и строить игру ладно хорош бомбить давайте сделаем маленькую передышку вторая часть события переносятся на иной материк и мы вдалеке от прежних локаций изолит анор лонду все это осталось далеко за морем в хрен знает каком состоянии обычно такое межевание разработчики делают чтобы сотворить нечто самостоятельное не цепляющийся за юбка предшественника хороший пример как это ни странно масс эффект андромеда однако здесь разработчики не прятались от провала тут они просто решили реализовать себя и так как планировалось изначально что вместо Dark Souls 1 будет Demon's Souls 2 а Dark Souls 1 в итоге сделали уникальным часть готовых наработок из Demon's Souls 2 которые было перенесено вы не поверите в Dark Souls 2 именно поэтому местами они очень похожи они в смысле Dark Souls 2 и Demon's Souls карта Дранглейка Ленинград Храм Штромов по атмосфере на мой взгляд очень схож в итоге с общей атмосферой Dark Souls 2 но все же локации двойки уникальны чего только стоит предвечный хаос Элиум Лойс Шульва где вы еще такое видели не ну вы видели конечно где-то игр-то много я имею ввиду именно в рамках серии Dark Souls или даже просто Souls Born и за что еще Dark Souls стоит хвалить на мой взгляд это за то что она показывает прошлое мы всегда находимся посреди последствий все вокруг разрушено развалено раздолбано но нам почти никогда не показывает как все до такого докатилось Dark Souls 2 показывает путешествие в прошлое в момент войны с гигантами это нечто притом это не просто смена декорации на той же локации оглянитесь вокруг мы видим тех же врагов только живых вы представляете какая это редкость для Dark Souls живых и даже не полых еще не тронутые проклятием нежити солдаты в еще не истлевшей форме воюют с гигантами и двигаются они быстрее и проворнее не как тупые зомбаки можно даже войти в воспоминания дракона и увидеть очертания мира в серую эру во время войны драконов с Гвином разве это не прекрасно? нам не просто показывают как это было мы становимся непосредственным участником плюс мы видим как преображается локация вот оторвало башку статуи ну правильно мы в своем времени используем ее как дверь на арену с преследователем вот мы видим капитана Драмонда ну да недалеко от того места где с его трупа сняли его же доспехи такого бы да побольше но третья часть почему-то не захотела уходить в этом направлении а жаль зато первая часть тоже отличилась этой фишкой великолепное дополнение про Арториаса даст нам увидеть как пал Ола Чиль и как исказились близлежащие земли те самые по которым мы уже ходили в настоящем вообще Ола Чиль это наверное одна из образцовых локаций такого плана повсюду слышны крики визги сражения все еще идут просто мы их не видим а в настоящем всюду лишь тишина могильная тишина все кто кричали уже давно затихли и также говоря о локациях Дарк Соус нельзя не упомянуть такую особенность как шорткаты и обходные пути Дарк Соус 1 была буквально построена на шорткатах так как в условиях отсутствия телепортации это единственный способ быстрого перемещения это положительно влияло на дизайн уровней и находить и открывать такие срезы одно удовольствие в Дарк Соус 2 их стало значительно меньше так как пропала в них нужда я вот на вскидку сумел вспомнить только один такой их без сомнения больше я вот сейчас еще вспомнил Шульву и Лойс но все же это несравнимо вместо них в Дарк Соус 2 обилие костров то есть принцип первой и третьей частей ты бежишь от костра зачищаешь часть локации и открываешь быстрый путь к тому же костру да эта дверь отпирается с другой стороны если видите такую надпись выглядит вторая часть ты в подавляющем большинстве случаев бежишь от одного костра к другому и все оба варианта имеют право на жизнь что до обходных путей это почему-то считается крутым как же гордятся фанаты Дарк Соус 1 тем что там можно пропустить разверстого дракона и чумной город имея отмычку да можно ну ладно допустим это плюс хотя мне он непонятен во второй игре тоже можно пропустить преследователя да и в принципе не ходить в лес гигантов можно же из Хейда попасть на пристань а оттуда на комфортабельном тюремном лайнере попасть сразу в забытый бастион только вот какой в этом смысл лес гигантов все равно зачищать нужно нам туда понадобится позже по сюжету там нужны NPC типа торговки Мелентии да и играя в Дарк Соус ты обычно собираешь и зачищаешь все то есть нет расчета на то что какую-то локацию ты пропускаешь просто меняешь их порядок в третьей части Дарк Соус никаких обходных путей нет зато снова полно шорткатов чего еще полно в Дарк Соус 3 да и в Дарк Соус 1 и чего не достает Дарк Соус 2 так это скрытые локации я не могу к примеру считать таковой бездну есть необязательные локации это да но именно скрытых увы нет и тут Дарк Соус 2 конечно проигрывает двум другим играм серии я до сих пор помню как же я офигел когда после трех или четырех прохождений Дарк Соус от друга узнал что есть некая полость ну кто бы мог подумать что за иллюзорной стеной скрывается иллюзорная стена вот ведь хитрый японец этот ваш хидетака в последнем DLC серии он потролливал фанатов сделав иллюзорную стену за иллюзорной стеной да три подряд но это ведь клево и как это ни странно прибежище нежити вполне себе скрытая локация хоть мы с нее и стартуем но извините совсем не очевидно что в нее еще можно вернуться очевидность это вообще не про Дарк Соус особенно про первую часть кто ж знал что можно подняться на лифте и вовремя с него соскочить на уступ с которого громко матерясь на идиотские прыжки перепрыгнуть на крышу храма взять ссанный ключ потом повторить операцию добежать до гнезда вороны притвориться иичком и сидеть в такой позе 30 секунд 30 секунд это звучит недолго но на деле весьма не очевидно что что-то там должно произойти и тогда вы попадете назад в прибежище нежити где сможете найти ключ уже в третью скрытую локацию нарисованный мир Ариамиса разработчики радовались когда придумали как оставить эту локацию в мире игры она была прототипом других локаций и потому была лучше всех проработана ну и да полость это не просто же полость это еще и море мата после которого ты попадешь на еще одну скрытую локацию в которой еще и квест минимум один есть Сигвардом господи Сигмайером да ну и Ковенант и локация шикарнейшая шикарная локация шикарная музыка и если иллюзорные стены это еще куда не шло то как можно в полное отсутствие подсказок додуматься до финта с вороной и куклой и еще понять куда их применить без всяких гайдов полагаю что никак ну разве что подсказками от других игроков или методом тыка но даже не представляю как однако ж и это в принципе беда серии но об этом позже скрытые локации в Драк Соус 3 уже проще было найти потому что там Миядзаки над нами дебилами сжалился и спрятал их весьма очевидно получив позу дракона не тяжело вспомнить таких же сидельцев и присоединиться к ним здравствуй шикарный драконий пик и один из сложнейших боссов серии а еще там первородный дракон лежит почему его так редко замечают видимо сливается по цвету с горами ну и проторанив лбом стену можно очутиться в темном храме и пускай это копия обычного храма огня и гундир копия гундира все же с точки зрения лора и атмосферы это нечто забавно кстати что оба ключа к секретным локациям берутся в одной комнате а что же вторая часть а там нет скрытых локаций да там есть бездна но это не секретная локация это квест стыки локации мосты локации это тоже важное явление в Дарк Соус уже все знают эту харистоматийную шутку про вторую часть что поднимаешься мол ты из башни мельницы на серьезную такую высоту и оказываешься перед лавовым озером чудеса да и только нет это конечно шикарно объясняется лором что время и пространство искажены и потому расстояние сжимается и перекручивается что и показано в финале третьей части пошел ты такой в туалет оказался на чердаке как? а не как так получилось ну пространство же что-то повреждено правильно? но все же это скорее везение что лор позволяет такую трактовку ведь он просто покрывает действительно халтурную работу по соединению локации в Дарк Соус 2 порой напрочь лишенному логики как в случае с той же железной цитаделью если верить что игру буквально пересобирали по-быстрому то это конечно объясняет такую кутюрьму с локациями в конце концов время и пространство в Дарк Соус 3 еще больше пострадало но показано это куда более логично хотя на деле подобные нестовковки были и раньше уходят деревья в небеса а на небесах у нас что? правильно чумной город на котором канализация на котором город нежити окружающий Анорлонду логика примерно та же что и в случае Лавового озера да но там к этому редко придирается то есть дело тут не в самом факте нелогичной стыковки локации это здесь нормально в принципе а в том как это сделано в Дарк Соус 2 это слишком бросается в глаза возможно это бросалось бы в глаза меньше если бы разработчики не пытались создать видимость расстояний если так подумать город нежити и Анорлонду несмотря на размах это не королевство это города и Изолит должен быть дальше по идее но он виден из склепа гигантов создается впечатление что не так уж он и далеко от нас то есть явно удаленная друг от друга города визуально находятся довольно близко это обычная игровая условность когда из края королевства в край в том же например скайриме можно пройти за 5 игровых дней и то это еще я с запасом взял видимо в Дарк Соус 2 постарались создать иллюзию отдаленности объектов друг от друга и это крутой ход на самом деле вкупе с лоровым объяснением того факта что мы вроде как проходим немного а оказываемся так далеко но это действительно к сожалению очень сильно бросается в глаза однако плохо ли это я считаю что нет а как считаете вы ну сами скажите мне в третьей игре это сделано лучше всех но там для такого и плацдарм пошире по лору в ту пору расстояние и время уже были близки к коллапсу потому королевства из разных эпох буквально нахлобучены друг на друга и потому Анорлондо виден из лотрика и все в таком духе в общем дело вкуса как это воспринимать я наоборот считаю что пусть даже и случайно но в Дарк Соус 2 угадали с таким сочетанием лора и удаленности локаций если бы там еще стыки были видны например разломы в камне завалы то было бы вообще идеально но к сожалению есть что есть одной из интересных фишек локации Дарк Соус как раз таки является то что обычно мы видим объект на удалении и мы знаем что мы точно там окажемся и таки да оказавшись порой можем помахать условному себе на прежнем месте разглядев его уже с новой позицией в Дарк Соус 2 такого заметно меньше часто локация обрамлена либо горами либо иными визуальными препятствиями к тому же наверное опять для создания ощущения масштабности часто локация в Дарк Соус 2 выглядит так будто она действительно находится далеко то есть ты смотришь по сторонам и нет признаков того что вот неподалеку та же Маджула игра пытается показать масштабы королевства и отойти от камерности предыдущей игры на мой взгляд это даже плюс тут чисто вкусовщина так или иначе все же все что видно башня Хейда замок Дрэнглейка лесные руины все это мы и так посетим а вот следующее я вкусовщины назвать уже не могу знаете как я называю Миядзаки в шутку по велителям болот да вы уже поняли о чем будет речь о болотах о вездесущих болотах в Дарк Соус и тут важно сразу обозначить что же такое болото ну болото это болото вот так вот то есть болотистая заболоченная местность как правило в Дарк Соус она еще может отравлять или замедлять иногда оба варианта сразу и можно подумать ну болото и болото и что да ничего нет ничего страшного в подобной локации если с этим не перебарщивать давайте так вот Дарк Соус 2 который Миядзаки только консультировал хотя раз он забегал в команде на огонек полагаю именно он и приказал впиндюрить болото и туда но это я так шучу давайте подсчитаем сколько болот в Дарк Соус 2 двери Фаруса и храм Аманы можно ли назвать это болотами ну местность заболочена в каком-то смысле пусть это и простая вода к тому же она действительно мешает передвижению в храме Аманы в дверях Фаруса не мешает там почти клутку но давайте тоже запишем это в болото заодно давайте запишем туда святилище дракона там же тоже вода совершенно не мешает но все равно присутствует стоит ли записывать в болото вот этот вот крохотный лоскуток с деревцем не замедляет но отравляет ну хорошо давайте запишем но тогда объединим его с болотцем цитадели Алдии в который можно не заходить в принципе точно так же как и в это крочное болото и еще с маленьким ядовитым болотцем в замке Дранглейх который не болото вовсе а ловушка плюс вот это вот совершенно необязательное отделение с жидкостью по суммарному размеру это все тянет как раз на одно болото ну и можно ли считать болотом земляной пик думаю с натяжкой но все же можно потому как это настоящее ядовитое болото было пусть оно и не замедляет движение так как яд закачало в башню Мита остается только газ но это все равно яд и его на локации немало да именно отсюда был закачан яд на арену Миты впрочем можно подпалить мельницу его почти не будет сколько всего получилось болот 6 штук но надо понимать что это очень условное обозначение болот тот же земляной пик там необязательно в эти болота заходить даже это не целая локация по которой ты вынужден ходить это так опционально в отличие от Аманы так что лично я бы сказал что болота в Дарксос 2 только два храм Аманы и хрен с ним земляной пик а теперь давайте посмотрим сколько болот в Хрестоматийных соусах 1 и 3 скажу сразу что дело не в соревновании у кого больше или у кого меньше а в том что куда бы ни приложился Миядзаки там расцветает локация с болотом который пардон все как одна потому что эта стилистика очень надоедает пять игр подряд так вот Дарксос 1 болото в крепости Сен замедляет движение чумной город всеми любимое замедляющее и отравляющее болото которого еще не избежать в основном это именно из-за него нежить ловит воронье такси чтобы поздороваться с толстожопым демоном прибежище и передать привет Оскару из Тольятти два болота но болото полноцен потому что если вспомнить те якобы болота из Дарксос 2 о которых вот недавно сказал то тогда давайте думать записать или в болото нижний ярус Ариамиса глубины там ведь тоже есть жижа и прочее так что два болота в общем-то они как раз таки наравне с Дарксос 2 а теперь Дарксос 3 частично замедляющее болото на подступах цитадели Фаруса сама цитадель Фаруса это еще одно новое огромное болото сразу после предыдущего болота да болото после болота настоящая дизайнерская находка притом ядовитая и местами глубокая то есть замедляющая и огромных масштабов болото Золы оно же тлеющее озеро да оно озеро Золы но посмотрите на него и скажите это точно озеро вы уверены? это болото оно не замедляет и не отравляет но все равно это болото притом здоровенное болото под мостом Оритилы цените как нам подфортило долго не было болот и вот ха рэп получился токсичное болото в воскверненной столице тоже посчитаем благо охотник замедляет иначе перемещаться было бы невозможно и еще одно токсичное болото в садах снедаемого короля на этот раз ртутное спасибо большое From Software и как же не вспомнить про болото внутри собора глубин как положено с плавающими говиными кулебяками и гигантами уж не они ли так нагадили кстати ну и на закуску видимо пропустив болото в DLC про нарисованный мир и жутко от этого страдая душой Миядзаки наградил нас аж двумя болотами токсичными в груди отбросов и обычными в закольцованном городе ох и сколько же у нас болот в третьей части в рот мне ногу 9 болот 9 ебаных болот Миядзаки такого старика чадал развернулся на полную катушку видимо у кого на что стоит тот о том и говорит кто о чем о Миядзаки о болотах народная мудрость сам придумал визитная карточка Миядзаки это не хардкор и не костер это сраное болото токсичное и вонючее это не дарк соус это петербург соус симулятор сраного ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-болота плюс не забудьте прибавить к этому еще пару ба ведь в демон соус минимум одно болото и минимум два еще в блатборне при том за исключением эритильской поилки остальные болота это именно классические болота вонючие грязные в соответствующих декорациях рядом с которыми чистый мрачный загадочно синеватый храмболи простите аманы глоток свежего эстуса воды если быть точным и не забудьте еще один факт о болотах темных душ в дарк соус 2 где полтора болота лишь амановские доставляют хлопот в дарк соус 1 с ее двумя болотами в которых приходится тяжко есть возможность заполучить кольцо которое позволит спокойно шастать по болоту без замедления а вот в дарк соус 3 с ее девятью болотами почему-то такого кольца нет это чтобы вы насладились болотами зря что ли хмиадзаки лично по ночам рисовал в общем я не знаю как вам а мне эта ситуация с болотами кажется просто абсурдной и не сказать о ней серьезное упущение перейдем к классам и прокачке тут дела обстоят следующим образом классы это вообще вещь условная в дарк соус на деле ты можешь быть кем угодно прям как в твоем моровинде можешь взять мага и спокойно махать железяками и наоборот класс определяется стилем игры прокачкой а те самые классы призванные упростить игру на ранних этапах ну еще это графа в разделе персонажа некоторым важно чтобы под твоим ником в графе класс вместо сраный бомж стояла бы рыцарь или волшебник тот самый бомж а точнее нищий это самоограничение когда мы идем на бой голыми ну то есть как голыми нам все равно вначале дадут дубину и деревянный щит если говорить про первую и третью части это зачастую выгодно например я хочу волшебника а лучше волшебницу хочу я говорю значит волшебницу но чтобы она не провисала по некоторым статам как в случае класса волшебника в итоге беру бомжа и качаю как мага какой же из него маг с дубиной и без магии да никакой но чукчо умный чукчо знает что накопив несколько тысяч душ можно в самом начале спуститься в новую лонду к рикерту и затариться волшебством и палкой а чуть позже докупить ключ и освободить уже грикса тоже и с воинами и прочими клириками потому классы это условность как и дары хотя насчет даров я бы поспорил буквально в двух словах любому дару можно найти применение как правило это расходники и все это можно найти в игре так или иначе но есть и интересные особенности в первой игре можно с самого старта взять отмычку и отомкнуть замок в самом же начале лишив себя такого божественного удовольствия как страх и ненависть в чумном городе а можно не париться и ради лора взять медальон предположительно медальон к велек и поговорить с прекрасной госпожой предположительно к виоланой на ее языке в третьей игре таких изощренных способов развлечься нет однако есть ветвь белого древа благодаря которой ты будешь по умолчанию союзником гиганта и в деревне дураков он не будет стрелять по тебе зонтиками хотя конечно найдутся те кто будут ухватив тебя за пуговицу рассказывать что ветка для лошков надо брать огненный камень и точиться как сука но камни уходят и приходят а мужская дружба с гигантом это на века он сдох вот и конец дружбе ничто не вечно что ж поделать это Дарк Соулс во второй игре дары это чисто расходники по принципу шоббуло хочешь облегчить себе начало пожалуйста но ничего связанного с лором или особой тактикой здесь нет так что Дарк Соулс 2 проигрышно смотрится в этом плане на фоне сестер зато с другой стороны бери что хочешь и не парься на тему а правильно ли я поступил закончили тему с дарами возвращаемся к прокачке система классов очень условная конечно удобнее сразу взять скажем чародея у него уже будет заклинание и посох и никуда носиться даже не надо но опять же это дело осведомленности если знать что крутое оружие можно купить прямо в Маджулии то какая разница кого брать но есть в этой системе классов одна загвоздка разные классы представлены разными уровнями я не буду занудствовать на тему статов бомжа это уже реально какое-то атинизаторство высшей пробы но так уж случилось что по выходу Дарк Соулс 1 появилась каста любителей стиля SL1 Soul Level 1 то бишь ты проходишь игру на первом уровне без повышения первого уровня в Дарк Соулс 1 только один единственный класс пиромант и многие полюбили им играть и когда того же не увидели в Дарк Соулс 2 огорчились почему-то такие любители мало задумываются что их эталон это следствие явного дисбаланса дело в том что прокачка пиромантии не требует повышения уровня получается с уроном проблем у тебя вообще в принципе не будет только с выносливостью и здоровьем вовремя уклоняйся перекатывайся регенерируй и будет тебе шастье и хоть это уже не SL1 а например SL6 или 9 но пройти тем же чародеем без повышения невозможно ну то есть в принципе это конечно возможно но это прохождение с категорией прошел игру на коврике для Dance Dance Revolution почему ее все считают сложной в Dark Souls 2 пиромантия теперь качается разумно зависит от баланса веры и интеллекта персонажа и смотрите-ка это оказывается плохо то есть игроки придумали себе развлечение сами и не найдя такой же дыры в балансе начали ругать Dark Souls 2 а там на SL1 пройти игру ой как непросто ведь Dark Souls 2 забегая сильно вперед буквально в конец моего рассказа сложнее остальных система переката колобок тут уже не работает нужно качать персонажа и на SL1 не получится играющей перекатами уходить от всего и вся на первом уровне у нас здесь только бомж и бомж этот совсем без никто даже дубины нет то есть какие-никакие но трудности на старте больше чем раньше я считаю такие придирки просто смешными раньше можно было пройти на первом уровне а теперь нельзя потому что все вокруг плохое и неправильное игра и не пыталась создать такие условия недаром же прокачка в двойке изменилась кроме добавления адаптивности о которой мы еще поговорим сделали еще значительный разброс уровней душ стало в разы больше и если в Dark Souls 1 и 3 80 уровень это уже ого-го а 120 и 130 это твердое хватит то в Dark Souls 2 80 это типа ну что неплохое начало вследствие чего прокачать того же бомжа до чего-то определенного дело нехитрое в тройке разброс уровней вернули к старому варианту так что предъявлять двойки предъявлять самой сложной части серии сложность в прохождении без прокачки это извините давайте мимо что еще можно сказать про прокачку и в принципе персонажа ну есть пара интересных фишек одна из них перераспределение статов впервые такая возможность появилась угадайте в какой части серии там необходимо найти сосуд душ сосудов по игре разбросано немало штук 9 за одно прохождение точно есть за 4 NG+, я их набрал столько что девать некуда мне и одного-то было много я им просто не пользуюсь но все же очень полезно в случае чего поняв что к примеру маг это не твое переложиться в классического воина и подобрать другое снаряжение что в названном примере не составит труда но к сожалению в двойке почему-то не додумались до смены внешности зато додумались в третьей части там добавили корректировку внешности и за ту же валюту перепрокачку в рамках одного ковенанта ввели также ограничения в 5 походов к визажистке и лорам это даже обосновали ну а все поклали на запрет огромной мачете Йорма и пользуются багом если сразу после принятия изменений в течение примерно секунды выйти методом АльтФ4 то тебе не засчитают это как смену внешности и не возьмут валюту в виде шершавого но при этом внешность все равно изменится и за это еще и не банят короче лафа налетай пацаны этого очень не хватает в Дарксос 2 зато что там в наличии и чего не хватает уже в Дарксос 3 это смены пола очень интересная находка гроб гроб который меняет твой пол лег мужиком проснулся женщиной прямо как на тайландском операционном столе обратно это тоже работает в отличие от тайландского операционного стола казалось бы мелочь но на деле очень удобно надо и дальше играть порой имеющимся персонажем и тем более полом а тут раз сменил и вот тут уже очень конечно не хватает снова смены внешности возможно разработчики поняли что этот конструктор лицезреть и один-то раз в нога уж два и больше при смене пола игра берет те же параметры лица что были у мужчины а потому если ты сделал сносного мужика то женщины лицо будет мягко говоря так себе и наоборот соответственно а вот если бы была смена внешности то получается в рамках одного персонажа можно было бы как в каком-нибудь скайриме играть несколькими классами разными полами и с разной внешностью тем более что с таким разбросом уровней во второй части после определенного порога ты уже начинаешь быть крутым во всем и грани классов стирается казалось бы это дисбаланс и становится скучно играть ну да стало бы если бы не тот факт что в Дарксоус 2 самое интересное НГ плюс действительно бросающий вызов игроку и лично для меня персонажу выгоднее всего чувствуется себя в Дарксоус 2 да и прокачка там явно лучше ведь даже те же перекаты которые так многие ненавидят это именно что классовое разделение тем более даже магам стало в Дарксоус 2 играть чуть-чуть легче в том смысле что просто прокачивая сторонние навыки мы по чуть-чуть но все-таки будем поднимать уровень здоровья в Дарксоус 3 аналогичная система в Дарксоус 1 же маг был таким худым что просто жуть казалось бы вот довели игру до ума но но здесь вылезает не просто проблема здесь вылезает громадный какиш просто титанических размеров косяк второй игры серии при том косяк таких масштабов что перечеркивает вообще все старания над игрой в любом ее аспекте это память душ это долбаная память душ будь она неладна повышая уровень ты повышаешь свою память душ и на этой памяти душ завязан онлайн ты можешь призвать фантомов или участвовать с любой стороны во вторжениях или дуэлях только с теми чья память душ находится в твоем диапазоне и как бы ничего страшного по идее надо же как-то сбалансировать игроков чтобы нуб не вторгался к бывалому и наоборот однако на деле именно это и получается потому что души это то что очень легко потерять в Дарксоус то а еще души это местная валюта которую ты тратишь как минимум на расходники и вот тебе ситуация два игрока оба с памятью душ в миллион один играл аккуратно ничего не терял покупал только нужные и качался второй дох постоянно скупал все в магазинах потому на прокачку у него ушла лишь небольшая часть этих душ один условно двухсотого уровня второй сотого или даже младше без прокачки без каски без маски но для игры они сверстники равные противники потому они столкнутся в пвп угадайте с каким результатом другая ситуация учитывая громадные размеры второй части в ней как никогда интересно играть в кампании и вот кто-то встрял на боссе на каком-нибудь рэме и этот кто-то к примеру играл очень аккуратно и душа не тратил а то и вовсе взял кольцо для поглощения душ и не повышал память душ и вот он встрял перед дымным и ищет помощника а его нет потому что добрая половина игроков доходит до рэме с совсем другой памятью душ в нашем примере гораздо большей а может и меньшей это не важно факт в том что эта память душ купирует онлайн так радикально что удивительно что он вообще при этом как-то еще существует и даже друзьям соединиться может не получиться даже с кольцом которое для этого как бы и было введено в игру а призыв по паролю почему-то еще не придумали в Dark Souls 2 именно поэтому где-то после земляного пика или железной цитадели ты начинаешь замечать что вторжение и знаков становится все меньше и меньше вплоть до полного штиля нет это не игроков нет они бы и рады кооперативу но дебильная память душ мешает в итоге некоторые игроки во вторую часть доходят до того что с самого начала самого старта игры несутся за тем самым кольцом поглощающим души и снимают его только по праздникам раз в миллениум чтобы чуть-чуть прокачаться или купить самое необходимое но это уже не игра это уже какой-то садомазохизм вот так вот одним махом Dark Souls 2 сметает все очевидные плюсы в этой категории в помойку да и не только в этой к сожалению вообще именно в Dark Souls 2 самая тонкая грань между охуенно и еб твою мать все к счастью не так уж грустно как я наверное описываю но эта механика действительно самая провальная и самая дебильная из всех игр серии Souls и на этой грустной ноте мы завершаем данную главу давайте теперь поговорим об оружии разнообразие оружие фишка любой части серии оно классно выглядит им классно орудовать и чем дальше по серии тем лучше бессмысленно рассматривать каждую железяку по отдельности также нет смысла оценивать и перечислять типы оружия и некоторые другие нюансы потому что они одинаковые с части в часть но есть аспекты на которые необходимо обратить внимание ибо как раз в них и прослеживается эволюция в серии и начнем с самого спорного с поломки и починки оружия о да я уже слышу как вы привстали с горячих стульев ждете что я буду ругать вторую часть за то что там быстро ломается оружие действительно в Dark Souls 2 присутствовал такой баг что поломка оружия была привязана к кадрам в секунду и потому на ПК оно ломалось вдвое быстрее чем в оригинале беда в том что и в оригинале оно ломалось сильно быстро плюс к тому у оружия во второй игре появились спецудары которые за использование забирали именно прочность конечно пусть не сразу но баг исправили но некоторые игроки продолжали роптать на больно быструю поломку такая уж у нас игроков задача вечно на что-то роптать да жаловаться это неплохо мы таким образом показываем разработчикам что что-то хорошо а что-то плохо и они это учитывают или не учитывают простите меня конечно за мой едкий сарказм как вы говорите душно откройте форточку хорошо откройте форточку и слушайте оружие видите ли ломается это наверное очень плохо когда лупишь кого-то по голове старой железякой она о боже мой ломается особенно легкое оружие тыкая тонюсенькой рапирой в панцирного воина мы ее быстро погнем ну надо же я не просто так тут язвлю просто меня эта тема уже достала вот это мой такой личный вьетнамский флешбек я недавно проходил игру с нуля за воина да оружие ломалось достаточно быстро но почему-то у меня нигде не было с этим проблем дать вам подсказку запаска у вас невесомый инвентарь в любой момент откройте и замените вам же не надо носить их в разных ячейках и вес не пострадает дело не в моем опыте просто взгляните объективно беда Dark Souls 2 не в том что оружие ломается быстро а в том сейчас внимание что оно просто ломается а игроки Dark Souls к такому кощунству не привыкли ведь механики поломки Dark Souls 1 и 3 совершенно мусорные они не работают вообще никак нет конечно и там можно довести оружие или броню до хренового состояния даже с учетом того что оно автоматически ремонтируется при приседании за костер однако чтобы добиться такого эффекта надо ну очень уж постараться а то и вовсе прошкандыбать множество костров без передышки то есть намеренно попытаться вызвать эффект поломки ну либо попасть под кислотную струю где-нибудь в пвп я понимаю что именно сейчас в комментариях появится целая армада тех кто миллион раз проходил первую и третью части и у них оружие ломалось каждый божий час но давайте будем чисты это настолько редкое явление что само наличие в том же Dark Souls 1 ящиков для починки брони и оружия а именно так оно чинится в этой игре да еще и за деньги это насмешка посмотрите многочисленные стримы на ютубе летсплеи поспрашивайте знакомых никто вам не скажет про поломку в первой и третьей частях с высокой долей вероятности ну а во второй части да поломка есть конечно возможно стоило бы сделать ее чуть медленнее но с другой стороны это единственная игра серии где эта фишка вообще работает при том судя по отзывам если в первой части был хотя бы мизерный шанс сломать железяку то в третьей вообще без шансов поэтому прекращайте уже ныть что железо тупится запасайтесь порошками для починки и вперед познавать лор заметьте кстати во всех трех играх серии есть кольцо замедляющее поломку снаряжения и вот вопрос хоть кто-то из вас носил это кольцо в первой и третьей части м? чинится оружие кстати у кузнецов там уже и закаливается на всякое про закалку говорить смысла нет она везде одинаковая почти а вот про улучшение оружия поговорить стоит в димон соус в димон соус была очень чумачечья система улучшения от которой пошла вся пляска для заточки на плюс один тебе нужно столько-то мелких камешков для плюс два уже больше для плюс три уже больше и эти камешки падают на ранних этапах игры а вот дальше заточка идет уже теми камнями что падают на среднем этапе и так далее эта система хороша и она жива до сих пор но беда в том что в димон соус если я конечно ничего не путаю а я могу заточка оружия на силу требует одних камней заточка на ловкость уже других на магию третьих на молнию четвертых на огонь пятых и так далее в итоге в димон соус этих камней было просто завались по уровню нужно бегать с тележкой собирать в нее камни симуляторы шахтера горняка в дарк соус 1 от множества мусорных камней избавились сделав титанит универсальным для оружия на любой параметр но остались и пережитки в виде красного титанита синего титанита титанита в крапинку для заточки закаленного оружия ведь там закалка была особой например заточив меч до определенного уровня можно было превратить его в магический а ты шо собрался магический меч точить обычным титанитом ты шо лох что ли правильно березеленый и так далее по списку таким образом можно было трансформировать оружие скажем так в стихийное но только плюс 5 или плюс 10 или можно было оставить его обычным но уже вплоть до плюс 15 и чтобы заточить на финальную цифру после осколков больших осколков и обломков титанита его понадобится целый кусок а кусок титанита это вещь на вес золота его можно было получить в самых труднодоступных местах или по окончанию квестовых линеек вот скажем один можно унести поливая его слезами от потери сигмайра и разумеется для синего оружия нужен синий кусок понимаете да это еще не все есть еще мерцающий титанит которым усиливается уникальное оружие демонический титанит для усиления оружия из душ боссов и драконий чешуя для усиления драконьего оружия как вам система? чересчур замороченная как по мне да есть в этом что-то такое такое староверное что ли портяношное как знаете в моровинде там правый наплечник левый наплечник хотя конечно сравнение нерелевантное ведь тут даже чтобы просто получить оружие из души босса нужно перековать оружие но все равно таскаться с вагоном камней это не то чего ты ждешь от дарк соус сложной сложностью но превращать каждый элемент игры в менеджмент с выпученными шарами это чересчур а в демон соус этого добра было на порядок больше а еще для того чтобы иметь право и лево на заточку и переховку нужно найти определенный уголь для каждого типа урона свой и более того даже с углем закаливать оружие могут не только лишь все только самые матерые кузнецы которые живут у черта на куличиках такая вот система в дарк соус 1 в дарк соус 2 как понимаете многое изменилось за лето прям как гермиона для начала убрали цветной титанит и демонический тоже убрали теперь для заточки обычного оружия используется обычный титанит для оружия из душ боссов или иного особого оружия мерцающий титанит для драконьего оружия и иногда для совсем уж особого если не ошибаюсь драконий чешуя также были введены закаливающие камни при помощи которых и происходит то что раньше было перековкой теперь перековать можно на любом уровне заточки а не только на плюс 5 или выше теперь эта система сохранится вплоть до окончания серии потому что она в общем-то практически идеальна что еще сохранится так это тенденция к тому что такими делами занимается один единственный нпс кузнец до которого не надо шкандыбать полчаса пешком от костра налево во второй игре он был рядом с костром в забытом бастионе там сидит поехавший кузнец и нахуячивает воздух молотком в третьей игре такого кузнеца да и вовсе доставили прямиком в храм но угли для каждой закалки все еще нужно искать кстати во второй игре произошла некая ребалансировка если кусков титанита в третьей части было то ли 11 то ли 12 а в первой может и того меньше то во второй кусок титанита не является чем-то таким уж прям особенным и накопить за одно прохождение 24 куска вполне реально тем более что они могут и даже не понадобиться в основном своем прохождении я играл только реликтовым оружием и оно точится без кусков и учитывая что контента и оружие в частности во второй части на порядок больше чем в других играх серии такое количество возможностей для заточки радует в то же время в дефиците стали мерцающие дракони камни их казалось бы немало но ты сначала иди точнись и увидишь как вмиг мешок улетит моргнуть даже не успеешь то-то же в третьей игре система осталась почти той же но камни перестали валиться в таких количествах так как в целом Dark Souls 3 банально короче там были введены пара моментов которые перекочевали и в другие проекты намка бандай это издатели Dark Souls которые позже выступили еще и как разработчики еще одного аналога Dark Souls Кодвейна точнее перекочевал только один это порог продажи кусков титанита их можно тоже купить у торговцев но в ограниченном количестве но после определенного этапа игры когда ты переходишь уже так сказать на другой уровень заточки они становятся бесконечными в продаже хватало бы денег по сути купить нельзя только куски они все еще на вес золота и вторая фишка теми самыми кусками происходит финальная заточка на плюс 10 вне зависимости от закалки то есть кускам вернули их ценность такого в Кодвейне кстати нет там финал это обычный королевский вольфрам таким образом ты можешь на финальной стадии игры легко фармить серьезные суммы душ искупать титанит даже мерцающий и спокойно точить на плюс 4 что угодно в любом количестве а если уж прям совсем не можешь жить без своей родной любимой железяки то так и быть можешь точнуть на плюс 5 куском и вот мы снова возвращаемся к памяти душ скупая камни во второй части мы купируем себе онлайн включая возможность вторжения и дуэли так что этим заниматься иногда просто опасно а в Dark Souls 3 пожалуйста сколько угодно там соотношение определяется уровнем персонажа и заточки так что из-за памяти душ Dark Souls 2 выглядит тут не в лучшем свете хотя опять же стоит признать что она во многом установила стандарт заточки для Souls серии чем еще Dark Souls 2 сделала шаг вперед так это в транспозиции создание оружия из душ боссов эта фишка была в серии с самого начала но в Dark Souls 1 не из всех душ можно было что-то изготовить в Dark Souls 2 же решили расширить возможности игрока это в принципе в стиле игры теперь буквально каждую душу можно трансформировать в предмет двух NPC один специализируется на магии второй на оружии при том из одной души порой выходит много вариантов всего что еще раз подталкивает игрока к прохождению на НГ плюс или использованию угля вражды например серьезный выбор сделать меч лунного света из души бледного дракона или же превратить его в кристаллическое копье душ одно из мощнейших чародейств а босс тем временем не самый простой и добираться до него весьма непросто особенно на НГ плюс кузнецов этих сперва нужно освободить что не тяжело но все равно ты не приходишь на все готовое как никак игра должна бросать вызов хотя по идее так можно сказать и про Дамнал и Зена типа ну вон он сидит попробуй допрыгни игра же должна бросать вызов хорошо наверное все же это вкусовщина в Dark Souls 3 подобного нет транспозицию там сделали еще удобнее не сильно при этом заморачиваясь чтобы заниматься этим убей необязательного босса настучи дерево по яйцам в прямом смысле ну и NPC переместили максимально близко к костру храма огня что пусть и пустяк но очень удобный пустяк в остальном система та же только без расчета на НГ плюс которая в Dark Souls 3 наверное самая скучная и бессмысленная но это не точно возможно в первой скучнее еще в первой скучнее само по себе оружие в отсутствии спецприемов и других особенностей которые появились только во второй части во первых это так называемые спецприемы нажав на мощный удар мы вместо еще одного размашистого удара можем применить спецспособность оружия например получая сабля может опутать врага паутиной драконий двуручный дрын создает опрокидывающую волну ну и так далее далеко не все оружие имеет такие способности даже то что сделано из душ боссов и тем не менее это очень свежий взгляд на бой в основном это применяется в пвп но в пве тоже в таком часто есть нужда хотя это уже дело вкуса расплачиваться за спецприемы приходится прочностью что еще раз отсылает нас к системе поломки оружия которая здесь работает кроме того появилось парное оружие то самое с которым так круто делать вертухи наиболее примечательно здесь копье сантира которое хоть и одно такое на всю игру но какое же оно классное в своем обычном состоянии оно работает как алебарда но если оно сломается то превращается в неразрушимое копье которое в двуручном хвате становится парным клинком прелесть увеличилось количество парирующего оружия появилось гибридное оружие это к примеру эспантон пилигрима одновременно и копье и волшебный жезл конечно он слабее настоящего жезла но боевой маг кастующий копьем звуковую ловушку это отличная на самом деле тактика или же парные колдовские клинки с похожим свойством могу ошибаться но кажется в первой игре ничего подобного не было однако если было вы мне об этом напомните пожалуйста как видим вторая часть снова идейно убежала далеко вперед но третья в этот раз не отстала убрав некоторые фишки из предшественницы об этом позже она добавила другие довольно крутые точнее всего одну но очень крутую точнее развив идеи ну короче спецприемы теперь доступны для любого оружия без исключений в основном это всякая фигня типа пробития щита и прочего однако так как тройка работает по системе гиперброни то есть когда ты будучи в замахе ты непоколебим и замах твой никто не собьет так что если ты выживешь ты по-любому закончишь удар вот в этой системе спецприемы вызывающие ту самую гиперброню конечно хороши в малом количестве но остались и цацки одновременно колдующие и лупящие даже посохи и талисманы получили возможность усиления что дает много пользы при игре магам без щита и с посохом в левой руке наконец-таки расплачиваться за спецудары теперь приходится маной и правильно раз уж ее ввели да пусть хоть как-то это обоснует и кроме того добавили заряженный удар которым здесь как по мне пользуется не то чтобы прям уж часто и не то чтобы прям уж многие скорее краски не многие но это опять же не точно где здесь здесь это в том смысле что в Dark Souls 3 потому что перекочевало это откуда? из Bloodborne вот в Bloodborne заряженный удар был необходим для бэкстебов это я понимаю но здесь он как-то не знаю факультативен однако то что он есть это безусловно плюс и вот к сожалению парных клинков здесь в третьей части больше нет это факт и оружие в принципе стало тоже меньше ну и стоит также упомянуть еще одну фишку которая мне показалась странной сила не равна умениям верно ведь? но почему-то при недостатке навыка для щита или оружия в Dark Souls 1 персонаж будет не просто медленно им работать он еще не будет знать как правильно махать железякой например копьем он будет лупить просто как палкой и ладно это действительно интересно но во второй части почему-то с оружием проблем нет а вот со щитами есть если у тебя недостаточно навыка для ношения щита то он не защищает тебя на 100% а только на 55% в лучшем случае очень странное решение но от всего этого избавились в Dark Souls 3 итог первая часть хоть и неплоха но по оружейным механикам проиграла двум другим а третья часть хоть и потеряла часть интересных фишек из второй все же сумела реабилитировать себя спецударами и заряженной атакой однако беда в том что это не все особенности связанные с оружием оставшуюся их часть я вынес в другую категорию которую сейчас рассмотрим система боя подразумевает как я думаю не только махание оружием но и какие-то иные возможности механики по которым опять же интересно проследить эволюцию или же деградацию сразу перейдем к отличному нововведению второй части серии стойки стойка подразумевает что если вы держите в двух руках по оружию одинакового типа к примеру мечи или кинжалы или молоты то если статы позволяют можно войти в стойку теперь удары будут наноситься парно то есть обоими оружиями сразу эффективность как вы понимаете возрастает в разы да и интерес тоже самое примечательное то что важен именно тип оружия то есть никто не мешает в одну руку взять половник а в другую булаву они вроде по типу одинаковы так что да можно не нужно брать именно идентичное оружие поэтому в одну руку можно взять ядовитый меч а в другую меч с кровоточением и создать много проблем противнику как компьютерному так и живому ну и анимации тоже меняются стойка это действительно шаг вперед в боевой системе дарк соус бить репой стихийными кастетами подрезать кинжалами или же взять два огненных меча из душ демонов плавильни синий и оранжевый и использовать одновременный спецприем с огненным ударом ну феерия же однако во что эта феерия превратилась в третьей части стойку полностью убрали зачем-то а вместо нее ввели несколько видов парного оружия мало того что их по пальцам руки можно пересчитать это кинжалы скемитары мечи Готтарда мечи из финального DLC и если не ошибаюсь даранские копьи булавы вроде на этом все учитывая что даран это дранглейк шутку оценил но на кой так делать зачем лишать игроков такой классной системы боя да ввели кольцо дающее преимущество от такого вида ударов от быстрых ударов но неужели в старой стойке это бы не работало или работало хуже я считаю это самая настоящая деградация механик чтобы немножко остыть давайте расскажу о чем-нибудь другом какие-то механики оставались не менялась система контрударов не менялся отскок оружия от стены но вот например взятие оружия в две руки все-таки решило эволюционировать именно со второй части раньше можно было взять оружие в две руки только правое теперь же любое без манипуляций с инвентарем и помимо махания железяками были введены новые типы ведения боя метательное и дальнобойное оружие к метательным относятся всякие ножики обычные отравленные навозные пироги и прочее они наносили крайне мало урона и служили скорее для отвлечения врага или для тактических изысканий например подорвать бочки огненной бомбой во второй игре метательные приблуды решили сильно разнообразить ведя целую прорву ножей и урн разных стихий но изменилась частичная механика размах стал куда дольше по времени но и урон тоже существенный теперь это конечно не отдельная форма ведения боя но отличный такой вспомогательный элемент но как и во многом другом в третьей части все вернули как было оставив при этом пару хороших идей из второй например ввели кукри раньше их вроде не было это усиленные ножи и от них хоть какой-то урон и оставили урны обычные же ножики снова стали наносить крошечный урон и служить для выманивания или вешания отравления или выбешивания игрока да но зато скорость метания стала еще выше и теперь персонаж косплеит настоящего ниндзя в финальном DLC наконец додумались добавить метательный нож основанный не на количестве он в инвентаре а на мане то есть бросок за счет маны вот уже с помощью этого ножика можно подумать о прохождении таким вот образом да только вот толку-то получаешь ты эту финтифлюшку ближе к концу игры когда толку от них вообще уже никакого да и в принципе по урону они как те же крохотные ножички что они есть что их нет за идею плюс за реализацию минус если честно я вообще метательным оружием не пользовался но иногда это правда полезно однако все-таки быстрое метание мне как-то больше по душе чем вековое замахивание во второй части однако если метательное снаряжение имело прикладной характер и никто на это как бы не косился то вот дальнобойное вооружение по идее должно было стать отдельной формой прохождения тем более что есть снаряжение и кольца увеличивающие урон луков и арбалетов во второй части этих арбалетов стало вообще вон завались помимо необычной эйвелин стреляющей тремя болтами за раз вели и другие с похожими свойствами и другими приемами например арбалет святилища стреляющей тьмой однако в итоге дальнобойное оружие это такая же прикладная шняга как и метательные ножи нет конечно можно заморочиться и проходить одним луком благо тут хоть есть более широкие возможности но это именно что вызов придется попотеть удобнее всего потеть именно в третьей игре так как там хотя бы есть спецприемы даже у луков но на деле ни одна игра серии не додумалась сделать луки и арбалеты полноценным оружием и развитие этого типа железа шло ленивее всего в первой части лук использовался в основном для выманивания врага и для подлого отстрела хвоста виверни ну еще в пвп но там в основном чтобы опять же выманить врага еще правда для подлянок с гигантским луком в замкнутом пространстве но это совсем уж редко происходит арбалеты отличались от луков только тем что держать их можно было в одной руке прицельная стрельба это просто недоразумение во второй части наконец-таки разрешили использовать это недоразумение и для арбалетов все на этом эволюция заканчивается очень странно что разработчики даже не попытались развить эту тему это дало бы возможность разнообразить геймплей еще круче чем двойная стойка но есть что есть кстати в играх серии есть такое оружие как бинокль это не оружие само по себе а предмет используется он для двух целей пялится на сиськи гвинивер и целится магией последнее то еще извращение нужно найти неотмеченную середину и не двигаясь персонажем вообще никак выстрелить и тогда есть шанс что заклинание полетит в то место где вроде как было перекрестие условного прицела бинокля что мешало дать хоть какую-то нормальную возможность прицеливания для мага непонятно потому что все такие крутые типа должны играть без лока да но как играть без лока заклинаниями не ясно по крайней мере мне но магия это вообще больная тема серии хоть до чего-то додумался только Dark Souls 2 как обычно сделав бинокль не предметом а оружием в чем разница а в том что можно спокойно стрелять держа бинокль у глаз при том прицел не сбивается и поправки можно делать легко ощущаешь себя артиллеристом наводчиком как результат магией стало можно целиться без геморроя но кому нужно это удобство подумал Миядзаки и убрал такую возможность в третьей части вернул все как было просто прелестно стоит ли говорить какой системе я отдаю предпочтение и мы медленно подбираемся к самому вкусному захват цели захват цели это вообще одно из больных мест всей серии как и камера и идут они рука в руку и вкупе с любой боевой системой создают массу неприятностей эволюцию камеры и захвата целей невозможно проследить из-за отсутствия этой самой эволюции все как было со времен Demon's Souls так и осталось в Dark Souls 3 хотя там были хоть какие-то поползновения к улучшению он их механик итак захват цели что с ним не так да все захват цели работает на определенном расстоянии по идее на определенном по факту на рандомном потому как постоянно сталкиваешься ситуациями когда на близком расстоянии цель не берется в захват а иногда в определенных местах она берется в захват за километр все нет если цель не дай бог подпрыгнула вверх а еще лучше перепрыгнула тебя как жаба например боссы так делать любят или просто пронеслась мимо тебя то захват срывается приходится судорожно перекошенный после прыжка камерой задранный вверх по уже изменившимся координатам взглядам искать врага и только потом продолжать бой это занимает секунды полторы-две но это Dark Souls тут именно столько и достаточно чтобы взять преимущество или же потерять его и погибнуть можно ли воевать без захвата цели ну как вам сказать обычно да особенно если оружие размашистое вроде тех же мечей обычно так и отвечают на подобные претензии мол учись играть без лока в таком случае назревает вопрос нахрена его тогда вообще добавлять если он работает через жопу это я уже молчу про магов которые вне лока не могут в принципе попадать в цели даже с улучшенным биноклем Dark Souls 2 потому как динамика боя тебе просто такого не позволит тоже и с метательным и дальнобойным оружием видимо все это для мужеложцев а настоящие самураи идут в бой без лока за то гордые собой что они так могут бред да и только и ведь уже пять игр так нахреначили забавно что Банда и Намка в Код Вейне частично решили эту проблему или же у меня создалось впечатление такое что решили в общем в рамках камеры и лока невозможно сказать какая игра лучше или хуже они все дерьмо полное как тебе такое Илон Маск да хотел остудить выхлопную трубу а что в итоге давайте уж тогда продолжать повышаем градус поговорим о броне о броне бронюшки бронюшки моей и так первая игра до хрена красивой брони как и везде напомню после убийства боссов в продаже появляется их броня еще бы только торговец не сидел на отшибе ох домналы зены гениальны наверное торговцы в этой самой зене наверное много у него покупателей тут же прям проходной двор да вот сидел бы он где-нибудь рядом со входом хотя бы в храм огня лучше в самом храме место до хрена ну наверное тогда бы больше людей узнало о том что можно покупать доспехи боссов а это извините так нельзя ты должен сам найти добиться да это хардкор ну ладно я конечно юродствую фиг с ним во второй части эту тему развили и теперь можно при определенных условиях покупать доспехи не только боссов но и некоторых нпс броня сама по себе это не декоративный элемент она имеет степень защиты и баланс с защитой тут все понятно есть показатель сопротивления урону который можно увеличить методом усиления брони или прокачки параметра сопротивления разная броня по разному защищает от стихии основного урона при том основной урон делится на режущий колющий и дробящий и это весьма круто прямо как в баровинде защита соотносится и с весом доспеха инвентарь игрока можно забить без опаски но вот все что на него надето имеет вес и броня здесь играет ведущую роль так как часто стоит выбор уходить перекатами или танковать через броню и еще тяжелая броня замедляет восстановление выносливости и это действительно работало пусть и не идеально броня поглощала урон как и положено броне баланс вторая функция брони когда персонажа и не только нашего лупят по голове он находится в этаком микростане то есть срабатывает анимация получения урона и главное действие сбивается например замахнулись мы дубиной а нас ткнули ножом действие сорвалось а почему? а потому что у нас проблема с балансом мы слишком легкие нас ветром сдувает с другой стороны чем крепче броня тем выше баланс она дает в тяжелой броне сколько бы нас не лупили наше действие не будет сорвано и анимации получения по мордасам не будет хотя урон мы конечно получим это как раз то что называется тут танкованием тяжелая броня щит высокий баланс и массовый вынос врага клешнями вперед вторая часть в принципе осталась такой же баланс там работает и работает хорошо усилились влияние брони на защиту так как помимо параметра для прокачки появилось еще и скалирование доспехов так же как и оружие чем ты сильнее например тем и доспех на тебе лучше сидит прям как на тебя сшили хотя вы же понимаете что все что найдено сшито не на тебя Dark Souls это мир секонд-хенда что нашел все твое это и носи и все это очень старое подранное и ржавое в подавляющем большинстве случаев так как банально некому было ковать и шить новое и ухаживать за вещами однако именно в Dark Souls 2 есть такая фишка что присутствует два вида одного и того же доспеха новый и старый это относится не ко всем доспехам разумеется лишь некоторым но все же где-то мастодонты ржавели по колено в воде или под дождем а где-то стояли максимум пылью покрывались потому вот тебе старые доспехи мастодонта с изорванным плащом и потускневшим металлом а вот тебе новые будто бы только что из кузни или вот солдаты в прошлом носят новенький доспех а в настоящем он уже как засаленный ватник оба варианта доступны и такой контраст прямо от рада для глаз увы этой фишки нет в дарксоус 3 там почему-то вообще старого и потускневшего на порядок меньше прямо как в блатборне да и кроме того некоторые тряпки и железки в дарксоус 2 заимели необычные свойства скажем капюшон ведьмака увеличивал количество заклинаний а шляпа ведьмы давала дополнительную ячейку и кажется я не ошибусь если скажу что в других частях серии такого нет ну или почти нет вспоминая ту же корону зарей вот бедные маги одной тоже носят из части в часть хоть бы дали альтернативы как в дарксоус 2 но по моему корона зарей это чуть ли не единственное исключение зато только в дарксоус 2 присутствует финт со шлемом вельстада по лору вельстад и рейми дав мне враги на момент прихода нас к дымному и если начать бой в шлеме вельстада то рейми сразу бомбанет и пропустит первую фазу боя да это работает только со шлемом и больше нигде не применяется но это реально работает и это действительно круто ничего подобного в дарксоус 3 решили не реализовывать если вдруг я ошибаюсь напишите об этом кстати о дарксоус 3 так что там с броней и балансом видимо миодзаки считает что платборн лучший дарксоус чем например дарксоус 2 поэтому скалирование брони убрали а заодно заточку оной какой нашел такой ее и носи что в принципе правильно учитывая что в дарксоус 3 броня стала практически декоративным элементом потому что во первых защита от нее минимальна даже у тяжелой брони во вторых баланса брони в игре больше нет и в третьих система уклонений тут самая идиотская в серии и работает по методу колобка танковать просто невыгодно все это как вы наверное догадались было почерпнуто из блатборна вот только там же механика другая в блатборне броня не имеет веса там нет щита и вместо баланса изначально была та самая гиперброня в дарксоус 3 же при минимальной разнице в защите доспехи имеют заметную разницу в весе как и раньше при том они никак не защищают от микростана так как баланса теперь нет то будь ты хоть закованным в тяжелый доспех хавила даже сраным кинжальчиком твои действия будут прерваны идеально но нельзя сказать что баланса в игре нет совсем он есть просто его теперь не дает броня а что дает а во первых скрипт который дает тебе баланс если ты призван в качестве босса копья церкви нужно ли говорить что у стража картины в этом бою тоже все в порядке с балансом как и у многих врагов в игре в принципе а во вторых это спецприем оружия например песни стойкости у колокольчика ну и конечно гиперброня это когда ты берешь огромный такой елдак ну или не обязательно огромный и проводишь спецудар вот в момент спецудара твой баланс абсолютен ничто его не собьет притом разработчики заявляют что мол именно так все и задумывали баланс работает идеально и с этим трудно спорить как можно критиковать работу того что в принципе не работает потому что если это баланс то я миядзаки стоит ли говорить что ценность брони от этого упала в ноль лучше бы не выкобенивались а сразу сделали ее невесомой тогда это хотя бы имело бы смысл а на схожесть Dark Souls 3 с Бладборном никто бы за это не намекал поверьте потому что игра и без того похожа на Бладборн настолько насколько вообще можно быть на него похожим не будучи при этом его идентичной копией вот так и живем любая крыса теперь будет сбивать с тебя спец будто по тебе лупят огромной дубиной добро пожаловать в Dark Souls 3 мне действительно надо говорить какой части в этом аспекте я отдаю предпочтение как там ваш стул достаточно прогрет готовы ко взлету на орбиту ну что ж тогда ключ на старт поехали уход от удара а именно укрытие щитом и перекаты да да это самый любимый аргумент ненавистников Dark Souls 2 мол чтобы нормально уворачиваться нужно качать параметр адаптивность это действительно так испокон веков самый простой способ уйти от удара это кувырок по крайней мере в Dark Souls 3 серии ненава и была в других играх раньше момент на реакцию и он действительно хорошо работал в Dark Souls 1 ну вот вышло Dark Souls 2 и что мы видим фреймов неуязвимости стало значительно меньше и чтобы их стало больше необходимо качать новый параметр адаптивность сказать что у некоторых взорвалось седалище ничего не сказать а я вот в упор не могу понять по какому поводу вопль объясните мне кто-нибудь с чего вы все решили что система что была представлена в Dark Souls 1 это норма и любое отхождение от этой нормы табу кто так решил некоторые игроки привыкшие играть на SL1 им так удобнее возможно а кому-то удобнее когда игроку дается выбор в Dark Souls 1 он технически был я уже сказал про танкование но на самом деле мало кто вообще задумывался о том чтобы идти щитом вперед в тяжелой броне ведь перекатываться было гораздо выгоднее это и быстрое движение в сторону врага и ты не получаешь урон через щит если это к примеру была магическая атака то есть 99% игроков все равно играли через перекат просто потому что он удобнее несмотря на наличие альтернатив это называется выбор без выбора но коварный FromSoftware в отсутствие зоркого взгляда Миядзаки решили сделать подлянку игрокам и во второй части осмелились дать выбор настоящий выбор ты можешь качать адаптивность и подвижность таким образом уходить в перекаты и легкое оружие а можешь качать выносливость и сопротивление заточить броню взять щит потяжелее и стать настоящим танком и там это действительно работало то есть это то самое разнообразие классов разнообразие геймплея что сказали на это игроки мы не хотим никакого разнообразия перекатами играть раньше было легче мы хотим как раньше заметьте уже не первый раз игроки хотят вернуть времена когда бал правила явно дисбалансная механика как и в случае прокачки пиромантии через перчатку о ней я говорил не так давно если помните только избранный ум сможет постичь тайны пиромантии говорит нам Квилана а в итоге интеллект для познания вообще не нужен круто да да отвечают игроки и начинают люто бомбить когда их лишают любимой механики стараясь как-то все сделать по-людски результат Миядзаки послушал их и вернул все как было ну то есть как как было было не так в Дарк Солс 1 перекаты не были такими упортами уж не знаю каким образом но в Дарк Солс 3 перекаты стали просто имбой и полным дисбалансом абсолютно у любого игрока есть история когда они толпой не могли даже коснуться например вторженца колобком уходившего одновременно и от бабушки и от дедушки и от кошки с мышкой или же они были в роли того самого вторженца это не важно перекатом можно играйчи уходить от толп что живых что неживых игроков и тебе никто никто и ничего сделать не сможет и если правильно рассчитывать выносливость то можно из режима колобка вообще не выходить это симулятор колобка колобок соус знаете в какой еще игре были такие же дебильные перекаты ни в какой Дарк Солс 3 единственная игра в серии где все так плохо с перекатами и если у Дарк Солс 2 губящие все полимеры механика это память душ то у Дарк Солс 3 это идиотские перекаты зато адаптивность качать не надо юху лоу да крутая игра дерьмо какое-то факт в том что лучше всего перекаты по уже названной причине сделаны во второй части имеете уже мужество это признать ну йогарный бабай независимо от того нравится вам это или не нравится мне тоже много чего не нравится ну что ж теперь можно было бы сказать что в первой все кайфово но я уже сказал что там только перекаты был эффективен к тому же там был серьезный изъян перекат с локом работал только в четыре стороны так как в таких ситуациях нужна точность а игра тебе ее не давала персонаж часто кувыркался не туда например в кучу врагов или вообще с обрыва или прям вот на босса от случая к случаю и в итоге эта система бесила еще в Димон Солс и без изменений перекочевала в Дарк Солс 1 и там же умерла с Дарк Солс 2 перекаты на все 8 сторон в любом режиме вы уже набрали скорость и летите на пердаке в космос молодцы что не хватает тяги чтобы вылететь на орбиту сейчас добавлю парирование бэкстебы прыжки и пинки это наша с вами общая боль независимо от любви какой-то части Дарк Солс мы все с вами жертвы этого надругательства над здравым смыслом это я сейчас о последнем о пинках и прыжках прыжки это не самая сильная сторона Дарк Солс если не сказать большего однако только поиграв после Дарк Солс в Димон Солс ты понимаешь как их порой не хватает я не спец по эргономике управления с геймпада но прыжок на разгон плюс Б учитывая что разгон это и есть Б это да это надо быть сомелье в сортах извращения пардон не таким сомелье конечно как активация пинка на удар плюс движение вперед правильно на какое же еще сочетание кнопок поставить пинок как не на самое часто используемое вместе случайно или намеренно в итоге пинок срабатывает всегда когда не надо и никогда когда надо потому что в игре с такой динамикой ставить важные вещи на сочетание клавиш это извращение вы уж простите меня за такую скабрезность но пусть тот кто это придумал так в туалет ходит чтобы одна клавиша отвечала за пасать а та же плюс другая за расстегнуть шаринку в Дарк Солс 2 пинок заменили на пробитие щита но на деле разницы вообще никакой что до прыжков в Дарк Солс 2 сделали чуть удобнее и вместо Б надо жать на левый стик который отвечает за направление движения прыжок стал удобным но надо же а что так можно было что ли слышится возглас на японском в Дарк Солс 3 оставили этот вариант но для тех бедолаг которым мышечная память уже не дает играть с нормальными прыжками оставили возможность в настройках включить старый вариант ну откровенно говоря что со стиком что с Б прыжки в игре полное Б и никогда не угадаешь как далеко и как точно полетит твой персонаж наловчиться можно конечно и не то чтобы это ну прям вот сильно часто нужно было но у новичков или непостоянных гостей серии это точно вызывает багет с парированием и бэкстебами все проще бэкстеб это когда заходишь за спину и вставляешь кинжал в анус на деле не совсем за спину а чуть-чуть левее ближе к левому плечу вот в этом вся хитрость парирование же это особое действие во время удара противника в зависимости от парирующего предмета и от игры серии разумеется есть разные окна то есть разные моменты когда нужно нажать парирование чтобы оно получилось в Дарк Сос 2 для этого кстати больше возможностей по причине большего количества парирующих предметов удачное парирование отнимает гораздо больше здоровья чем бэкстеб но и шанс получить по железякам выше а теперь скажите мне почему никто не обращает внимание на следующий момент вот как выглядит парирование в Дарк Сос 1 враг клацнув зубами отшатывается подходит наш персонаж анимация будто бы резко прерывается грубо неплавно некрасиво и начинается уже наш удар какой удар его всего два типа если не ошибаюсь в случае топора или дробящего оружия а также гигантского оружия это продольный удар во всех остальных случаях протыкающий с бэкстебами та же история и точно такая же система в Дарк Сос 3 с исключением кольца на парирование когда анимация немного меняется и становится грубее плюс идет увеличение урона то есть бьем мы кинжалом персонаж протыкает врага бьем мы мечом персонаж протыкает врага бьем копьем персонаж протыкает врага обратите внимание как легко и просто не отходя на пару шагов будто бы копье той же длины как меч или кинжал дубина топор костец что угодно одна и та же анимация теперь же посмотрим на вторую часть парирование спарированный враг отшатывается а через пару мгновений падает на копчик момент шатания и момент падения на копчик это два разных момента и в оба можно провести добивающий удар и он будет разным если враг на земле он будет проткнут или разрублен если еще стоит то будет проткнут или разрублен иначе при том заметьте не идет обрывание анимации сразу репост персонаж сначала наносит предварительный удар или совершает захват и только затем уже смертельный выпад то же самое с бэкстебом предварительный удар или захват и смертельный выпад без резкого прерывания или сброса анимации а теперь об анимациях вот у нас в руке кинжал персонаж протыкает врага вот у нас в руках меч персонаж разрубает врага топор тоже разрубает но иначе и в бэкстебе тоже вот у нас теперь пика и персонаж явно отдаляется от врага и не проносит пику сквозь тело как раньше а именно делает протыкающие движения с разных сторон разное или насадит на эту самую пику бэкстебом дубина свой удар булавая ли аналоги свой удар враг выше тебя ростом репост будет тот же а вот бэкстеб уже другой сперва врага поставят на колени чтобы сравнять рост тот самый предварительный удар а потом проткнут и разрубят и далее по списку или не поставят на колени но нанесут удар с расчетом на то что враг высокий то есть удар направлен вверх в район сердца или шеи и вот объясните мне где лучше сделаны бэкстебы и парирование для вас это несущественно скажете вы я вас огорчу это и есть субъективный взгляд важно не то что вам нравится или не нравится или что мне нравится или не нравится а то что есть на самом деле вы можете считать лучшей в серии скажем демон соус и я даже возражать не буду вовсе но имейте совесть признать тот факт что она лучше субъективна потому что по конкретным параметрам она проигрывает во всем следующим играм серии даже с премьерсию наших предпочтений факт остается да спасибо алди бэкстебы и парирование лучше сделаны в дарксос 2 положу вишенку на торт на мой вкус в дарксос 2 звуковое сопровождение таких ударов действительно похоже на смертоносные удары в отличие от первой и третьей частей где скорее для звучности вставили не связанный по смыслу звуковой эффект и заканчивая тему боя поговорим про доводки давайте так доводки присутствуют в любой части серии как они идеальные хитбоксы чего уж там чего только стоят стрелы застревающие в невидимых текстурах на углах объектов из части в часть мой личный опыт говорит следующее сколько бы я не играл за воинов в любую часть никогда у меня не было серьезных проблем с доводками или кривыми хитбоксами но зато все комьюнити вопит о них точнее как все это будет тоже неверно сказать что все тот же опыт подсказывает мне что достаточно одного крикона на сотню человек чтобы только он и был заметен и делал погоду все потому что довольные молча играют и получают удовольствие психология мать ее так что я не могу ничего плохого сказать ни про то ни про другое к тому же знаете когда тебя на первом уровне травят венкующие пвпшники ганкеры когда на тебя нападает толпа врагов разом когда ты сраного дракона бьешь полчаса и почти добив умираешь последнее о чем ты думаешь это о кривых хитбоксах даже если они там есть такие дела что ж от оружия перейдем к тем против кого оно используется противникам как можно обозначить среднестатистического врага в Dark Souls это обычный человек то есть то что некогда им было пустая оболочка то что привыкли называть зомби полое таково свойство этого мира все люди стали полыми ну практически все 99 процентов а тот процент что еще не стал он им все равно станет не касаясь шикарного во всей серии и за ее пределами дизайна можно сказать что полые люди это основное население серии разного размера в разных доспехах но в целом суть всегда одна какая-то часть приходится и на более вычурных существ драконов виверн мимиков демонов мутантов и прочих уродов не похожих на людей но в целом их значительно меньше раньше я считал это недостатком фантазии но сейчас я понял свою ошибку кому же тут еще быть как не пол если игра про потерю человечности с точки зрения геймплея главной особенностью врагов является то что они постоянно возрождаются лором это обосновано лишь частично если нежить не может умереть по-настоящему например то вот серебряные и черные рыцари это не люди это души запертые в доспехах и почему они возрождаются не говорится потому что игровая условность почему же еще тут сложная игра про сложность понятно тебе потому если ты сел за костер то все убитые тобой враги вновь поднимутся исключение составляет два типа противников это боссы о них позже и мини боссы мини боссы это как правило особые противники штучные например нпс вроде хавила на деле мини боссом может оказаться и вполне нешуточный враг например железный кабан важна в данном случае не уникальность просто это существо особой силы и если бы оно регулярно возрождалось то было бы наверное чересчур сложно потому после убийства такое существо больше не появится хотя убить его это порой задача не из простых от случая к случаю и вот постоянное возрождение врагов мешает перемещаться по локациям взад-назад особенно в отсутствии варп-прыжков в первой половине Dark Souls 1 да и в принципе вот захотелось тебе посетить какой-то закуток будь готов вернуться на условный перекресток с боем и дальше уже исследуй свой закуток эта механика не дает расслабиться игроку к тому же открывает возможность фарма что тоже важно иногда фарм просто необходим строго говоря нужды в нем нет смотря какой твой стиль прохождения но ситуация радует и все же однажды может надоесть по несколько раз убивать одних и тех же врагов на одних и тех же местах особенно если локация большая и имеет несколько развилок еще ведь и враги тоже бывают разными есть просто жирные враги которых трудно пробить или закованные в тяжелую броню с хорошим таким щитом или бьющие в спину или бегающие толпой или все это вместе и сразу а еще ведь есть собаки исключительно женского рода потому что собаки это те еще суки из игры в игру в любой части серии SoulSborne много всяких кукурук но собаки запомнились многим скорее всего такими вот мерзкими их сделали а знаете как еще бывает бежишь ты такой от какого-нибудь крутого хавила а какое-то мудло с крошечным кинжальчиком встанет в дверях да еще и резанет тебя им как следует а толкнуть врагов здесь можно далеко не в любой ситуации да Dark Souls игра возможностей возможностей сдохнуть старазными способами и тут на помощь нам приходит новая механика Dark Souls 2 истощение души это один из лет мотивов лора и истории второй части в частности то есть ты хоть и нежить но ты все равно человек но остаешься им ты до тех пор пока не утратишь воспоминания умирая раз за разом мы главный персонаж поэтому на нас это не распространяется но это условность так-то вся нежить обречена и душа наша тоже истощится короче как это работает Dark Souls 2 враги возрождаются по той же схеме что и раньше но только 15 раз после приблизительно 15 убийства одного и того же врага ты вдруг с удивлением обнаружишь что на 16 раз на том же месте уже никого нет вот дела да враги теперь не вечны представьте ситуацию ты пытаешься проходить пытаешься а у тебя никак не получается ну бывает вот так вот не получается и все тут не потому что кто-то там криворукий или ламер нуб казуал вот просто не выходит и все игры для игры не забывайте ну например ты умираешь на боссе а часто чтобы дойти до такого нужно пробиться через кучу врагов которые тоже стоять и глазами хлопать не будут и если ты умираешь 7 раз подряд например да 10 раз подряд 15 раз то это уже явный намек на синдром неудачника это когда мозг уже не ожидает победы перестает получать удовольствие от процесса начинается раздражение и появляется желание бросить все нафиг уже хочется послать на три буквы и эту игру и любого ухмыляющегося недопырка у которого в жизни один лишь повод для гордости что он не казуал и тут ты обнаруживаешь что стало чуть-чуть легче враги не возродились и это какая-никакая но победа ситуация другая решил ты значит выжить из локации по максимуму сейчас мол я тут всех разнесу и приду к боссу на следующую локацию прокачанном а вот хрен тебе говорит игра показывает что очень скоро фармить будет уже ненаком по-моему это гениальный ход обычно игроки все равно не доводят до исчезновения мобов а если у кого-то сложности ну тому можно и поблажку сделать однако что же сделать если нужно фармить а враги истощились ну Dark Souls сама по себе эта игра не про легкий путь поэтому выход следующий ты можешь сжечь уголь вражды и локация как бы перезагрузится но в таком случае враги станут сильнее и выносливее так будто бы ты уже на НГ плюс перешел и босс возродится таким образом можно развлекаться сколько влезет притом не стагнируя а наращивая мышцу разве это не прелесть? стоит ли говорить что в Dark Souls 3 эту фишку убрали? поругать Dark Souls 2 тоже есть за что среди врагов персонажа значатся ящерки это традиционные тварюшки которые при убийстве роняют камни для заточки но при виде нас они дают по тапкам и если их быстро не догнать и не убить то они исчезнут но есть одна откровенная хитрость если перезайти в игру то при загрузке локации ящерки появятся вновь поэтому если стоять рядом с местом их появления то сбежать они уже просто не успеют повторять пока не убьешь ее наконец к сожалению в Dark Souls 2 этот финт не работает и это очень плохо дело в том что попасть по ящерке порой задача нетривиальная она очень уж маленькая поэтому продольные удары вообще мимо нее проходят а так как ящерка бежит вперед не разбирая дороги то в подавляющем большинстве случаев упирается лбом в стену и продолжает бежать двигаясь вдоль стены и вроде вот способ ее ловли но вспомните что оружие от стен отскакивает особенно вертикальный удар и того очень легко профукать ящерку так и что же теперь делать? да ничего придется шкандыбать сюда от костра снова и быть в этот раз поусерднее апофеоз этого ящерного безумия приходится на одну из комнат шульвы где засранной движущейся стеной ящерки моментально дают от себя деру всей толпой и если правильно не решить головоломку то ты еще не раз будешь бегать сюда и терять время а бегать здесь весьма непросто но зато в качестве условной такой компенсации в Dark Souls 2 много врагов-статуи и големов просто по лору что старый железный король что вендрик научились оживлять таких вот созданий и потому в том же замке Дранглейк мы встретим толпы живых статуй не то чтобы это где-то что-то возмещало это так интересная особенность разнообразие врагов в конце концов кстати о разнообразии еще до выхода Dark Souls 3 я смотрел множество картинок по теме не все из них были приличными но это не важно в общем на одной из них я увидел мимика костра и я подумал ну блин гениальная же идея просто представьте подходите вы к костру а он вас жирает ну это же было бы просто великолепно вы разработчики до этого не додумались все до чего не додумались ползучие мимики те что ходят на четвереньках но впервые такого мимика показали именно в Dark Souls 2 при том он был железным до этого мимики были только деревянными да и железных сундуков тоже вроде не было тут же есть и сундуки и новые мимики ну и насчет костра сюрпризом тут пусть и бутапорский но все же взрыв устраивает Алдия какое-никакое развлечение особенно когда проходишь в первый раз вот так выглядит ситуация по обычным врагам но есть ведь еще враги необычные давайте к ним перейдем снова скажу что по боссам я тоже запланировал отдельный подробный ролик наподобие того что делал 6 лет назад однако сейчас можно вкратце пройтись по этим существам я не буду объяснять что из себя представляют боссы будем считать что вы и сами все это знаете а если нет то поймете походу важно сказать что босс это не просто испытание для игрока это еще и лицо локации серьезная часть лора квинтэссенция идей разработчиков поэтому тот самый босс должен всем подобным стандартам соответствовать то есть быть в меру сложным но не слишком либо слишком но не часто иначе игра станет просто непроходимой при том красивым интересным и как итог запоминающимся но это в идеале а мы не в идеале мы в дарксос так что мы имеем ну в целом все хорошо если прищуриться по правде говоря если не идти на поводу собственной ностальгической предвзятости то все довольно плохо из части в часть кочуют идиотские боссы блеклые пустышки мобо клоны и прочий шлаг на мой взгляд босс должен быть уникальным конечно это лишь на мой взгляд но согласитесь это вполне правомерный аргумент это все таки босс а не рядовой противник на нем повторюсь завязан лор он представляет собой локацию как правило он ее и формирует формирует стиль игры на ней например ядовитая мита формирует вокруг себя ядовитый же пик в котором ты стараешься не отравиться и носишь антидот и вот с уникальностью боссов в дарксос большая беда я сейчас не буду говорить об интересности или красоте с последним как правило проблем нет а вот интересность это очень долгая тема однако уникальность оставляет желать лучшего и независимо от того как там изначально планировалось я слышал разные версии но факт такой первый же встреченный нами босс в серии дарксос не уникален потому что вот сейчас он босс а через пол игры мы встретим еще одного такого же причем внимание прямо под первым это я о демоне приберща говорю у него на два типа удара побольше и сам он более вынослив и силен но это точно такой же босс и как будто этого мало будет еще один такой же в изолите только с другой текстуркой что это если не халтура что мешало придумать нового демона не назначать а именно придумать потому что с назначением тут тоже атас полный посудите сами берется обычный враг помещается в комнату ставится туманная стена дается своя полоска здоровья хапка дров и босс готов идеальный пример капра демон самый обычный моб из тех что отвлекаются на звуковые приманки скрипт не заменен так что капра демон босс тоже откликается на звуковую приманку то есть понимаете да его не переделывали его назначили а чтобы не было совсем уж скучно и легко посадили в крохотную комнатульку где камера застревает сама в себе и в напарнике выдали двух мерзейших врагов серии собак мало капры хорошо демон телец да он вместе с капрой является обычным рядовым в изолите только таурус сам по себе не восприимчив к приманке он из крутых с района но сути это не меняет а между прочим я сейчас назвал первого второго и четвертого боссов ой я кажется третьего забыл кто там у нас третий колокольные горгульи уникальнейшие создания такие уникальные что в анор лонда встречается дважды с тем же успехом боссом мог стать этот вот кабан а что ну чем он хуже вот этой вот бабочке например она же боссом стала видите и вот такого здесь полно то боссы дублируют друг друга то просто выкатывают какую-то халтуру то вообще решает выпендриться и придумывать босса который умирает только если атаковать его определенные точки или определенным оружием нормальных действительно интересных боссов конечно тоже немало но поймите если выкинуть весь этот вот мусор то останется всего ничего и это очень грустно хотел бы я похвалить здесь вторую часть ведь тенденция хороша она всегда была новатором и контента в ней на порядок больше чем в двух других играх увы это как раз тот пример когда количество уступило качеству если я ничего не упустил в Dark Souls 1 26 боссов из них мусорных только среди названных уже видите сколько это я еще даже не начал в Dark Souls 3 их 25 а в Dark Souls 2 41 41 круг ада етить его и там концентрация сценарной импотенции просто зашкаливает дело даже не в том что они все рыцари как я недавно шутил концентрация мужика с дубиной за туманной стеной превышена хрен с ним зеркальный рыцарь тоже рыцарь в доспехах но при этом какой крутой босс или Арториас или Рейме не обязательно делать вырвиглазное нечто вроде разверства дракона или демона сороконожки хотя это тоже будет круто но что мы видим драконий всадник а что он умеет а он ничего не умеет он может только покончить жизнь самоубийством на своей же арене ну да хрен с ним так это что у нас тут новый босс ух ты два драконоборца вау фантазия так как разыграла свою разработку ех ты нифига себе какой же охрененный босс ава супер так я прошел эту сраную метель официант ну-ка три бутылки эстаса мне и моему напарнику кто тут у нас босс два таких же тигра а не подожди они с другим скином вы там что смеетесь что ли блять судя по всему ухахатывается демон плавильни магический демон плавильни в чем разница о ну как же этот синий как заяц а еще попробуй до него дойди блин и при том развилась тенденция пихать в атаку врагов в качестве босса три стражи руин получил молотком по ебалу понравилось а так вот тебе еще пять стражей руин хе-хей епта давишь крыс думаешь они слабые хей сразись сразу с табуном крыс или с большой крысой плюс маленьким отрядом крыс защитник и смотритель двое сразу маг и прихожане ооо апофеоз деградации фантазии маг и прихожане не ебжешь вашу жмашу ну вот как вот мы начали вот с этого и докатились вот до этого это же обычные рядовые враги притом слабые ни историй ни души особой вообще ничего нет горгульи скучали да ностальгировали по первой части так вот там сразу пять горгульей а не стоп погодите погодите маг и прихожане это еще ладно это хуйня апофеоз пиздеца а это детишки ебаные мародеры три в корягу охуевших нпс в разных доспехах до которых еще дойти целое приключение и опять ни души ни истории только жопа пылает как квазар ну что за пиздец ну что за пиздец я вас спрашиваю простите просто самая больная для меня тема я с нее так люто горю что из-за меня на планете средняя температура повышается того и глядели дикие растают ой дайте передохнуть ах северная лисичка это еще не все перечислил я еще не рассказал о застревании в боссах между ног у него или на арене споткнулся сам о себе а упал и тут же припечатался гигантским молотом получился красивый такой барельеф никогда не забуду как я матерился на вальнира когда систематически застревая от того между пальцев он меня уносил вглубь тьмы где я и дох потому что с такой дебильной камерой делать гигантских боссов противопоказано ну миядзаки пофиг и знаете как хорошо что есть мега крутые боссы вроде сгоревшего короля гайля души пепла ложа шучу шучу иначе бы проходить дарксоз было бы чересчур больно это вкратце что еще можно сказать о боссах в первой части серии была такая фишка отрубить боссу хвост и получить особое оружие часто слышал что ее считали крутой признаю она как минимум интересная однако здесь беда с реализацией чтобы отрубить хвост нужно по нему бить никогда не забуду как я на стриме минут 10 хвост сита и чат угорал и вопил что я рублю не тот хвост ну потому что у него их 3 а в итоге тот хвост отрубить в одиночку было почти нереально так как сит очень быстро его прячет ну а в целом с другими боссами это реально однако если ты маг то будь готов к мукам так как стрелять придется на вскидку без лока рискуя просрать заклинание впустую ради ачивки потому что тебе эти хвосты крученые нахрен не нужны ты их даже в руки взять не сможешь развлечения исключительно для зальдатов магов снова обделили да к сожалению ну разве что кроме случая с ситом там действительно можно что-то интересное из этого сделать это единственный случай в общем-то больше таких случаев в первой части нет еще можно отрубить хвостяру дракону на озере ему не жалко в последующих играх серии эту фишку убрали видимо решили что она чересчур заморочена что странно ее бы довести до ума и было бы очень круто особенно с углями того рожды так что тут Даркс Волс 1 прям заметно и горделиво выделяется ну и у двойки есть своя фишка так как некоторые боссы являются реинкарнациями старых то помимо обычной души скажем Фрей можно заполучить принадлежавшую ей частицу души сита примечательно что сделать это можно только на НГ плюс и тут сразу очень большой как по мне промах не обязательно переходить на НГ плюс достаточно просто сжечь уголь выражды это вот лишнее я считаю ибо вредит реиграбельности так НГ плюс была бы еще интереснее чем есть но об этом позже таким образом сама по себе идея интересная и даже с парой не самых удачных решений работает на ура а на НГ плюс на полноценной НГ плюс некоторые боссы становятся не только сильнее и жирнее но и обзаводятся пары другой фишек например на арене забытого грешника бегают фантомы пироманты рядом с гибким часовым носятся венхеймские ассасины и так далее толковая находка в других играх серии такого нет кстати у второй части есть особенность некоторые боссы имеют заставку некоторые не имеют но дело не в заставке а в ее начале в кровавой пульсации я пытался увидеть в этом какую-то систему но честно говоря я ее так и не увидел ощущение что изначально планировалась другая расстановка боссов или другой подход к их подаче что в принципе скорее всего так и есть в общем-то и без производственного ада в процессе создания игры все постоянно тасуется и переделывается например как сообщил нам Ликорис Кун Гундир должен был зваться Ацейросом и это отсылка как я теперь уже знаю на короля Дорана из Димон Соус которого я пока не нашел а слово Доран отсылает нас к Дранглейку короче тут все взаимосвязано понятно о чем я говорил а потому Гундир и имеет в себе гной бездны как те господа в садах Ацейроса а вместо Гундира должен был быть Йорм собственно это как раз таки его гроб на арене видимо кровавая пульсация и пережитки какой-то нереализованной идеи ну и фиг бы с ней это не мешает нисколько хотя любопытство конечно так и раздирает важно еще сказать про многофазовый бой сегодня этим уже никого не удивишь но в серии Соус к этому пришли не сразу первопроходцам тут оказалась первая часть в которой дебютировал прото-двухфазовый босс Орнштейн и Смоук после убийства одного из них второй вылечивается и усиливается видимо бой людям понравился и он действительно интересный хотя и сложный по понятным причинам их же двое эту тенденцию решили развить во второй части многие боссы тут заимели двухфазовый бой это когда получив примерно половину урона босс усиливает себя и становится яростнее не все заимели такую фишку что конечно жаль но и то что было было хорошо хотя я бы посмотрел на третью фазу колесницы было даже некая пародия на третью фазу но это я наверное неправильно воспринимаю второй баф демона плавильни непростой босяра дважды себя усиливает правда у него нет четких визуальных границ до аудиальных границ тоже к сожалению не додумались а очень жаль я как меломан это говорю зато где не додумались одни додумались другие третья часть здесь это лонная каждый босс минимум двухфазовый минимум потому что с появлением DLC появились и трехфазовые боссы их совсем немного но каждый из них это нечто Фрида, Гайль, Медир у Медира ведь три фазы не знаю кажется у Медира только одна фаза втоптать тебя в грязь называется переходы во вторую фазу здесь четко видны они и раньше были четко видны так что ладно но теперь они еще и слышны композитор расстарался и каждую тему босса записал в двух или трех соответственно стадиях как только начинается новая стадия если трек сам не приблизился к нужной метке игра его туда по возможности плавно подносит например на первой фазе души пепла играет собственно эпическая тема души пепла а на второй фазе измененная и похорошевшая тема Гвина и сказать что это круто значит гнусно промолчать Dark Souls 3 мое почтение мои уши просто в экстазе что в итоге? да ничего пара фишек круче в Dark Souls 1 пара в Dark Souls 3 законодатель мод как обычно в Dark Souls 2 на деле босса повторюсь это одновременно слабая и сильная сторона серии такой вот парадокс не последний уверяю перейдем к еще одной моей больной теме по совместительству еще одному парадоксу Dark Souls парадокс что магия тут вообще существует ведь в подавляющем большинстве случаев From Software показывают что работать они с ней не умеют что представляет из себя магия в первой игре она отделилась на пиромантию, чародейство, чудеса и в DLC еще добавили тьму у каждой школы свой набор и свои цели волшебство это большой урон чудеса поддержка хотя никто не мешает и наоборот сделать тьма была добавлена в DLC и стала неполноценной магией стихии тьмы в игру не завезли а заклинания тьмы просто били одновременно магическим и физическим уроном к тому же заклинания эти были во многом несбалансными знаменитый дробовик при удачном стечении обстоятельств мог ваншотнуть обычного босса или и три шотнуть не очень обычного в любом случае это была просто зверь магия к счастью дисбалансной до такой степени была только черная магия видимо это наследие демон соус там если помните магия была дисбалансна в принципе будто ее прицепили шоббуло без тестирования заклинания легко уничтожали врагов и даже боссов но вот с маной была большая беда приходилось фармить траву как угорелый беда в том что тому же воину фарм в общем то не нужен потому что обычная трава на лечении падает довольно часто а вот маг без травы точнее там это называлось без солей который он долбит короче это не маг это мужик с непрокачанными для ближнего боя статами там были и другие нюансы но сейчас это не важно важно то что магия там была дисбалансна до озверения то что с ней сделали в Dark Souls 1 это конечно серьезная работа над ошибками однако остаются некие косяки самым важным достижением как по мне было убирание полоски маны в принципе заклинание имело определенный лимит использования чем сильнее оно тем меньше также чем сильнее заклинание тем больше ячейк оно могло занимать в слотах магии так что слоты магии тоже нужно было качать за это отвечал параметр ученость восстанавливалась магия точно так же как и эстус на костре и в этом состоит первая сложность мага нужно рассчитывать заклинание так чтобы хватило и на зачистку пути до босса и на самого босса обычно хватает на что-то одно и магу как у горелому приходится на всю катушку кочегарить менеджмент заклинаний в Dark Souls 1 пока еще не было если не ошибаюсь возможности восстановить заклинание расходником но даже если такие возможности были они были редки и на постоянку их использовать было нельзя с другой стороны это уравновешивалось силой самой магии стрела душ и ее производные достаточно мощно лупят по врагам именно так создается иллюзия того что за мага играть легче ну частично иллюзия я повторюсь играть легче за тот класс за который тебе играть удобнее хотя знаете я не прав наверное потому что мне удобнее играть за мага а легче играть за воина всегда и везде ну просто потому что по умолчанию эта игра не про магию маг не будет чувствовать себя обделенным лишь там где изначально было расчетное волшебство например магика или ладно война на севере по властелину колец оригинал син аркс фаталис лич дом в конце концов в дарк соус же магия будто бы в довесок идет потому когда создают уровни и расставляют врагов тестируют все это на классическом воине в доспехах и с мечом а остальные как-нибудь сами справятся остальные как вы понимаете это маги потому как лучников в игре нет а клирики это те же рыцари даже пираманты тут выигрыши частично в итоге обычный воин бежит и часто получает по железкам нанося удары по врагу а тут вдруг выходит значит маг и одной стрелой души этого самого врага выносит на первых уровнях во всяком случае как тут не сказать что маг это имба ему даже до босса бежать не надо кастани ему три копья душ в морду и он готов ну да только до копий нужно дожить копья нужно сохранить до босса а попробуй на том же копродемоне что-нибудь колдани я на тебя посмотрю в общем ситуации разные разные выводы меня ничто не переубедит что игра за воина самая легкая во всей серии однако если для кого-то это не так я настаивать не буду и все же у мага гораздо больше ситуативных ограничений чем у воюющих в рукопашную класс ограничено ли количество взмахов топора у воина нет а заклинания ограничены трудно ли промазать мечом вплотную трудно хотя конечно можно про заклинания некорректно спрашивать трудно ли ими промазать нужно спрашивать трудно ли ими попасть а точнее трудно ли уклониться от заклинания нет не трудно самонаведение присутствует в какой-то мере. И заклинания любые, не только пиромантия, часто летают по параболе. Но наведение срабатывает не сразу, прямо как у ракеты, и та же стрела долю секунды летит вперед, а потом уже наводится. Из-за этого создается довольно большая слепая зона, особенно если враг стоит на средней дистанции. Часто ли враг стоит так близко? Да постоянно! Из-за таких слепых зон даже NPC порой уклоняются от заклинания обычным стрейфом, то есть тупо идут вбок, и оно их огибает, не задевая. Добавлю также, что заклинания завязаны на локе цели, и без лока оно всегда летит не туда, куда надо. Тяжело ли махать мечом без лока? Ну, тяжелее, чем с локом, конечно, но вполне реально. Колдовать без лока нереально. Вспоминаем, что я говорил ранее про лок на цели, что он может не браться, к примеру, или срываться, а заклинания между тем имеют еще и дальность действия. И эта речь об уклонениях даже еще не заходила. Для живых игроков и NPC уклонения работают по-разному. Если речь об NPC, то тут важен сам факт маневра. Часто это перекатали отскок в сторону. То есть, если враг совершает отскок, то совершенно побоку, куда летит стрела, она в него не попадет. Я, конечно, могу ошибиться, но я ни разу не видел обратной ситуации. То есть, сам факт уклонения уже уберегает врага от попадания по нему заклинания. Этим жестят обычные враги, например, собаки, они очень любят спамять уклонения. Но бывают и боссы. Попасть дальнобойным заклинанием по гвину, это та еще задачка. Да и даже без уклонения вполне реально промазать дорогим заклинанием по боссу. Например, тот в последний момент просто уйдет с трейпом, или как Смоук подставит молот, блокирующий урон. Или он попадет просто в какой-нибудь столб, или там не столб, а невидимую текстурку, которых в Дарксоу спал, но в любой части серии. Или босс отойдет чуть дальше и заклинание не долетит, просто развеявшись. И ладно бы уклонялись, например, только враги в легкой броне. Нет. В легкой, в тяжелый, хоть тот же Хавил с его получасовым перекатом. В броне, без брони, близко, далеко. Уклониться от заклинаний, расплюнуть. В случае с живыми игроками, конечно, важен не сам факт маневра, а собственно маневр. Нужно именно уклониться от заклинания. Но беда в том, что делается это играючи. Попасть стандартной стрелой души, да и подавляющим большинством других колдунств по живому врагу почти нереально. Он, смеясь, будет перекатываться, и ты просто истощишь весь запас заклинаний или маны. И что тогда? А тогда тебе предлагать стандартное решение. Бери меч Икс или дубину Игрик, точи ее в Зет, надевай броню. Знаете, анекдот такой есть. Как быть воином в Дарк Соус? Легко. Берешь дрын побольше и идешь лупить им врагов. А как быть магом в Дарк Соус? Тоже легко. Берешь дрын побольше, обмазываешь его волшебной смазкой и идешь бить врагов. А как быть пирамантом? Да легко. Берешь дрын побольше, обмазываешь силой огня. Ну вы поняли систему, да? Да. Получается Дарк Соус ставит игрока в вынужденное положение рукопашника, потому как воевать с заклинаниями иногда тяжело, а в некоторых ситуациях вообще невозможно. Притом я не отрицаю того, что магии можно крайне эффективно орудовать как в ПВП, так и в ПВЕ в любой части серии. Я никогда не забуду, как во время стрима, когда мы устраивали дуэли подписчиков в Лотрике, пришел какой-то царь, монстр и просто начал выносить всех подряд магией. Там было 7 побед подряд минимум, и это он был в форме фантома. Я никогда не забуду этого Дэвида Блэйна. Однако, чтобы быть как он, это надо очень, так знаете ли, нехило поднатореть в мастерстве. И то не факт, что у тебя так же получится. А что нужно, чтобы успешно махать железякой? Ну, не буду никого обижать, но скажу так, нужно на порядок меньше сноровки. Но все же, что ни говори, на марше в ПВЕ маг порой просто шикарен. Взять ту же первую часть. Самые тяжелые места он может проходить играючи, в то время как Зольдату по маковке по-любому настучат неслабо. Звуковые ловушки, невидимое тело, свет, тоже, знаете ли, вещь полезная. Он и руку не занимает, и ячейку брони тоже. Ну и, например, того клеща из Чумного Города проще просто замочить тяжелой стрелой души, даже близко к нему не подойдя. Главное, в ПВП не соваться. Ну и стоит ли говорить, что при вторжении свои стрелы душ можешь засунуть себе в задницу. Больше шансов, что ты забьешь вторженца насмерть посохом по голове или ослепишь светящимся шариком. Тем не менее, пусть геймплей на разработчике очень странно показывает эту магию, сказать все-таки, что она в мире лишняя, это глупо. Она обоснована и в принципе сделана неплохо, только я бы довести до ума. Примерно это и попытались сделать во второй части. Вот сюрприз, да? Первое, что бросается на глаза колдуну, заглянувшему на огонек в прямом смысле, магия стала иной. Не только звуковое и визуальное сопровождение сменилось, но и стиль колдовства. Во-первых, удивительно, но только во второй части волшебство образуется из кончика посоха, притом тот сияет в момент каста. В других играх серии оно образуется из воздуха в середине посоха. Не то чтобы это как-то крайне важно, посох лишь катализатор, и вполне можно сказать, что по правилам мира Dark Souls, например, там вообще так все колдуют. Но мне видится, что во второй части решили сделать все логично, еще и с визуальной точки зрения. Далее, что заметно, заглянание теперь расходует выносливость. В первой части такого не было, и я согласен, это необходимо было добавить, ведь остальные же удары ее расходуют. В третьей части оставили эту модель. Еще одно немаловажное изменение – это анимация каста. Точнее, не столько анимация сама по себе, сколько ее последствия. В первой части персонаж при касте не двигается с места, в третьей – лишь чуть-чуть, и то в особых случаях. В Dark Souls 2 же заклинание заставляет сделать половину или четверть шага вперед, что уже следует учитывать. Можно попросту улететь в пропасть таким образом, или наступить на что-нибудь нехорошее. Не думаю, что стоило так делать, но с другой стороны маги стали еще осторожнее. Хотя, казалось бы, куда же еще-то. Далее, добавили тьму как отдельный вид магии. Притом, как темную пиромантию в DLC, так и чары. В основном, конечно, чары. Добавили как следует. То есть теперь есть стихия тьмы, защита от нее, а не как раньше. Прокачка была по той же схеме, что и обновленные пиромантии, которые тоже сделали круче и довели до ума. Если чары зависят от интеллекта, а чудеса – от веры, то пиромантия и тьма – от баланса интеллекта и веры с округлением с точкой вниз. Особенность тьмы в том, что она часто берет мзду. Забирает по 100 душ за удар, а то и по 500, а бывает вообще по 5000. И нет, это круто. Было бы, если бы не память душ, верно? И в целом заклинание тьмы за мощь иссушает тебя. С другой стороны, в репертуаре тьмы полно заклинаний, направленных на бой именно в пвп. Фактически, это чуть ли не пвп стихия. У пиромантий тоже прибавилось много контактных и площадных заклинаний, но тьма тут опережает всех. Бури, столпы тьмы, тот самый дробовик, черный яд и прочее. Это не имба в пвп, но теперь маг стал по-настоящему опасен в дуэлях. Конечно, это не оберегает от вторжений, с нужным набором на врага все равно не ходит, но, по крайней мере, шансов отбиться стало значительно больше. Чудеса тоже похорошели. Теперь ими можно полноценно сражаться. В Dark Souls 3 тоже можно, но гораздо менее удобно. Тут же, при наличии предметов для магов вроде шляпок, капюшонов, увеличивающих количество ячеек и зарядов, это делать намного проще и интереснее. Если у тебя не хватает навыка на то или иное заклинание или чудо, то ты можешь использовать новую механику — фимиамы. Фимиамы, детишки, — это такая смола. Ты, значит, сжигаешь, и заклинание становится чуть слабее, но и требование к нему уменьшается. Настоящему магу это только вредит, ну вот, например, боец может использовать ослабленную версию, скажем, той же звуковой приманки. Так как урона она не наносит, то ее ослабление не будет означать ровным счетом ничего. Хотя, возможно, продолжительность будет меньше, я не проверял. Фимиамы не для меня. Но разве плохо, что дали такую возможность? Все, как говорится, для людей. Про звуковую приманку хочу сказать отдельно. Dark Souls 2 — это единственная часть серии, где она работает нереально круто. В других играх серии ее продолжительность смехотворна. Враг в лучшем случае успевает обернуться на нее и, может быть, ударить по воздуху разок. В Dark Souls 2 же она работает гораздо дольше и притяжение на врагов оказывает более фатальное. Нет ничего круче, чем скастовать приманку над обрывом и весело наблюдать, как твои враги, не обращая на тебя внимания, прыгают с этого обрыва. В Dark Souls 1 и 3 такой фокус провернуть почти нереально, хотя шанс, конечно, есть. Я считаю, это очень важный момент. К тому же появилось действительно много расходников, восстанавливающих заряды магии. Я не буду называть это плюсом, потому что с их количеством явно переборщили. Однако их наличие и доступность радуют. Тем более в Dark Souls 2 наконец дали возможность отменять чтение заклинания. Правда, окно для этого сделали очень маленькое, и вот это вот плохо. Меньше маневров в PvP, меньше шансов для мага. Но оно хотя бы есть. А как же выглядит магия в Dark Souls 3? Ну, визуально лучше всех. В остальном же? Во-первых, каст один в один, как в Dark Souls 1. Что анимация, что звуки, что место возникновения чар. Во-вторых, тьмы как отдельной школы магии больше нет. Теперь темные — это свойство заклинания. Чар или чудес, или пиромантии. Ну, зато теперь действительно есть темные пиромантии и чудеса. Но самое худшее решение — это возвращение полоски магии, как в Demon's Souls. Очень странное решение. Некоторым оно нравится, так как, например, я вот я, скажем, хочу скастовать пять копий душ, а у меня их всего четыре заряда. Тут же кастуй, насколько хватит маны. Странная логика, если честно, ведь зависимость от зарядов просто поменялась на зависимость от маны. В итоге больше заклинаний не стало. Мы также бережем боеприпасы и думаем, как бы сэкономить. Только теперь боеприпас этот общий на все заклинания. И в этом условном примере ты все равно вряд ли сможешь кастануть больше тех самых четырех копий. По одной простой причине. Если бы ограничились вводом полоски маны, то это было бы еще сносно. Но теперь восстанавливается эта мана синим эстусом. Откуда берется синий эстус? Делается из обычного. То есть если у тебя всего четыре банки, то ты можешь, например, две определить под ману, а две под здоровье. Хорошо ли это? Очень спорный, знаете ли, вопрос. Здоровье нужно всем, даже магам. Мана нужна только магам. Да, спецудары используют магию у воинов, но понемногу. Да и нередко эти приемы работают и без маны, например, скачок у кинжала. Да и не так уж часто ими пользуются, приемами этими. Обычно в ПВЕ, а в ПВП старается все же вести себя прилично и эстус не пить. Что, кстати, часто приводит к курьезам. Ведь обычно его не пьют до того момента, пока кто-то не нарушит негласный запрет. Но маг не может не пить пепельный эстус, а соперник может неправильно разглядеть цвет вспышки и в итоге подумать, что мол, все, разогись в плечо. И сам напиться живительной силы, сведя все твои достижения на нет. Такое случается регулярно. Ну и еще, это убивает смысл быть для мага фантомом. Когда тебя призывают, твой эстус режется вдвое, с точкой вниз, вплоть до нуля. То есть если у тебя эстуса всего четыре, ты маг и сделал два на пепел и один на здоровье. Значит, в виде фантома у тебя будет один пепельный и ноль обычного. Много ли ты наколдуешь на одну полоску маны? Нет, немного. И пользы от тебя особой не будет, разве что как от пушечного мяса. Расходников, восстанавливающих ману, стало значительно меньше, наравне с тем, что было с их аналогами в первой части. То бишь, расходников мало, используются они по праздникам. Или вовсе никогда. Затариться ими как закатной травой нельзя. Ну и конечно же, играет роль система колобка из Dark Souls 3, и без нее-то уворачиваться от заклинаний было легко, а тут уже попасть теперь вообще почти невозможно. Нужно реально из кожи вон лезть, чтобы просто задеть противника. И это не вопрос скилла. Чтобы надавать топором по гриве, много навыка не надо. Не чтобы победить в дуэли, а именно просто чтобы хотя бы попасть. А у мага это основная проблема. И плюс гигантских и быстрых боссов стало больше. Здравствуйте, проблемы с камерой, усугубляющие проблемы с магией. Появились боссы, которых нужно бить по определенной точке. Только вот в захват идут не эти точки, например, яйца дерева, а само дерево. То есть по точкам нужно стрелять от бедра, что дело само по себе гиблое. Хочется просто послать все нахрен, взять сраный меч из начала игры, закалить его грубой закалкой, и он будет сносить столько же, сколько стрела души. Даже с учетом того, что сила стрелы души вновь стала такой же, как в Dark Souls 1, потому как в Dark Souls 2 они перестали быть ваншотающими. Я об этом забыл сказать. В DLC про Ариандель добавили заклинание холода. Параметр обморожения существовал и до него, но нельзя было заточить в холод, что странно. Идея немножко недоверит ума. Жаль, получилось бы круто. В итоге всего два заклинания этой стихии. Больше похоже на пробу пера, чем на настоящее нововведение. Хотя и за это тоже спасибо. Однако в последнем DLC эта тема продолжения не получила. И за это FromSoftware получает от меня тапком по носу. Спасибо, хоть окно для отмены заклинания не убрали. По итогу, если бы не система маны, или хотя бы если бы не пепельный эстус, колдовать в Dark Souls 3 было бы одним удовольствием. Но на деле полоска маны все сильно портит. И еще имбовые перекаты. Короче, ситуация стандартная. Если во второй части магию постарались довести до ума, то в третьей решили, что магия для мужеложцев. Но мы все равно ее, знаете ли, почему-то не вырежем, чтобы диванам-хардкорчикам было за что упрекать тех, кто играет магами. На деле же есть полно ситуаций, когда маг будет неуместен. Или как минимум они будут нередко встречаться. Но не существует ситуации, где классический Войн Дуполом был бы не кстати и серьезно застрял. Dark Souls 2 магия, возможно, не такая красочная, как в Dark Souls 3, но она действительно разнообразная и интересная. Да и количество ее намного больше, чем в Dark Souls 1 или 3, включая даже мусорные заклинания, которые есть в каждой части серии. Это я вам как маг в третьем поколении говорю. Онлайн. Важная составляющая серии Dark Souls. Без него она уже не будет восприниматься, как раньше. На момент выхода этого ролика сервера Dark Souls, надеюсь, все еще временно, в этом какие-то новости проскакивают, что они там что-то работают, да, но тем не менее сервера до сих пор отключены, уже практически полгода. То есть вы можете, например, скачать пиратку и поиграть в нее. Результат будет точно такой же. Ни вторжений, ни союзников, ни подсказок. Строго говоря, все это есть, даже в оффлайне, но только в очень ограниченном режиме. Например, подсказки. Они изредка встречаются, но только там, где их оставляли разработчики. И если уж ты ее встретил, значит, конкретно в этом месте нужно на что-то обратить внимание. В случае же с живыми игроками подсказки постоянно встречаются везде и всюду, даже там, где не надо. Половина из них, наверное, бессмысленны и оставлены просто по приколу, что, конечно, так себе влияет на атмосферу. Да, существует оценка подсказок, но ты же не будешь проверять каждую. Да и оценивают их тоже часто по приколу или солидарности. И все же новичку такие подсказки часто помогают. Они подскажут, что дальше по локации стоит босс, что где-то есть иллюзорная стена, какой стихий уязвим тот или иной противник. Но довольно часто эти подсказки ложные, так что доверять всем подряд тоже не стоит. Ну и говоря о подсказках, нельзя не упомянуть еще одну ее форму – кровавые пятна. И помимо нашего кровавого пятна с душами, оставляемого после смерти, есть еще онлайн-пятна. Если где-то умер игрок, то в случайном мире, то есть у случайного игрока другого, появляется кровавое пятно, которое может показать последние 10 секунд жизни этого игрока. Тут история примерно та же, что и с подсказками. Новичкам это полезно. Например, у поворота кровавое пятно, значит, стоит заходить за него осторожно. Или если, скажем, кровавые пятна у сундука, то и без их просмотра можно догадаться, что перед тобой мимик. И обратная сторона такая же, даже еще хуже. Dark Souls – игра непростая во многом. Смерть здесь – обыденность. И потому кровавыми пятнами залито вообще все пространство. В Dark Souls 2 ввели еще кровавое озеро. Это если четверо или более игроков умерли на этом месте, то нам сразу покажет смерть всех четверых. Удобно. Учитывая, что визуально озера погоды не сделали, все и так было в пятнах, то почему эти озера убрали в третьей части – неясно. А главное – неясно, почему их нет в Гладборне. Там-то уже эти озера были бы в тему. Кровавые озера в Гладборне – как бы. Ну, логично, верно? В любом случае, к сожалению, при всем новаторстве второй части и от шлифовки механик до близко в третьей, они так и не догадались сделать эти пятна и подсказки опциональными. Вот просто дайте мне галочку, чтобы я мог выключать пятны и подсказки. Я люблю онлайн, но я не хочу видеть поле, усеянное желтыми каракулями и красными анимированными картонками в роли пятен. Разве это так сложно? Я люблю наслаждаться визуалом, а в итоге наслаждаюсь заспамливанием одной из механик. Вообще не прикольно. Фантомы тоже есть и без онлайна. И вторжения, и призывы – там, где разработчики это предусмотрели. Но опять же, а что, если у тебя возникли трудности там, где разработчики этого не предусмотрели? Например, на хрестоматийном капродемоне. Ничего, долбись лбом об него, может, даже однажды заборешь. Если бы такой момент был продуман чуть лучше, к примеру, побольше фантомов было бы расставлено, то и без онлайна игра была бы хороша. Все равно же фантомов тебе не навязывают, а к ним можно было бы подвязать больше квестов. Но все равно это все не то. Это не сравнится с онлайном. Тем более, с ним связана половина ковенантов. О ковенантах позже, но все равно в любом случае все это сводится к вторжениям и призывам. В Demon's Souls эта механика стала, если уж не революционной, то весьма крутой. Даже без весьма, просто крутой. Я не знаю, были ли аналоги раньше, но в любом случае это было прекрасно. В Dragon's Souls 1 решили не отказываться от такой фишки. Призыв действует по следующим правилам. Обязательно должен быть жив босс локации, и призывающий игрок должен находиться в форме человека. В случае с Dragon's Souls 3 это вожженная форма. В этом случае, в определенном диапазоне, завязанном на уровне, уровне плюс заточки, или, прости господи, памяти душ, игрок увидит белый или желтый знак на земле, по которому может призывать в свой мир фантома. Если фантом сильнее игрока, то его силы немножко убавляются, уменьшаются жизни, если быть точным. Возможно, еще падает урон. Такое было замечено в Кодвейне, и в Dark Souls я этому особо значения не придавал. Также с призывом фантома боссы становятся заметно жирнее. Полтора или даже в два раза, соответственно. Зависит от количества фантомов. И если в оригинальной Dark Souls 1 с призывами был порядок, только онлайн работал через гузна, да, то в переиздание решили привнести пару изменений, сломав тем самым пару механик. К примеру, механику ковенантов, и вот механику определения уровня для призыва и вторжения. Если раньше был важен уровень, то в ремастере теперь играет роль еще и заточка, как в третьей части. Но если третья часть лепилась под такую механику, то Dark Souls 1 разрабатывалась совсем иначе. Дело в том, что важно не как и сколько ты точишь, а как далеко ты продвинулся в игре. Заточка это как бы отображает, условно. Легендарное оружие считается более крутым, и потому к нему применяются другие метрики. И, к примеру, если у тебя такое оружие есть, то ты считаешься уже плюс 5 из 15 уровней заточки. И каждая точка на плюс 1 такого оружия прибавляет тебе плюс 2 пункта, а не плюс 1. О, бывалые игроки уже скуктили мину. Уж они-то знают, что чуть ли не половина любимых билдов игроков строится на нахождении черной алебарды рыцаря, или, что еще быстрее и проще, отрубание хвоста виверни, за что ты получаешь драконий меч. И вот ты все еще на первой локации убил только двух боссов, включая обучающего, выбил этот меч, и все, ты уже считаешься как плюс 5. А если, не дай бог, точнул его хотя бы на плюс 1, что вполне реально через полчаса игры, то ты уже как бы считаешься плюс 7. Если что, плюс 5 и плюс 7, это примерно, ну, не половина игры, конечно, может быть, чуть-чуть поменьше, так как все-таки большие осколки в нужных количествах падают не сразу. Это надо уже спуститься в чумной город, а может быть и вовсе в крепый сен попасть. Ну, то есть, сами видите, какой получается дисбаланс. Ты теперь имеешь право призывать фантомов только своего уровня, но фантомы такого уровня уже не обитают на этих локациях. Зато вторгаться к тебе с удовольствием будут. Угадай, какого они будут уровня. Такие дела. И хоть это, конечно, не сравнится с идиотской системой памяти душ, но поверьте, это нечто близкое. К счастью, в ремастере также добавили систему призыва по паролю, которая убирает ограничения и... Хой, она работает. Она просто работает. Получается как-то несправедливо. Ее придумали только в Dark Souls 3, куда она перекочевала, угадайте откуда. И далее она перешла уже оттуда в ремастер Dark Souls 1. А вот Dark Souls 2 она минула. Там вместо этого ее зачатки. Какие-то кольца богов. Выбери бога. Другой игрок тоже должен выбрать этого бога. Лор лором, но нафига так извращаться? Тем более я не замечал, чтобы это кольцо работало. Если честно, я и не проверял. Только мы с другом собрались пройти трилогию в коопе, как сервера тут же отключили. Но в любом случае система пароля удобнее всяких там глупых колец. Так что здесь Dark Souls 2 уныло заламывает руки. Вернемся к фантомам. Призвать их можно по новым правилам до трех, если я, конечно, ничего не путаю. В этой системе, меняющейся от игры к игре, гавлан ногу сломит. И чтобы вызвать больше двух, придется использовать определенный предмет, который повысит шанс вторжения в ваш мир тоже. Учитывая, что чем больше фантомов в твоем мире, тем этот шанс и так выше, вторжения будут практически неизбежны. В целом, фантом обладает теми же преимуществами, что и игрок, и если силу удара можно уменьшить, то качество оружия и доспехов уже не изменишь. Поэтому вполне возможны случаи, когда фантом чересчур силен конкретно для этого босса. За убийство последнего, как и за убийство любого врага, фантом получает 50% душ. После убийства босса он получает награду Ковенанта, как правило, и возвращается в свой мир. С NPC-хоста фантом никак не может контактировать, они для него просто как тени. Это сделали, чтобы фантомы не могли испортить человеку игру из вредности. Однако, разумеется, находятся хитрецы с левой резьбой, которая умудряется поднасрать и подстроить смерть или агрессию NPC. Если видите подозрительные потуги фантома нагадить, то можете воспользоваться кристаллом разделения. Он бесконечно изгоняет призванных фантомов. На вторженцев он не действует. Также важно знать, что белые фантомы имеют лишь половину запаса флякестуса, и им не выпадает никаких предметов из врага. Фантома может стать кто угодно, для этого достаточно просто оставить знак призыва. Для него необходим белый мелок, который можно получить после убийства первого босса игры. Ну и, конечно, придется подождать, пока тебя кто-нибудь призовет. Призвать тебя могут только коснувшись знака, потому оставлять его нужно либо рядом с костром, либо рядом с боссом. Короче, там, где будут искать. Появляется призванный фантом на месте знака. Но это кооператив, а что за с пвп? Существует несколько форм. Арены пока пропустим, возьмем именно вторжение и дуэли. Красные фантомы вторгаются с помощью предмета красное око. Существует еще одноразовая треснувшая варианты красного ока. Эти фантомы появляются в мире случайного игрока и, собственно, начинают мешать. Честные дуэли, ну, тоже иногда случаются, но чаще это будет именно обычный слив под мобами. Это удобно, так как мобы вообще никак не реагируют на вторженца. Любимое дело тех, кто вот так вот любит прятаться за мобами, пояснять всем, что раз игрой так предусмотрено, значит можно. Ну так-то оно так, кто ж спорит. Но тогда стоит смириться с тем, что таких, как они, никто не любит. Даже они сами. Красного можно и по мелку призвать, но делают это реже, по понятным причинам. Это надо именно хотеть дуэлиться. Эстус у красного также урезается вдвое. При смерти хоста фантом получает души и человечность, а при смерти такого фантома на его месте появляется кровавое пятно с человечностью и душами, которое по непривычке нужно еще не забыть забрать. Да. Сам же красный фантом теряет душ и человечность, они лежат на том месте, где его убили при вторжении. Но если его вызвали по красному мелку, то человечность не теряется. По итогу важно всегда помнить, что вторгается к тебе игроки, подготовленные именно для боя с живым игроком, в подавляющем большинстве случаев. А ты, скорее всего, готов не будешь, так что если учесть, что враги не реагируют на вторженца, то у него слишком уж серьезные преимущества. Есть и другие формы онлайна, связанные с ковенантами. Синие фантомы являются противоположностью красных и могут вторгаться в мир к тем, кто вторгался в мир других игроков. Слуги могил могут проклинать случайный мир игрока, и тогда в нем появляются черные фантомы. Это такие же враги, только сильнее и выносливее. И выглядят они совсем не как черные, скорее как темно-красные. На месте проклятия можно найти знак, по которому можно вторгнуться к проклявшему тебя и победить его. Тогда бедствия прекратятся. Еще можно проводить дуэли драконов, вызывая друг друга по знаку дракона. Еще у первой части есть интересная онлайн-особенность – скитальцы. Это очень странные существа, появляющиеся в случайном мире при рабочем онлайне и какими-то манипуляциями с ним. Не помню точно, что именно, то ли когда кого-то подряд много раз убивают, то ли еще что-то, но в этом случае у кого-то другого может появиться скиталец. Их всего целых четыре вида. Есть враждебные, есть нейтральные, но суть их в том, что они очень редки. Правда, мне однажды на стриме так вот попались, то ли четыре, то ли пять за раз за прохождение. Пусть это и мелочь, но очень жаль, что в Dark Souls 2 и 3 их нет. Или не их, а какого-то аналога. Тут можно похвалить интересную находку Dark Souls без сомнения. Ну и, наверное, все же стоит сказать про арену. Хотя, про это, если честно, лучше молчать. Но, да, она есть. Не видел ни разу, чтобы она работала. Ни в оригинале, ни в переиздании. Может, конкретно мне не везло и в то время никого не было, но я ни разу никого не находил. Ирония в том, что открывается эта арена после прохождения добрых двух-третьей игры и убийства Арториаса, непростого весьма босса. Это раз. А рядом есть Костер еще, где организована негласная арена для ПВП, которой все любят пользоваться. Это два. И так как рядом есть арена с более, скажем так, демократическими, расширенными правилами, где можно спокойно пригласить нескольких фантомов и борзеть без ограничений, то кому нужна эта обычная арена рядом, да еще и плохо ищущая игроков, не ясно. Что мешало сделать ее в начале игры, тоже не ясно. Тогда бы она реально хотя бы работала. Перейдем ко второй части с ее бесконечным новаторством. Про расширение онлайна говорить не будем, хотя впервые такой онлайн в шестерыв появился именно здесь. В ремастере Dark Souls 1 он тоже есть, так что ладно. Белые фантомы NPC стали на порядок жирнее, и хотя в некоторых случаях они до удурения легко сливаются, например, Локотиэль под Гниющим, все же в каком-то смысле любителям поиграть с NPC фантомом стало полегче. Эстус наливает в нашем баре тоже теперь не так, как раньше. Его теперь не урезают призванным фантомом, что удобно, если учесть, что их теперь всего максимум 12, а не 20. Да и осколки находить не так просто, как обряд возжигания в первой игре. Награда тоже стала иной. За убийство врага фантом получает 100% душ, а вот за убийство босса только 25% душ, чтобы не нафармить огромную сумму слишком быстро. И при том, при наличии фантома, даже сам игрок получает только 75% душ. То есть получается, игрок как бы делится с фантомом, что очень интересный подход. Боссы не становятся жирнее, но их защита увеличивается в 1,6 и 2,5 раза в зависимости от количества фантомов. И при том, не важно, дойдут они до босса или не дойдут. Ты их вызвал, все, босс уже усилился. Раньше также при гибели белый фантом возвращался в свой мир на костер. Соответственно, все враги возрождались и прогресс зачистки локации сбрасывался. Теперь же он возвращается в то же место и в то же состояние локации, откуда убыл. Сказать, что это удобно, не сказать ничего. Правда, я вот не помню, а проверить без онлайна это сейчас невозможно. В случае смерти хоста или белого фантома, игрок появляется на том же месте и враги возрождаются или нет. Просто у меня сделана такая заметка, но к какой части она относится, я уже не помню. Но во второй и третьей частях она есть. И это, конечно, весело. Появиться и тут же получить по чайнику. То есть умереть дважды подряд. Типичный Dark Souls. За победу над боссом, помимо душ, теперь дают награду всем, а не только Санбро. Это гладкий шелковистый камешек для теней и знак верности для фантомов. А также, что немаловажно, восстанавливает человечность. В Dark Souls 1 с человечностью были проблемы. Да, попав в бездну Мануса, ее можно легко фармить. Но до бездны Мануса нужно еще как-то дожить, преодолев две трети игры. В Dark Souls 2 с человечностью проблем нет в принципе. Ее восстанавливают при убийстве босса-союзника. Ее дают за победу над красным фантомом, что удобно в дуэлях. Так что можно особо не бояться часто умирать. Если только не вспоминать про память душ, конечно. Ах да, тени. Вообще, чтобы подойти к этому моменту, нужно рассказать о других. Так как в Dark Souls 2 в своей манере сильно переосмыслили онлайн и сделали его, кто б мог подумать, лучше. Исключая память душ, блин. Так вот, для чего нужны знаки верности? О, во-первых, ими можно лечиться, будучи фантомом. А во-вторых, они используются для входа на арену синих фантомов. И вот арена, да, это просто пипец. Точнее, нет, не сама арена, а... Ну короче, все по порядку. Разработчики приняли верное решение и перенесли арену буквально в начало игры. Более того, чуть позже будет доступна еще одна арена. Разница в антураже. На одной дерутся синие фантомы, на другой красные. И получают соответствующие награды. Какие? Треснувшее синее или красное око. И вроде все круто, но есть подвох, и он очень серьезный. Дело в том, что целых очей в Dark Souls 2 нет. Вообще нет. Вторгаться к нарушителям или игрокам можно только с помощью треснувших очей. А где их взять? На арене, конечно. Но вход стоит один знак дружбы или злобой. То есть синие фантомы меняют один знак дружбы на возможность получить... Возможность, извините, вторгаться к нарушителю, чтобы прокачать ковенант. И, сами понимаете, обмен неравноценный, так как победа не гарантирована. То есть, чтобы прокачать ковенант задуманным способом, необходимо регулярно помогать в виде белого фантома, а заодно и синего. И тут в дело вступает, опять же, память душ и все портит. Сами знаете как. Разве что для этих целей можно надеть поглощающие души кольцо, но это минус ячейка, что тоже серьезно. Синие фантомы застревают в этом порочном цикле. Ну, хоть у красных все попроще. Знак злобы они получают за убийство хоста. И если я опять ничего не путаю, достаточно просто иметь в инвентаре хотя бы один знак, чтобы бесконечно входить на арену Колизея. Соответственно, прокачивать ковенант гораздо проще. Более того, при помощи знаков злобы можно попытаться прокачать и синий ковенант. Ну, это, знаете ли, форменное извращение. По итогу, что можно сказать? Что с синими разработчики сильно лоханулись, обделив их. Что в конце концов мешало дать особой награды ковенанта целое око. И синий, и красное. Зачем этот идиотский гринд? Но зато арены доступны в начале, и это действительно интересно. К тому же, теперь за множество побед подряд твоя аура становится более яркой. Достичь, конечно, этого непросто. Побеждать нужно подряд, без проигрышей. Но, тем не менее, я таких встречал, и их довольно-таки немало. Жаль, эта мелочь встречается только во второй части. Кстати, красным теперь вне арены тоже жить стало тяжелее. Вообще, вторая игра – это единственная часть серии, где прятание за мобов действительно обосновано. Вторженец остается вообще без эстуса. И хотя в игре много всякой лечащей фигни, все же это как-никак расходники, а эстус бесплатный. И потому каждый красный фантом обязан иметь лечащие чудеса или пиромантию. Ну и еще при вторжении красного у белого отключается возможность пить эстус, чтобы все было честно. По-моему, это отличное решение. В остальном система та же, за исключением еще того, что вторгаться можно даже в мир игрока, у которого убит босс уровня. И если честно, независимо от любви или нелюбви к вторженцам, это шикарная идея. Возможностей для онлайна стало гораздо больше. Тебе больше не нужно сохранять жизнь боссу, чтобы конкретно на этой локации половить вторжение. Более того, вторгаться теперь можно даже к полам игрокам. Раньше полость была идеальной защитой от вторжения, но беда в том, что человечность в первую половину игры была не так доступна, и ее старались экономить, что уменьшало количество игроков онлайне. В Dark Souls 2, независимо от твоей формы, ты можешь стать мишенью для Красного Фантома. С другой стороны, если человеческую фигурку не использовать на себя, а сжечь в костре, то это на полчаса укрепит ткань мира, то есть оборвет связь с другими игроками. Ты не будешь видеть знаков, но и к тебе тоже никто не вторгнется. Получаса достаточно, чтобы отдохнуть или исследовать спокойный сложный участок. И это еще не все изменения. Если раньше враги не реагировали на Красного Фантома, то теперь появился противолом. При вторжении есть шанс, что на дереве вырастет семя древа гигантов. Применив его, мы сделаем Красного Фантома равным обычному, и враги начнут атаковать его, как и везде. Это породило множество приколистов, и чего ж греха таить ганкеров. Да, добывать такое семя неудобно, ведь шансово появления всего 25%, и после каждого вторжения нужно умирать и бежать на нужный костер. Но в переиздании рядом с деревом и костром теперь вторгается NPC Фантом. Да, он тоже считается. За час игры можно нафармить пару ведер семян, которых как раз таки хватит до самого конца этой самой игры. А если вдруг не хватит, сжигай угль вражды и повторяй заново. С углем враги становятся сильнее, в этом и заключается тот самый ганк. Просто бери, ослабляй ткань миров корявыми пальцами, прячься или превращайся в фигуру с заклинанием или предметом и используй семя. Любители прятаться за спинами мобов тут же обнаружат, что спины стали лицами, и прятаться больше не получается. Это действительно порой весело. Во всяком случае, у некрасных появилась возможность мстить со вкусом. Я уже говорил, что при смерти босса локация становится оффлайн, и ты не можешь больше призвать друга. Точнее, не мог раньше. Да, фантомов больше не призвать, но теперь для этого есть маленький белый мелок. С его помощью можно призвать тень. Тень это по факту тот же фантом, только он призван на время. Времени достаточно, но с каждым убитым врагом оно сокращается, и таки тень может растаять неожиданно, что, конечно, не мешает вернуться и призвать ее снова. Я опять же обращаю ваше внимание, это дико удобно, этого сильно не хватало другим играм серий. За победу тень получает камешек, который гладкий и шелковистый, а значит, что его можно обменять на награду у ворон. Ковенанты также присутствуют, в целом они точно такие же. Неофициальные дуэли здесь, разумеется, тоже устраиваются, и местом для них выбран мост Железной Цитадели. На мой взгляд, очень зря, но что есть, то есть. Просто от этой лавы в глазах уже рябит. Кроме того, я снова не вспомнил, с какой именно части, со второй или с третьей, но фантом теперь может взаимодействовать с сундуками и дверьми. Раньше не мог, и потому приходилось ждать, когда подойдет сам игрок и дернет за идиотский рычаг. Во всяком случае, в третьей игре это точно есть, и если этого не было в других, то очень плохо. И еще можно немножко похвалить вторую и третью части, где, начиная, разумеется, со второй, добавили нормальную анимацию рисования знака мелком. Удивительно, что даже в ремастере первой ее не добавили, оставив обычную анимацию поклона. Что еще появилось в Dark Souls 2 впервые, так это кольца обмана. При надевании они дают ауру белого фантома или вовсе ее убирают. То есть красный фантом будет, к примеру, выглядеть как белый, или вовсе как игрок. Ну и с эстетической точки зрения это приятно, потому что лично мне надоели эти разноцветные дымки. Все это открывает простор для тактических ухищрений и хитрецов. Ютуб от них ломился в свое время. И теперь давайте взглянем на Dark Souls 3. По большей части все стало так же, как было в Dark Souls 1. Белые фантомы вторжения доступны только при живом боссе и никак иначе. И, разумеется, в форме человека. Эстус призванного фантома урезается вдвое с округлением с точкой вниз. То есть если у тебя их было 4, станет 2. Если было 3, станет 1. Маги в жопе. Теней отменили, вторжение к полам отменили, сжигание угля на костре отменили. Зачем? Хрен знает. Фантомы NPC стали не такие жирные, как во второй части. В принципе, они и стали обычными. Искусственный интеллект, как всегда, довольно посредственный. Так что, как груша для битья и малая поддержка, они вполне сойдут. Вернули красное око, наконец-то. Теперь, благодаря новым ковенантам, можно вторгаться бесконечно в разных формах. Цвета фантомов прям радуют. Красный, красно-желтый, синий, синий-красный, фиолетовый, белый. Прям новогодняя елка. Ну, с красными все понятно, что там с синими? Ничего, им не вернули око, наоборот, забрали даже треснувшие куски. Как же теперь вторгаются синие? А также, как и добрая половина других вторженцев. Через автовторжение. Да, ковенанты заимели эту идиотскую фишку, которая работает очень хреново. В Dark Souls 2 синие тоже могли автовторгаться в качестве стражей лазури, но у них была альтернатива. Тут же альтернатив нет. Прям как у женицов Mass Effect. Есть только автовторжение. Не сказать, что разница между использованием предмета и его надеванием велика. Но почему-то красным вторгнуться куда проще, чем Псам Фарона, Верна Молдрика, Синим Стражем и прочим копьям церкви. Ну, а ковенантах потом. По эстусу что? То же, что и было в первой части практически. Темные духи снова имеют эстус, так что крысить за мобами им по совести теперь только в раскладке 3 на 1, но когда эта самая совесть их останавливала? Семя древа гигантов. В Dark Souls 3 гиганты в наличии, да. Но визуально разница между гигантами из Dark Souls 2 и гигантами из Dark Souls 1-3 велика. И, к сожалению, скорее всего это банальный редизайн. Возможно другая разновидность. Я подозреваю, что это не те гиганты, что прибыли в Дранг Лейк и расхерачили его. Но сейчас не о лоре. На фоне всех выделяется визуальный Йорм, который как раз таки больше похож на гигантов Дранга. Назовем их так. Это я все к чему. Посмотрите на гиганта из Dark Souls 2 и на его труп. То бишь на древа гигантов. Сходство есть? Есть. Посмотрите на гиганта из Dark Souls 3 и якобы его труп. Сходство есть? Ну, если есть, то значительно меньше. Древа не стали перерисовывать под нынешний дизайн гигантов. Но это ладно. Что оно здесь делает? Древо это труп гиганта. Неподалеку, вот в ближайшей такой большой области, здесь только один труп гиганта. Он лежал вот в этом вот гробу. Что, родственник пришел навестить и сдох? Не похоже. Земли исказились настолько, что древо попало к храму? Только оно и ничего больше. Прямо из Дранга. Как удобно. Больше похоже на то, что древо добавили в Шоббуло, как фансервис. Потому что механика была действительно крутая. Не подогнали под обосной. А чтобы было удобно фармить, поставили ближе к храму. Но удобно ли фармить? В Дарксос 2 рядом с древом вторгался фантом. Бегать недалеко. В Дарксос 3 в храме никто не вторгается. А быстро бегать наверх не выйдет. Ибо сраная туманная стена и подгрузка локации. К тому же с последними патчами они решили, что когда все мобы против красного фантома наравне с хозяином мира, это слишком для их ранимой души. И потому ограничили действие семени до двух минут. Да еще и иконка действия не всегда появляется. Непонятно, работает оно сейчас или нет. Ну просто прекрасно. Механика похерена. Фармить семена теперь нет никакого смысла. Зачем это нужно было делать, непонятно. Подведем промежуточный итог. В принципе все три части хороши. Тут все стандартно. Дарксос 1 показала, вторая часть улучшила, третья отполировала. Если бы только она не отказалась от крутых фишек второй части, то тут ее явно можно было бы поставить на первое место. Ну а так? Ну вы поняли, в Дарксос 2 многие аспекты банально просто лучше и удобнее. Кроме арены уж точно. Арена лучше всего в Дарксос 3. Ее единственный минус – местонахождение. Босс DLC – это слишком поздно. Арену нужно было добавлять сразу после ворта. Вот тогда это было бы круто. А вместо этого нужно проползти на пузе Ариандель. В целом пусть и ко второму DLC, но добавили уже несколько крутых арен. Это больше, чем было раньше. Раньше была всего одна. Выступать можно в виде любого фантома или в человеческой форме. При сражении ты не теряешь совершенно ничего в случае смерти. А в случае победы все круче значок над твоим ником, который видят все, даже если ты в форме фантома. Жаль только, что не так уж много людей на арене. Хотя это возможно я так попадал неудачно. Ну и самая лучшая импровизационная арена, наверное, тоже в Dark Souls 3. Это Иритил. Арена красивая, а синеватый свет не сильно бесит. В отличие от ярко-красного на сухих текстурах железного моста. Хотя там лава, но все же. Тут Dark Souls 3 бесспорно ведет. Моя бы воля, я бы сделал крутые арены в самом начале этих игр. Или запорол бы все в попытке это сделать. Неважно. С этим закончили. Однако, прежде чем приступить к следующему параметру, нужно еще сказать пару вещей об онлайновой составляющей. Во-первых, это тени. Призраки. Не знаю, очень уж много терминов используется для описания местных форм нежити. Есть фантомы, есть тени, а есть... Призраки, что ли? Хотя тень им больше идет. А в Dark Souls 2 это скорее фантомная тень. Хотя в описании на Вики их иногда вообще называют иллюзиями. Хотя, при чем тут иллюзия, неважно. В общем, тени. Это силуэт персонажа, который вдруг возникает и через время пропадает. На деле это случайный игрок, который в то же время сейчас в том же месте делает свои дела. В свою очередь и ты у кого-то будешь в виде тени. Это забавно. Нет, это не забавно. Это просто круто. Это охренительно круто. Благодаря теням ты порой чувствуешь себя неодиноким в этом грустном мире. И в то же время это так таинственно даже. Не знаю, как выразить мысль. Печально, что ли. Ты окружен фантомами, тенями и прочими призраками в умирающем мире. Взаимодействовать с тенью нельзя никак. Но некоторые утверждают, что если ты видишь тень, то тень в этот момент видит тебя. И можно попробовать пообщаться с жестами. У меня никогда не получалось. Но с другой стороны тени исчезают в полдень. В смысле быстро. Может просто не успевали ответить. А может думали, что это я не им. Тени лишь силуэт. Но около костра это уже больше похоже на призрака. Можно разглядеть экипировку и даже форму. И уровень на это не влияет. Как же это классно. И все три части здесь ничего не меняли. За что им большое спасибо. Иногда не нужно ломать то, что работает. И чем же еще завершить аналитику онлайн составляющей игры, как не лагами и банами? Скользкая тема, знаю. Что до лагов лучше всех работает. Барабанная дробь? Никакая. Вот если я сейчас скажу, что в Dark Souls 2 у меня лагов было заметно меньше, чем в третьей или в первой. Тут же найдется зритель, который откатал больше меня в два раза в соусы. И лагов в Dark Souls 2 по его утверждению не счесть. А Dark Souls 1 и 3 святые. Притом он может быть даже прав. Кто же его знает. По моим, подчеркну, ощущениям, во второй части их было меньше. В поздний период, после шкалера. И заметно больше до него. Шутка про длину катаны твоего врага пошла как раз таки из разборок на мосту. В Dark Souls 1 сначала был очень кривой сетевой код. После ремастера все стало заметно лучше, но иногда лаги все-таки встречаются. Наверное, я меньше всего их встречал именно там. Но я и играл по сети меньше всего в первую. Третья. Однозначно худшая в этом плане в серии. Мало того, что оптимизейшн, мой мозг, компутейшн, я, сука, никогда не забуду, как орал, когда игра не позволила мне пройти дальше гундира из-за вылетов на старте. До сих пор лагает порой, кстати. Так еще и сетевой код был просто говнищем, смердячим, не меньше. Потеря анимации при вторжениях. Лагодром дичайший. Честно говоря, в третий лагодром даже сейчас. Что до читеров? Ну, в первой игре раньше античита не было как вида. И знаете что? Меньше всего читеров я встретил именно там. Но там и поиграть было трудно с кем-то. Онлайн был барахло. В ремастере его починили, но подняли голову и читаки. Были ли такие? Были. Много ли? Нет. В Драгсос 2 та же история. Читаки в наличии, но их мало. Другая же картина в третьей части. Там читеров на порядок больше. Прям заметно больше. И куда хуже отношений к игрокам. В третьей части Бандаи или кто там отвечает за это все. Сами Фромы. В общем, они так лютовали, что банили всех без разбору. Стоило только читеру изменить по своей воле параметр игрока, как игрок летел в бан. Либо удалял поврежденного в кавычках персонажа. Разумеется, со всеми достижениями и всей прогрессией. Внятной системы античита не было и нет. И действует презупция виновности. Кто-то говорит, что разбанивают легко, кто-то говорит, что разбанивают нехотя, кряхтя и редко. И это с учетом того, что любые моды на Dark Souls запрещены. Ладно бы мод на ремоделинг или смену геймплея, но даже ретекстур за это тоже банят. И еще круто, что сообщение о бане и предупреждение о нарушении видно только в английской версии игры. И приходится менять язык в стиме, чтобы удостовериться, что ты не в бездне. Ну класс же, правда? Вот вам кулстори. Снимая футажи, при последнем прохождении я в закольцованном городе был призван в мавзолее. Смотрю, нет никого. Пробежать гиганта задача для меня, если честно, в этот раз почему-то была очень нетривиальная. Хотя мне казалось, что раньше он мне давался гораздо легче. Но ладно я, а они-то все где? То есть они его пробежали, что ли? За 10 секунд, пока я приходил, и сзади они тоже не прячутся. Фантома аж двое. Гляжу, ники скачут на отдалении внизу. Ха, ну понятно, игра меня призвала за 3-9 земель от них. Но они там кого-то бьют, а души идут, в том числе мне. Дай, думаю, схожу там за чаем, что ли, с лимоном заодно. Ну, души пофармлю. Возвращаясь, через 10 минут, черный экран и постоянные смерти. Загружается локация, черный экран, смерть и так далее. Сказать, что я пере... испугался, ничего не сказать. Перед самым концом столько прогресса потеряно. Ясно же, что ко мне вторгся читер и меня взломал. Это так называемая фантомная зона, когда читом создается ложный костер. Написал я, короче, намку, так мол и так. Ответили только через 3 дня. Не знаю что, не читал. Может, ко мне лично Миядзаки выехал с разводным ключом для ремонта сохранения, не знаю. К счастью, проблему я решил сразу же, подловив момент и при смерти выйдя из аккаунта и войдя снова. Так что Миядзаки в случае чего ехал зря. И, увы, это не единственный случай. И не единственный способ. А еще в Dark Souls 3 как нигде больше ганкеров и твинкеров. Один зритель утверждал, что за мод с читерским магазином, позволяющим покупать вещи из эндгейма, не банят. Я не верю. Это, знаете, высказывание из категории «на красный можно пробежать» не собьют. Тебя не собьют, меня собьют. И рисковать страшно. Но если вдруг он прав, это печально, что тут скажешь. Одеть хранительницу огня в сексуальный костюм, значит, нельзя. А покупать душу боссов, значит, можно. И вот, когда тебя сливает или, не дай бог, ломает тебе сохранение очередной читак, а тебе в ответ на заявление говорят, мол, делай бэкэпы, ведь облачного сохранения и античита у нас нет, мы слишком бедные японцы для этого, когда на первом же уровне сраные твинки тебя просто призывают и пиздят, или вторгаются к тебе на 10 уровне в топовой броне, да еще и с пингом, при котором заикаться о кривых хитбоксах вообще грех, вот тогда тебя реально бомбит. Давай, расскажи мне про хитбокс, и когда в Dark Souls 3 тебя в PvP стуча мечом по асфальту за полметра от тебя задевают. Ах, это лаги. Ну надо же. Но ладно, с этим все понятно. Время двигаться дальше. Давайте-ка поговорим об интерфейсе. Интерфейс штука важная. Более даже важная, чем многие предполагают. Дело в том, что в определенной степени, трудно высчитать процентно в какой, но не в малой, современность игры определяется дизайном интерфейса и его удобством. Этот аспект развивался все это время, и так как через интерфейсы управления происходит общение, назовем это так, игрока с игрой, то это очень важный момент. И старые графические и идейно игру с хорошим интерфейсом примут гораздо теплее, чем навораченную другими фишками, но с интерфейсом как в Dark Souls 1. Упс, проспойлерил. Ну, собственно, да. Тут уж ничего не поделаешь, все линейно. Dark Souls 3 самый лучший, за ней Dark Souls 2, и в хвосте Dark Souls 1. В целом, рассказывать об интерфейсе досконально я не буду, это не обучающее видео, зато обращу внимание на некоторые, наиболее, на мой взгляд, важные аспекты. Вот, например, в Dark Souls 1 меню инвентаря закрывается после каждого использования предмета. Сожрал душу, он закрылся. Обидно. Это в ремастере можно использовать по несколько душ сразу, а в оригинале было нельзя. И в Demon's Souls тоже было нельзя. О, удобство! В Обливионе, например, можно было выкинуть из инвентаря по несколько вещей сразу. В 2006-м до этого догадались, а в 9-м, 11-м почему-то нет. Ну, хоть в 14-м доперли. Беда инвентаря Dark Souls 1 не только в том, что он закрывается, как я сказал, но еще и не запоминает предмет. И листать приходится заново. А листаем мы списком, что неудобно. И тут, наверное, я должен сказать, что глупо сравнивать Dark Souls 2 и Dark Souls 1, так как Dark Souls 1 вышел раньше, бла-бла-бла. Ладно, хорошо. А с Готикой 3 сравнивать можно? 2006-й год. Готика 3. Не напоминаю мне Готика 3. Не-не-не-не, подожди, подожди. В игре младше такое было? Было. Игра знаменитая? Да, хоть и провальная. Можно было проанализировать рынок? Можно. Сделали они удобно? Не сделали. Хватит уже этих оправданий. Это и Demon's Souls тоже касается, но сегодня не о нем. Еще одна особенность, которую хотелось бы видеть в Dark Souls 1 возможность убрать интерфейс. Но не просто полностью скрыть, там это можно сделать, а убрать адаптивно, как это сделали в Dark Souls 2 и 3. Удивительно, что в ремастере этого тоже нет. Удивительно, что там вообще не произвели унификацию интерфейса. Неужели это и вправду так сложно? Настолько сложно, чтобы конкретно про этот момент говорить что-то вроде «Ну, это уже не ремейк, это всего лишь ремастер, оправдание века». Ладно, гвиндолин им в постель. Что там в Dark Souls 2? Ну, во-первых, адаптивное сокрытие интерфейса. Когда открываешь меню, он становится виден. Когда тебя бьют, он тоже становится виден. Когда секунд 5 его не трогают, или после двойного нажатия на старт, он скрывается. Очень удобно и эстетично. Это позволяет воспринимать окружающий мир более живым и реалистичным. Кстати, Dark Souls 2 и здесь со своим вниманием к мелочам отличилась. При открытии интерфейса персонаж переминается с ноги на ногу. Теперь даже фантом, глядящий на тебя со стороны, поймет, что хост не завис и не ушел за чаем, а просто залез в инвентарь и там утонул. Ну, круто же. Также теперь он запоминает, он в смысле интерфейс, запоминает последний предмет. Да и вообще, он стал гораздо более наглядный и удобный. Размеры те же, но он больше не списочный, а современный, как это, иконочный что ли, не знаю, плиточный, как в винде. Его удобно открывать, им удобно пользоваться. От него не тошнит. От интерфейса первой игры меня тошнит. Вы не поверите, из кучи минусов первой игры больше всего мне не нравится именно интерфейс. Фу. И еще одно замечание, оно связано не только с интерфейсом, но и в целом с геймплеем. Это четыре ячейки под кольца вместо двух и три ячейки под оружие вместо двух, соответственно. Если второе, это нововведение ситуативное, и без него бы тоже спокойно жили, то четыре кольца, это реально то, чего не хватало. Вообще, я не понимаю, нет, точнее, я понимаю, ограничения и все такое, но меня часто это в играх смущает. Такие крохотные, такие колечки, непечатки тяжеленные. Почему бы их сразу не носить под 10 штук за раз? Эй, эй, это кольцо дает тебе могущество! Я бы на твоем месте не выпендривался и надел сразу 20, на пальцы ног тоже, и в нос одну вставил, и еще с десяток налез бы на... А, нет, стоп, не налез бы, узковатые боли. Ну, короче, четыре кольца круче, чем два, вот что я хочу сказать. И главное, что удобнее стал интерфейс снаряжения. Теперь видно куклу, то есть мы можем свободно лицезреть, что на себя напяливаем и как это выглядит со стороны. Ну и Dark Souls 3. Удивительно, Dark Souls 3 не стала по доброй традиции отбрасывать все наработки пришественницы, а наоборот, перенесла их и улучшила. Насколько мне не нравится интерфейс в Dark Souls 1, настолько же я его обожаю в Dark Souls 3. Из нововведений интерфейс теперь еще и запоминает последний костер, о чем я уже сказал. Часть интерфейса можно включить и выключить, чтобы было видно куклу. Адаптивное скрытие интерфейса работает лучше прежнего, при беге еще и открывая выносливость, хотя на мой взгляд это все-таки лишнее. Ну и конечно же, быстрая панель из Бладборна отлично смотрится в Dark Souls 3. Даже более круто, если честно, из-за компактности. Просто находка. Жаль, что раньше ее не было. Качественных изменений немного, но визуально это отполировано просто до блеска. Вот чего не хватает интерфейсу здесь, так это подсвечивать весь сет брони, часть которого на тебя надета. А то среди миллиона иконок трудно найти нужную часть. Выглядят-то они все очень похоже. Что же, несмотря на то, что интерфейс так важен и все такое, все-таки серию Dark Souls уже успели полюбить. И если вы ее уже любите, то вам, скорее всего, пофиг на интерфейс. И правильно, если он вам не мешает, то можно его удобство вообще в расчет не брать. Так что, хоть Dark Souls 3 держит Баобаб первенство, но пусть это вам не мешает наслаждаться первой частью. Да и той же Demon's Souls. Почему бы и нет? Потому что нет. Знаете, давайте я шутки ради отдельно поговорю про баги. Почему шутки ради? Ну, потому что баги есть везде. Это я предполагаю, потому что, готовьтесь закатить глаза, в Dark Souls 2 я встречался с ними реже всего. Конечно, вы можете предположить, что меня накрыло пеленой обожания, и потому я прощаю ей все грехи. Думайте, как угодно, но так уж вышло, что из багов в Dark Souls 2 я встретил мало. Честно говоря, в Dark Souls 1 я встретил их, наверное, даже еще меньше. Такие моменты, как потеря предметами физики, была во второй и третьей частях. В первой была ли, не помню. Потерю анимации у скелетов в катакомбах встречал регулярно, когда они просто появляются уже собранными. Это неприятно, но можно сказать, что это мелочи. И вот, что не мелочи, и почему я в том числе четыре года назад бомбил на выход ремастера, это, собственно, правка багов в ремастере, которой, походу, вообще не было. Мои зрители тех лет, они уже, разумеется, все умерли от старости, кроме тех, кто давно от меня отписался из-за повышенной токсичности, хотя я няшка. Они полчаса ржали на стриме над тем, как я в сраной полости те самые полчаса бегал вверх по корням, чтобы вновь упасть в попытке преодолеть невидимую выпирающую текстуру. Рандомное счастье. Иногда проходишь легко, а иногда как уткнешься, и хоть ты тресни. Знаете, это, возможно, звучит не так мерзко, как есть все на деле, но, поверьте, это просто нечто. Этот баг сделает из вашей жопы Венеру. Нет, не Милоскую, которая без рук, а планету Венеру, на которой температура под 480 по Цельсию. Да, от такого багета на жопной тяге можно покинуть полость и нечаянно сбить летящего мирно дракона. Я теперь боюсь ходить в полость до получения чаши, потому что нет гарантии, что ты просто-напросто вернешься. Ну и именно в Dark Souls 1 таких проблем масса. Постоянное застревание в текстурах. Если в Dark Souls 2 такое до патча было только на Демоне-Плавильне, что уже, конечно, выбешивало, то представьте, что творилось в Dark Souls 1. И, наверное, можно сказать, что первый блинкомом. Точно сказать не могу, потому что в Demon's Souls я играл на эмуляторе, застревания были, но те, кто играл на не-эмуляторе, утверждают, что застревания там нет. Ладно, хорошо, будем считать, что нет. Первый блинкомом. В Dark Souls 2 и Dark Souls 3 они это исправили, так что нормально, жить можно. И даже нужно. И на этом трактат о багах заканчивается. Было бы обидно, если бы он длился добрую часть хронобитража ролика, верно? Давайте перейдем уже к более приятным и менее идиотским моментам. Начнем с персонажей. Персонажи в Dark Souls это нечто. Все-таки, что ни говори, а Фромы умеют их прорабатывать. Или... Ну, я бы даже, наверное, сказал, что Намко Бандай и лично Миядзаки, потому как Бладборн и Код Вейн в этом плане тоже круты. Они не просто болванчики. Они, в смысле, персонажи. А, не Намко Бандай. Хотя... Пес их знает. Этих японцев. Так вот, это не фигурки. Это личности с целой историей за спиной. И здесь, к счастью, нет исключений. Все три игры хороши. Тогда как же их сравнивать? Ну, есть тут определенные критерии. Начнем с самого незначительного. С наглеворона. Это как бы не персонаж, а пасхалка. С другой стороны, Лоскутик тоже персонаж-пасхалка, кочующий из игры в игру. Однако персонаж этот полезный. И у нее, у снагли, можно многое выменить. В Dark Souls 1 контактирование с ней менее всего удобно. Мало того, что нужно положить предмет, выйти в главную меню и снова войти, и тогда забрать уже другой предмет. Так еще и местонахождение вороны не в самом очевидном месте, не в самой очевидной локации, если не знать, где искать. К тому же, постоянно перезаходить замучаешься, проверяя, что можно обменять, а что нельзя. Потому что она хоть и просит мягкое и круглое, но на деле, знаете ли, многое готово себе в гнездо захапать. В Dark Souls 2 до людей, наконец, до Перло, что такую ворону было бы неплохо иметь в относительной близости и обмениваться с ней с удобством. Что ж, первое обеспечили, ворона с напарником теперь в между мире, в двух шагах от костра. А вот удобство обмена... Ну, перезаходить теперь не надо, это уже хорошо, но почему-то нельзя, например, сразу вывалить ей ведро камней. Нет, нужно выкладывать их по одному, а это, извините, та еще задачка, если у тебя их скопилось так, штук 50. Теперь же их больше стало. Ворона отныне честна и принимает только теплое и круглое, поэтому тащим ей все, что напоминает шарик, и чем ценнее предмет, тем более крутую фишку получим в подарок. На первых же уровнях получить молот, который поднимешь лишь через пол игры, это Dark Souls, чего ж тут говорить. В третьей части почему-то не избавились от этого недостатка, но зато инвентарь вороны стал разнообразнее и неожиданнее, принимает она не только круглое и мягкое, ну, хоть и с храма прогонять не стали, всем зачет, кроме Dark Souls 1. Уж в ремастере-то могли поправить фичу с перезаходом и багом, где если вывалить сразу несколько вещей, то бартер произойдет только по одному, остальные исчезнут. Мелочь, скажете? Ну, мелочь не мелочь, а как видите, ее исправили в итоге, поняв, что так лучше. Исправили смысл и в последующих частях. Что еще поправили касаемо NPC? Торговцы. Торговля важный аспект игры. Торговля, кузнечество, обмен душами и прочее. Это и правда важно. И пусть фанаты Dark Souls 1 будут с этим не согласны, а я даже наоборот соглашусь с ними, в этом есть какой-то такой шарм, но все же дико неудобно разыскивать нужных тебе торговцев по ебеням. Вот, к примеру, Дамнал из Зены. Ну, всех в жопах мира. Это ладно. Но вот он поехал в храм и... Э, мужик, вон храм. А то, где ты сидишь, это не храм. Это канализационный акведук. По нему говно стекает. Ты из одной помойки в другую приперся. Ну и как тебе местечко? Много покупателей? Нет? А что так? Уж не потому ли, что все заебались падать в эту яму, нет? Подумай над этим. Теперь ты, Андрюха. Андрюх, я понимаю, что идущие в крепость сэн самоубийцы покупают у тебя барахло, и это выгодно тут сидеть. Но поверь, просто поверь, в храме огня их гораздо больше. Спасибо хоть недалеко от костра. А то твой коллега Вамус, вон, был настолько далеко от костра, что добрая половина игроков Dark Souls 1 о нем даже и не знала. А если и знала, то никогда не встречала. Потому что в том склепе запутанном его хрен найдешь. И в итоге в ремастере ему сделали личный костер. Да еще и узловой, с возможностью телепорта. Иначе жопа. Что мешало всех определить в храм огня, я не знаю. Места там предостаточно. Но очень нехорошо, когда за расходниками приходится бегать хрен знает куда. То один черт с утиготаной сидит на отшибе, то другая карга старая в канализации где-то прохлаждается, то гигант в Анорлондо хуйней страдает. В Dark Souls 2 эту ошибку частично исправили. Первое, что бросается в глаза, Маджула заселена. Бронник? Пожалуйста. Вон он сидит на жопе, стесняется. Торговка расходниками? Да вон она. Сходи, она тебе заодно и лор пояснит. Кузнец? Вон твой кузнец горюет. Дверь закрыта, а этот силач не может снять железную дверь с трухлявых деревянных петель. Или влезть в здоровенное окно у него над головой. Сачок обыкновенный, одна штука. Но все же. И NPC, с которыми можно торговать, часто после встречи отправляется в Маджулу. Кариллион, Розабет, Гиллиган, Хлоен. Но встречается исключение, что уж тут сказать. Гавлан, друг ты мой бородатый, ты не мог поселиться поближе, а? Мне этот мастодонт и этот сраный гирм твой родственник уже вот где. Ну или осваивай доставку. У меня твои ножи ядовиты очень нужны. Малкадор. Нет, не Малкадор. Мельхиор. Мелькор. Малакат. Забыл. Магиролт. Магиролт. Хуй ты тут сидишь, Магиролт? У тебя жопа не подгорела сидеть на железном полу, утонувшей в магме крепости? Нет? Ну, удачи. Стрейт. Спасибо хоть, что в переиздании ты этих уродов утихомирил. А ты, Орнифекс, разобралась бы хоть с пауками, а то как в гости не зайду, так все норовят тебе дверь сломать. Кстати, классная жопа. Однако, в Дарксоус 3 все же решили не выкабениваться и собрали всех в одну кучу, а проблему с путешествиями решили изящно двумя штрихами. Первый, это исчезновение. После разговора NPC говорит такой, ну, навстречу в храме, и такой, исчезает. Куда, сука? Прихожу в храм, а вон там, ну ладно, и сиди вот тут, никуда не пропадай. Второй штрих, это пепел. Чтобы увеличить количество товара, можно собирать прах различных персоналей. Говорит не по-русски, Ашен Ван, что за говно ты мне принес, я тебя спрашиваю, что это за хрена та? А ну выкинь, выкинь, я это не возьму. Даже если кого-то квестового, торгующего укокошить, можно торговке его пепел отдать, и у нее появятся все товары усопшего на момент его собственной смерти от ваших грязных клешней. Удобно ли это? Да, в рот мне ногу, и это удобно. Транспозиция, кузнечество, расходники, чудеса, заклинания, пиромантия, все под рукой. И нетрудно догадаться, какая часть здесь лучше. Здесь, конечно, снова встает вопрос о хардкоре, потому что, как это так, торговец и не за обрывом, или смертельной ловушкой? Ладно, знаете, что еще можно сравнить в разрезе персонажей? Конечно же, Хранительница Огня. И что тут сказать, лично я предпочтение отдаю Шаналоте. У нее даже имя есть, а еще она рыжая и с короткой прической, все как я люблю. Правда, технически, по понятным причинам, лучше сделана Хранительница Огня из третьей части. Вообще, на самом деле, больше не всех мне нравится Дева в Черном благодаря ее шикарнейшему акценту. И как третий храм слизан с Нексуса, так и Хранительница слизана с Девы. Так что механика та же. Не стоит на месте, как и Шаналота. Прокачка у нее, как и у Шаналоты. Зачитывает рэп во время прокачки. Вот этого у Шаналоты нет. Жаль. А что же есть в первой части? Ну, там центральной хранительницы нет, как таковой. За храмовым костром присматривает Анастасия и, как персонаж, она слишком уж тютя. В том смысле, что «Ой, я такая вся порочная, скверняю тебя своей речью». Себелюбие прям зашкаливает. Вот я таких очень не люблю. Как самостоятельный персонаж, она не представляет из себя ничего особенного. Просто хороший антураж на НПС. Как часть квеста Лотрека уже больше, да. Но в целом, если во второй и третьей частях хранительница одна на всю игру, хотя в между мире еще есть старухи, бывшие хранительницы, и я уверен, что служанка при храме тоже ей была или собиралась стать, но не важно, действующая-то одна. А в Драксаус 1 их много, поэтому также оценивать их не выйдет. Это и госпожа, прекрасная в своей грусти, и рыцарь Клинков. Как вы уже заметили, при оценке данного параметра использовалась чистейшая вкусовщина, нравится-не нравится, потому что по факту хранительницы второй и третьей частей идентичны, потому что обе они были списаны с Дева в Черном по концепции. Дарксоус 1 же в этом плане получилась самобытной. О как, неожиданный вывод, правда? Но вот опять же, а нужна ли такая самобытность без классного персонажа? То-то же. Ну и потом, давайте на чистоту. Вот этот ее «Да тронемся до тьмы внутри меня, пепельный один». Ну, кто от такого предлога не в восторге, честно? А, парни? Впрочем, сексуальные акценты Девы в Черном все равно ничего нет. Но зато она не реагирует на жесты персонажа и не отворачивается, если надето кольцо лжи. Итог? По этому параметру из трех игр Дарксоус победила Димон Солс. Вот так вот. Ладно, шутки шутками, есть гораздо более серьезная тема в рамках этого пункта это повторяемость. Дело не в преемственности. Когда Лоскутик качует по всей серии Солс Борн, это как бы фишка, и он там один такой. Ну, теперь еще Хранительница, ладно, двое. Но я уже говорил вам, третья часть чересчур ударилась в самоповторы. И не декоративные совершенно. То есть, Мельница земляного пика это не самоповтор. Локация об этом, смесь эпох и земель. Хранительница не самоповтор. При схожей концепции это другой персонаж. Более того, даже удрученный рыцарь, как это ни странно, это тоже не самоповтор. Он, как и Хранительница, это архетип, путешествует по всей серии. Но в третьей игре у него очень крутая сюжетная линия, которые отсутствовали в первой и второй играх. Но! Андре! Вот замени Андре, но любого другого кузнеца ничего бы не изменилось. Почему Андре? Почему не Вамос, не Рикерт? Ну, ладно, Рикерт, два мага в комнате, это чересчур. Но Вамос смотрелся бы круто. И это раскрыло бы персонажа хоть как-то. Потому что Вамос практически никак вообще не был раскрыт. Или посадили бы сюда гиганта, к примеру, того самого Изонор Лонда. Он бы здесь спокойно уместился. Ну, хотя бы даже лежа. Неважно, нашли бы им другое место. Это можно было сделать. Но понравился-то игрокам именно Андре, и поэтому здесь сидит Андре. А еще игрокам понравился Сигмайер. И поэтому вот вам копипаста. Чистейшая копипаста. Мало того, что Сигвард похож на Сигмайера как клон. Тот же голос, либо очень похожий. Та же интонация, те же повадки, вечно спит. Так еще и квестовая линейка почти один в один. Он тоже вечно попадает в неприятности, из которых мы его спасаем. Разница только в мотивации и, соответственно, в концовке, где все равно оба умирают. Ну и Лоскутик. Да, круто, что он москот серий, но погодите, вот Лап. Лап, да. Нет, квест-то крутой, но... Серьезно? Серьезно? Опять Лоскутик? Да еще и с идентичным приемом из этой же игры. Видимо, нам очень мало было Лоскутика, что в этой игре, что в предыдущих, что в играх другой вселенной, типа Демон Соуса или Бладборна. Кстати, насчет предыдущих. Во второй игре наименьшее количество совпадений что архетипов, что персонажей. Понятно, что Бенхард похож на Сигмайра, но, согласитесь, не так, как на него похож Сигвард. А Лакутиель тогда на кого похожа? А не на кого? Как всегда, Дарксус 2 старается быть самобытной, и тут это у нее получается. Пейт и Крейтон отдаленно напоминают Лоскутика и Лотерка, но настолько отдаленно, что сходства почти незаметны. Шелкуар не Альвина, даже близко. Альсана не Анастасия, Тарк не Таркус, Крейтон не Лотрек, Пейт не Лоскутик, даже Шаналот не совсем Дева в Черном, но если приглядеться, некая элементная схожесть, конечно, у них будет. И на этом сходство оканчивается. Концепция, не более того, и то измененная. А что в третьей игре? Хранительница, Сигмайр, Лоскутик, Служанка, все это было очень и очень похоже в первой части и частично во второй. Карла, копия Юри из Димон Соулс. В этот раз постараюсь потому, что Юрия есть в Дарк Соулс 3. Сворик, копия Таркуса. Ирина из Карима и Рея из Торланда похожи лишь внешне, как ни странно, это разные персонажи при схожем архетипе. А еще очень странно, что в Дарк Соулс 3 не дали совершенно никакого хода шикарнейшему персонажу Алди, который относительно лора является просто бомбой по идее и обязан появиться в конце всего. Но про него забыли, даже упоминания нет. И это не просто грустно, это расточительство. Ну и вишенка на торте снова вернемся ко второй части. Убийство НПС случается. Но что если убил ты их нечаянно? Начинать игру заново? Великолепно! Особенно такую легкую и короткую, как Дарк Соулс, особенно вторая часть. Но теперь есть выход. Заплати, и появится дух этого НПС. Он, конечно, потом исчезнет, и платить придется вновь, да и развиваться его хвостовой линейку уже не будет, и разговаривать он перестанет. Но если уж прям совсем приперла нужда, то можно не раз вернуть НПС, скажем, торговца или кузнеца. Могилы НПС это хорошая находка, которой могли бы дать ход в Дарк Соулс 3, но не дали. Возможно, вырезанные эпитафии изначально и были таким вот аналогом. Но это уже все не важно. В общем, в то время, как первая и вторая части действительно во многом уникальны в плане персонажей, третья часть решила добавить щепотку фан-сервиса, но, видимо, чихнула и пересыпала этой специи так, что за ней не видно самой Дарк Соулс 3, за что ей, конечно же, мое порицание. Ну, а в целом, все-таки контактировать с персонажами в Дарк Соулс это одно удовольствие. Особенно мне нравятся концепции, что красные фантомы не злые, точнее, злые не всегда. Иногда на это их может толкнуть нужда. И один и тот же НПС может в рамках одного приключения сначала напасть на тебя, а потом помочь. Как Бесник с болот, как Кирк, или как многие другие, например, тот же Цорик. Жаль, это так не работает с живыми игроками. Поговорим о квестах. Они напрямую связаны с персонажами, а потому я не буду пересказывать уже сказанное. Вместо этого обращу ваше внимание на некоторые мелочи. Например, на неочевидность квестов. Дарк Соулс вообще этим славится. Если, к примеру, мы исследуем крепость сцены и архивы, то в любом случае встретим Сигмайра и Логана. Но вот откуда нам знать, где их искать на финальной стадии их приключений? Ладно, мы не успели исследовать ту башню, где изначально сидел Сид, но не факт, что туда мы придем в нужный квестовый момент. Хоть кто-то нам обмолвился словом или намеком, где искать Логана или что его в принципе надо искать. Может он ушел из игры? Может он вообще помер? Может нам, конечно, что-то говорили, я просто забыл, но тогда напомните мне. Сигмайр говорит, что спустится ниже. Но ниже это слишком расплывчатое определение, включающее в себя Новый Лондон, Глубины, весь Чумной город и Золит, Полость и Озеро Золы. Представляете, сколько без гайдов локации нужно обыскать, чтобы его найти. И при том, он не стоит около костра в Чумном городе. Нет, он стоит на отшибе. И так во всем. Вот Рея возвращается в Храм Огня, а потом уходит куда-то. Возможно, как раз тут и включается расчет на то, что мы не телепортируемся кострами, а бегаем по локациям пешком. Сомнительное удовольствие так утшастать в надежде наткнуться на НПС. Но квесты это единственное, чем реально можно такое оправдать. Да и потом, в случае с Реей, мы можем наткнуться на нее, так как она просто сидит по маршруту следования, а вот остальные сидят в закутках, куда ты и не подумаешь даже возвращаться. Да, просто поразительно, но в Dark Souls 2 все сделано иначе. Кого-то это еще удивляет? Конечно, не без огрехов. У КТЛ мы будем встречать по маршруту следования, но придется тщательно обыскать локации, что в принципе, наверное, и так все делают. Но если пристань обыскать не тяжело, то в расщелине найти нижний проход я еле смог даже при последнем прохождении далеко не первым. Правда, это потому, что я идиот, так что это не считается. Бенхард та же история, мимо него не пройти. Единственное нарекание, я так на это ли гордился тем, что в переиздании его убрали из памяти гиганта и что в итоге, оказалось, я ошибался, он там есть. Просто прелестно. То есть, любой хрен может входить в воспоминания и к дракону на поклоны идти не нужно было, получается, так что ли? Крейт и Пейтон, Пейт и Крейтон, ну вы поняли, их тоже не пропустишь, сидя так, что встретиться с ними не тяжело. Не тяжело и с Гавланом, он ведь еще и пиво глушит так, что услышав такое, захочется проверить, что это там такое за стенкой творится. Не напрягаясь, находятся Кейл, Гиллиган, Маггиролд, Кариллион Фолд, Розабет, Венгарл, Орнифекс, Стрейт, да кто угодно. Вы представляете, до чего опустилась вторая игра? Теперь даже не надо рыть носом локации, в которых ты уже был, и обыскивать каждый закуток, чтобы выяснить, а есть ли там квест или нет. Да, дух приключенчества убит. Даркс Оустреи. В Даркс Оустреи квесты достигли апофеоза в своей неочевидности. Берем квест Сигварда. Ты не пойдешь к этому долбанному колодцу еще раз, потому что ты там уже был, и это просто декорация. Тебе и в голову даже не придет после посещения храма возвращаться в его предместие, там уже все зачищено. К тому же, даже если ты вернешься, очень легко пробежать мимо, не подходя к колодцу. Как помочь серокрысу, даже до факта помощи, трудно догадаться. Если бы он нам хотя бы намек дал на то, что там опасно и почему там опасно. Например, вот он, скажем, говорит, вот я сейчас иду в Оритил и надеюсь, что те слухи от Варисалева на сражающий вход лишь слухи. Тогда это будет хоть какой-то намек. Лоскутик. Обстоятельства должны сложиться очень удачно, чтобы ты впервые пошел обыскивать храм огня после того, как впервые встретишь Лоскутика, иначе второй раз ты туда точно не полезешь и его не встретишь. Ни при каких обстоятельствах ты не будешь бежать по Оритильскому мосту назад после активации костра, ведь если тебе нужно на ту сторону, то там, сука, есть костер и можно прыгнуть и сократить себе пару минут бессмысленного бега. Ну кто ж знал, что там появится квестовый знак Сирис? Она же слова об этом не сказала и никто не сказал, как и то, что потом она отправится к Древу. А, конечно, Древ, это тот босс, который мы победили вторым, целую игру назад, каждый день там гуляя мимо хожу. Вы серьезно? Притом, когда хотят, они могут. В квесте удрученного тебе Андре передает послание от рыцарь, мол, встретимся там-то. Забавно, что там-то это около костра и хотя ты туда вряд ли уже будешь шастать, но все равно это рядом с костром, а не на другом конце давно забытой локации. Почему так нельзя делать чаще? Хрен знает. Так что, думаю, тут нечего удивляться перевесу второй части. Хотя в той же второй части мне не очень нравилась, а точнее совсем не нравилась концепция навязанного призыва. Конечно, ты можешь не призывать Пейтона Великана, но тогда при встрече на пике он не даст тебе свою броню, хотя квесты продолжатся. А извините, доспехи и оружие, а особенно кольцо это важная награда в Дарк Соус. Если ты не призвал нужное количество раз Лукатиэль или Бенхарта, то их квесты не продолжатся. Но Бенхарта еще можно призвать и позже, благо в DLC нам дали их знаки. Он никуда не уйдет, а вот Лукатиэль как раз пропадет из игры, если до входа в Цитадель Алди ее не призвать три или четыре раза. И об этом, разумеется, тоже никто тебе не скажет, что является форменным свинством. В Дарк Соус 3 такого нет, хотя и в третьей и в первой частях присутствуют моменты, когда после призыва персонажа в союзнике или победы над ним, как над фантомом, мы находим его снаряжение в местах не очень очевидных. Но это как раз простительно, все же квест и труп со снаряжением это не одно и то же. Опять Дарк Соус 2 в своем репертуаре, одной рукой строй, другой ломает. На этом фоне классно смотрится вариативность квестов в первой и третьей частях. В третьей это, конечно, Анри, где вариативен еще и пол персонажа и там могут быть разные сходы, ведь квест приплетается с квестом Лондора. Просто я так понял, что не все знают, что Анри вообще можно спасти. В первой части вариативность всего одна в случае Сигмайера, идущего на смертный бой с едоками Хаоса. Мелочь, но приятно. Я именно так его квесты провалил в последний раз, нечаянно упав в яму. Так что ситуация спорная в итоге. Но ей богу, с этой неочевидностью нужно что-то делать. Ну и что еще может быть так связано с квестами и персонажами, а также с сетевой игрой, как не Ковенанты? Это очень интересная тема, которая тоже иллюстрирует взлет и падение идей. Ковенанты — это как кланы, сообщества, в которые игрок вступает, получая различные бонусы и награды. Также существует система предательства Ковенанта, когда выйдя из него, ты теряешь расположение и привилегий. В каждой части игры по 9 Ковенантов. И сложив все это вместе, можно подумать, что в трех играх серии всего 18 Ковенантов. Увы, нет. Давайте начнем с первой игры. Ковенант Войнов Солнца, они же Сан Бро. Ковенант Кооператива и Взаимодействия. Желтые Фантомы всегда помогут тебе и получат за это медаль света, которая обменяет на чудеса. Идея классная, плюс с ней связан квест Соллера, одного из самых любимых персонажей серии. Притом не для меня, а для всех вообще. За предательство нельзя использовать Копье Света, мощнейшее чудо. Это чудо получается из души финального босса, то есть на НГ+, а значит это несущественно. Ковенант Темных Духов, они же Красные Фантомы. Очень многие любят вторгаться, поэтому тут нареканий нет. Ковенант нужный и крутой. Квестом связан с Каосом. За предательство теряются бонусы к Темной Руке, а также возможность использовать Красный Ог и покупать треснувшие аналоги. Кстати, за вступление к ним Фрамп начинает дуться и уходит. Хотя кому нужна эта возможность дробить Титанит, вообще непонятно. Ковенант Клинков Темной Луны, связанный с Гвендолином и Рыцарем Клинков. Синие Духи, карающие Красных за то, что те карали игроков. Без нареканий. Предательств тут аж несколько видов. Стандартное, в виде выхода из Ковенанта, запрет на использование Синего Ока и Чудо для обмазывания Клинка. Если, будучи в Ковенанте, развеять Гвинивер, то тебя, как ни странно, не исключат, но повысить уровень будет уже невозможно. Если вторгнуться Гвендолину в покои, то это полное предательство. На локации Анорлондо к тебе будут вторгаться Клинки Темной Луны. Костер в Усыпальнице погаснет, а следом погаснет и Костер Анорлондо, ведь на тебя нападет Рыцарь Клинков, Хранительница Костра. Короче, полный швах. Интересно в Ковенанте еще и то, что его непросто отыскать. Сначала найди кольцо, потом им развеи иллюзию в Анорлондо и так далее. Путь Дракона. Скрытый Ковенант жителей Озера Золы. Ковенант честных дуэлей, а поэтому уже менее популярен. Падается за чешую и привилегию мутировать драконоподобное существо. Опять же, Озеро Золы еще поди сначала найди. За предательство запрещает пользоваться их аналогом Красного Мелка, но вот награды в виде драконьих примочек будут работать, хоть и не получат усиление от Ковенанта. Лесные Охотники. Мерзкий Ковенант, охраняющий лес, прилегающий к фальшивой могиле Арториаса. Они еще и полуневидимки при случае. Не сказал бы, что мне он нравится, вообще, если честно, он мне не нравится, но все же он весьма интересен. Связан с Альвиной и вырезанным квестом Шивы, а также косвенно с основным сюжетом. Нечаянно прокликов идиотский диалог и сказав нет, потому что на нем стоит метка по умолчанию, можно обрубить эту сюжетную линию насовсем. Это тоже считается предательством и грехом. Но в целом, кроме вражды с Ковенантом, больше никаких последствий нет. А если учесть, что ты и так с ним враждуешь по умолчанию, то как-то, наверное, даже пофиг. Кстати, ранг тут тоже можно поднять, только играя по сети, в отличие от других Ковенантов. Зато поднимать много не надо. Пять убийств достаточно, дальше награда не дается. Ну и к тому же вторгаться охотникам можно даже будучи полом. Правда, здесь работает автовторжение, что немного неудобно. Слуги Повелителя Могил проклинают миры и пакостят. Немножко недоработанный, но интересный онлайн Ковенант. Удручая то, что Нитова мы убиваем по сюжету, и после его смерти прокачивать уровень Ковенанта будет уже невозможно. Идиотское ограничение. Да и око смерти проще фармить на Василисках, чем в онлайне. Хотя это тоже все дело вкуса, разумеется. За предательство минус 10% к силе призванных чудес, что не так уж и много на самом деле. Опустим запреты на использование именных мелков. Слуги Хаоса. Оффлайн Ковенант с офигительной пиромантией и возможностью спасти Солера. А потому Ковенант очень популярен. Да и связан он с крутыми персонажами вроде госпожи Энги и Кирка. Предательства нет. Прокачивается проще простого. Белый Путь. Ковенант, Клириков и Ковенант на мой взгляд совершенно мусорный. У них есть интересная фишка в виде колец синергии. Если видишь подобное, то в этом месте чудеса будут мощнее. Фишка и правда крутая, жаль ее нет в других играх серии, но Ковенант сам по себе довольно посредственный. Связан с квестом Петруса, за предательство отнимает одну флягу Эстуса, но лишь до первого костра, не навсегда. Что, собственно говоря, вообще можно сказать даже не штраф. Стражи Принцессы. Больше подходит для Клириков, чем Белый Путь, как это ни странно, так как дает право использовать два чуда из архива, а за предательство отнимает такую возможность. Но тут можно вступить назад, кстати, главное, чтобы Гвинивер была жива. Тоже ПВЕ Ковенант, и я бы про него тоже сказал, что он мусорный, но, полагаю, это все же не так. Однако популярность его не очень большая. Немногие играют чистыми клириками, предпочитая ту же пиромантию Хаоса. Девять Ковенантов. Восемь из них интересная, семь из них не сломаны. Плюс, странная и неудобная, но любопытная система предательства. Была. Переиздание ее нахрен отменили, и теперь вступать и выходить из Ковенанта можно легко, через меню. Это удобно, но это херит всю систему предательства. Получается, форум-софтвор как бы намекает нам, что эта механика была мусорной. Итак, вторая часть серии. Повторов, конечно, не избежать, но, так как многие Ковенанты завязаны на лоре, а лор тут един, это простительно. Что здесь есть? Санбро. Ну, куда уж без них. Копье света, как высшая награда, очень эффективно. За предательства здесь ничего не отнимают, так как систему предательств упразднили нафиг. Думаю, это к лучшему, ибо из-за нее раньше приходилось делать то, что от тебя ждут, а не то, чего ты сам хочешь. Купирование свободы действия. Мне этого и в жизни хватает, еще и в игре мне указывать будут. Братство крови, аналог темных духов, притом полный аналог. Сменили Кааса Синие Стражи. Полный аналог клинков Темной Луны, но интересна к ним подводка, мол, клинки Темной Луны, они там, в Лордране, а в Волгине, на легендах о клинках вырос целый орден Рубин Гудов. Это и есть Синие Стражи. Но это лор, а по факту набор функций тот же, за исключением одного нововведения. Теперь Синие Стражи не только вторгаются в мир игрешников, но и автопризываются в качестве защитников для Ковенанта Лазури. Из-за этой особенности Стражей, в отличие от красных и золотых, их нельзя назвать полным аналогом. Реликвии Дракона. Они же мнимые драконы. Давно уже забыли, зачем сражались, и им уже пофиг на этих самых драконов. Но это все лор. По факту, опять же, честные дуэли и самая красивая форма драконов серии. Строго говоря, это доспехи, но все же. Вступление в Ковенант, мягко говоря, неочевидное, хоть намек и есть. И на том спасибо. Полный аналог из первой игры. Хранители Колокола. Безумный Ковенант, сбрендивших гомункулов, но работает по старой схеме с лесными охотниками. Только локаций теперь две, а не одна. Из-за полной смены антуража не создается впечатление, что это аналог охотников. Хотя, если сказать по правде, то это так и есть. Что совсем Ковенант, кстати, не портит. А дальше идут уникальные Ковенанты. Орден Красивного Короля. Тоже две локации со вторжениями, но вторгаешься не ты, а наоборот к тебе. Зайди на эту территорию, и тебя с хорошим шансом призовут в чужой мир. Там игрок в союзе с мобами будет пытаться тебя убить, а ты должен добраться до выхода из локации. Добрался? Молодец. В своем мире ты появляешься уже у конца локации и сразу открываешь костер, что удобно. Если тебя убили, ну, ты появляешься там же, где тебя призвали, и ничего не теряешь, что тоже очень удобно. А победитель получает помимо Красивных Хвостов еще и Камень Фарреса, в котором активируется куча ловушек, призванных мешать прохождению этой локации. Отличный ПВП-контент. С подляночкой, но на то ведь они крысы, верно? Лазурный Путь. Некоторыми считается Ковенантом Трусов. И правильно, ведь как это так, звать на помощь при вторжениях? Истинные Норды Скайрима так не поступают. Если вам дорого уважения каких-то абстрактных хардкорчиков-полудурков, то не смейте вступать в Ковенант Лазури. Если вам плевать, то, поздравляю вас, вы не безнадежны как минимум. Пока ты в Ковенанте, если к тебе вторглись, есть хороший шанс призвать на помощь Синего Духа. И им польза, прокачка, и тебе помощь. Латентный ПВП-Ковенант для тех, кому тяжело в ПВП или тех, кто любит кооперацию в любом ее виде. Пилигримы Тьмы. ПВЕ-Ковенант, как Слуги Хаоса в первой части. На этом сходство окончено, ведь Пилигримы Тьмы это шикарный квест-Ковенант, который сперва нужно отыскать, потом пройти три крутых локации с призраками былого, что круто с точки зрения лора, а потом еще сразиться с одним из самых крутых боссов в Дарк Соус в принципе и получить охрененно мощные Заклинания Тьмы и плюс крутейший колокольчик в Дарк Соус 2 для Клирика. Великолепный Ковенант. Ну и на фоне всего этого выделяется Ковенант Чемпионов. Под рассказы о мнимой харкорности в серии Дарк Соус в Дарк Соус 2 есть Ковенант Харкорщиков. Вступив в него, вы заметите, как враги стали намного сильнее. Урон по ним уменьшается на 20%, а по вам увеличивается на 33%. Даже во время бэкстеба тебя теперь могут ранить, пусть и не сильно. Призывы фантомов более недоступны, так что сражения проходят в гордом одиночестве. Прочность оружия сильно снижена, и теперь вопли о быстрой поломке оружия действительно имеют под собой серьезные основания. Ранг прокачивается за убийство внутриигровых темных фантомов, коих становится намного больше. Зато враги более не истощаются, так что фармить если надо можно бесконечно, и лут падает чаще. Для тех, кому легко играть в Дарк Соус, а судя по тому, что пишут в интернетах, таких процентов девяносто девять и девять десятых, для них Ковенант Чемпионов идеальное решение. Почему его никто не любит? По итогу у нас есть пять аналогичных предыдущим Ковенантов, впрочем интересных, и четыре уникальных. Мусорных нет. А теперь давайте взглянем, что творится в Дарк Соус 3, детишки. Войны Солнца полный аналог, Лазурный Путь полный аналог, Синие Стражи полный аналог, и, внимание, Клинки Темной Луны полный аналог к Клинкам из первой части и Синим Стражам в рамках этой же игры. Ковенант Клон, просто с разными наградами. Притом, единственный способ работы этих Ковенантов автопризыв. Синего Ока ведь нет, даже треснувшего. Работает это все, конечно, через задницу. Из-за автопризыва в Дарк Соус 3 как нигде выгоднее фармить повышающий уровень Ковенанта предметы с врагов, чем получать их так, как было задумано. Потому что так, как задумано, часто не получается. Пальцы Розарий полный аналог Темных Духов. Кстати, тут учли ошибку с Ниту и даже у Мертвой по квесту Розарий можно повышать уровень Ковенанта и проводить косметические операции. Сторожевые Псы Фаруна аналог Лесных Охотников. Притом, не только по функционалу, но и по лору, ведь это именно то, во что они выродились. Нет, с точки зрения лора все классно, но ладно, хорошо, один такой Ковенант наверное должен быть. Однако, снова автопризыв на конкретные локации. Так как призывы в любом случае завязаны на уровнях, очень скоро этот Ковенант станет тебе недоступен, по сути, ведь ты вырастаешь в уровне и все. Что, не успел получить все награды? Ну так иди фарм мобов, а фарм предметов здесь очень жесткий. Но ты не бойся, не успеешь ты вырасти из Псов Фаррона, как вскоре обнаружишь новый Ковенант, Ковенант верных Олдрику. Что они делают? Все то же самое, что и Псы, только на другой локации. То есть это полный аналог тех самых Псов. Круто, правда? Что у нас осталось? Два по-настоящему уникальных Ковенанта. Мародеры, безумные духи фиолетового оттенка. Они могут и призываться, и вторгаться, быть и союзниками, и врагами, притом одновременно. Фиолетовым союзникам редко доверяют, потому что они могут атаковать игрока, спокойнее вызвать белых или желтых. Кстати, именно игрока им убивать совсем не обязательно. Смерти двух фантомов более чем достаточно. В общем, эти господа полностью оправдывают свое название. Единственный их минус, их трудно найти, легко потерять и невозможно забыть свой Батхёрд после этого. Кто придумал, что в жопе мира деревни бегает мужик, которого ты должен по инерции не убить и распознать в нем нейтрала, а потом сесть в клетку на спине? Да, здесь рядом Гальперов поет про клетку, но намек так себе. А после убийства Древа ты больше не сможешь вступить в Ковенант. С DLC пришел еще один крутой Ковенант Копья Церкви. В каждой части серии, кроме первой, есть босс, который призывает в качестве союзника живого игрока. В Demon's Souls это был монах, в Dark Souls 2 зеркальный рыцарь, в Dark Souls 3 это судья. Призванный игрок обладает некоторыми навыками, доступными лишь Копьем Церкви, а также чудом, несравнимым ни с чем. Балансом. Да, тут он включается, так что здесь имеет смысл надевать доспехи. Охренеть, правда? Чтобы пофаниться, босса можно возродить. И так снова и снова. Итого, что мы имеем. Из девяти Ковенантов, семь копируют Ковенанты из других игр серий. Притом, четыре из них копируют еще и друг друга. И только два уникальных. Плюс автопризыв, будь он неладен. Думаю, несложно подвести итог. Самобытнее и интереснее всего первая часть, хотя субъективно мне больше по душе вторая. Она пусть и копирует несколько Ковенантов, большую половину, но все же старается привносить в них что-то свое, не только лор, но и механики, как в случае с Синими Стражами. Третья, третья это швах, детишки. Это полный бардак, Кроссдрай и Содомия. Стыдно даже в глаза смотреть людям после такого. Мне больно. Знаете, лучше всего меня лечит музыка на правах меломана. Давайте к ней перейдем. Правда, долго говорить про музыку не получится по простой причине. Очень уж субъективное восприятие этого элемента у людей. Я могу сказать, что подавляющее количество музыкальных треков всей серии Солсборн шикарны. Но все же, если сравнивать, то я бы сказал, что добрая половина треков первой игры серии имела такой японский колорит, подразумевающий под собой такую хаотичную какафонию в высоком темпе, сопровождающуюся завыванием. Слова о какафоне и завывании несут негативный оттенок, но здесь я не пытаюсь никого принижать. Просто я так передаю стиль этой музыки. Вот послушайте примеры. Субтитры создавал DimaTorzok И я слишком часто слышал такую стилистику в японских аниме, чтобы просто сказать, что это композитор такой. Да, он такой, но он играл в привычном ему стиле. Впрочем, половина треков, в свою очередь, особенно спокойные, не боевые, очень красивые и как раз исполненные в привычной нам стилистике. Например, тема Гвиндолина, Гвина, финальная тема, Храм огня. Тема Гвина, кстати, как-то странно исполнена. При очень красивой мелодии она начинается без вступления, что создает эффект рваности. И потом она совершенно не подходит по темпу происходящему. Нет, не по стилю. По стилю-то как раз подходит, если вспомнить темы Озеро Золы, Гвиндолина или некоторые другие. Именно по темпу. Все вместе его аналог в третьей части имеет и иной темп и вступление, за счет чего он слышится гораздо лучше и является шикарной версией себя прежнего. В общем, пусть музыка Dark Souls 1 в целом хороша, но мне она нравится меньше всего, если брать всю массу. А если брать отдельные темы, то уже названные Гвиндолин, Озеро, Храм огня, Гвин, они шикарны. Вторая часть имеет саундтрек более близкий привычной нам стилистике, за исключением темы Гаргули, которая является данью уважения боссу из первой серии и музыка оттуда же. И при том японский налет, если можно так выразиться, никуда не исчез, но он уже не доминирует. Музыка воспринимается легче и проще. К тому же вы будете смеяться, но по стилю музыка Dark Souls 2 больше похожа на музыку Demon's Souls, нежели на музыку предшественницы. Достаточно много струнных проигрышей, свойственных готической и бикторианской эпохам, на стыке которых существует сеттинг. И в целом треков стало намного больше. Если говорить про любимые, то... Фух. Главное меню очень крутая тема. Междумирье, Маджул, концовка, Бой с Алдии, тема остатков, тема Вентрика, боевая тема Нашандры, Мильфонита, супер эпический саундтрек одного из крутейших боссов серии Сина. В общем, радость для ушей. В Dark Souls 3 над саундтреком постарались на славу. Он прекрасен. Мне не очень нравится тема главного меню и Хрома огня в первую смену, но... Тема Хрома огня второй смены великолепный... Нет, не так. Лучшая тема концовок, притом две вариации, правда вторая будто бы в хреновом битрейте записана. Странно. Шикарнейшая тема Олдрика, завязанная на моей любимой теме Гвиндолина. Тема о создании персонажа. Пусть суммарно мне нравится не так много треков, как во второй части, но все же саундтрек третьей игры шикарен. Как и любой другой. Это одна из особенностей серии, который так или иначе прикоснулся Хидетака Миядзаки. И вот мы переходим к еще одной облачной материи. К атмосфере. Вообще про нее трудно что-то говорить, потому что даже если ты сможешь быть максимально объективным, необходимо, чтобы таковыми были все зрители. А такой градус объективности это не про народные массы. Но не упомянуть такой аспект тоже будет неверно. Опять же начну с общего. Атмосфера во всех трех играх шикарна. Все. Точка. Что тут еще скажешь? Я так часто описывал эту атмосферу, что делать это в сотый раз еще и здесь не вижу смысла. Но шикарна она в каждой игре по-разному. В первой части это стандартный упадок и тлен, но я бы сказал, что это такой... Сейчас берегитесь, время метафор. Это такая теплая безысходность, когда ты понимаешь, что всему конец, но тебе тепло. Да и сама игра камерная, ну то есть маловаты просторы и возможности по сравнению со второй и третьей частями. Это такой упадок, после которого тебе не хочется долго грустить. Dark Souls 2 иная. Там упадок показан заметно сильнее, к тому же заметно больший масштаб происходящего, как в плане локации, так и в плане событий. Тут тебе и война, и интриги, и старое проклятие, и смена эпох, и неизбежность, и угасание. Однако все это умело прикрывается светлой солнечной маджулой. Она создает атмосферу обманчивого благополучия, будто ничего не происходит, будто все ее жители в безопасности и так будет всегда. При визуальной теплоте Dark Souls 2 не теплая, она прохладная и сухая. Испективная заставка отличается. В первой и третьей играх акцент делается не на личности, а на событиях. А во второй именно на личности. На тебе, человеке без имени и лица, попавшем в Междумирье сквозь времена. Ты утратил память, и это лейтмотив игры. Сколькие боятся потерять ее и готовы, по их словам, убивать ради того, чтобы избавиться от проклятия. На этом завязаны квест Лукатиелли и Маглина, а также, возможно, на этом завязан Ковенант Драконов. И потому, когда тебе вначале говорят не «Создай персонажа», а «Вспомни имя и внешность», это сильно влияет на восприятие игры, подчеркивает атмосферу. В Дарксоус 3 она именно холодная и темная. Там нет обманчивости, там наглядно показывают закат мира. Разве что подобие умиротворений пытаются создать в DLC, в закольцованном городе, накрытом колпаком времени, почти иллюзией, и в Рианделе на фоне гнили. В то же время она гораздо более эпична по сравнению с первой и второй частями. Мало того, что жизнь мира висит на волоске и всюду неповторимый пейзаж разрухи, так еще и ты, как персонаж, стоишь над миром. Ты поднялся из могилы в последней отчаянной попытке спасти мир. Ты даже не человек больше, ты выше, чем человек, ты не горящий. Если в Дарксоус 2 нагнетался страх перед проклятием, то в Дарксоус 3 нагнетается ощущение неизбежности перед грядущим концом. И просто великолепно на это влияет появление Закатного Солнца. И пофиг, что в Бладборн такое было. Это правда шикарно. И хоть мы все еще созерцаем лишь последствия, в этот раз от нас действительно зависит все. Мы в центре всего. Впервые за всю историю серии. То же самое касается и лора. Он шикарен как в общей конве, так и по отдельности в каждой игре. Жаль лишь, что почти ни на какие вопросы так и не удосужились ответить. Но в целом раскрыли тему Бездны в третьей части, тему Воспоминаний во второй части и тему Начала Конца в первой части. Так что жалеть нам наверное не о чем. Конечно, обидно, что не дали большего, но тот факт, что мы хотим большего, это уже показывает наш интерес, что в свою очередь показывает насколько хорош этот продукт, раз мы проявляем к нему такой интерес. Вот что можно сказать о лоре и атмосфере кратко. И сравнивать тут в стиле лучше-хуже просто не получится. Мы постепенно подходим к финалу. Давайте от абстрактных вещей перейдем к более понятным контентному наполнению игр и к DLC в частности. И тут все будет очень кратко, ибо контентное наполнение Dark Souls 2 уделывает две других игры. Там больше всего. Больше возможностей, больше доспехов, больше оружия, заклинаний, локаций, боссов и мелочей, на которые обратили внимание, к примеру, особые анимации и прочее. Конечно, кое-где в погоне за количеством страдало и качество, как в случае с теми же боссами, но факт остается фактом. Опять же, броня ржавая и броня обычная, старая и новая, железные сундуки, железные мимики, дополнительные души у боссов, новые фантомы на NG+. И самое интересное то, что этот контент по большей части уникален. Не везде, конечно. И можно много разглагольствовать о том, что качество важнее и количество, я тоже так считаю, но факт остается фактом. Очень многого из того, что было в Dark Souls 2, не хватает в Dark Souls 3 и не хватало в Dark Souls 1. А вот про третью часть такого сказать нельзя. Даже без учета ее самоповторов как внутри игры, так и внутри серии. На Dark Souls 2 показывают пальцем за то, что она осмелилась копировать некоторые сеты брони. А Dark Souls 3 прощает при этом полное копирование еще и персонажей в этой броне. По контенту понятно, а что там с DLC? С ними все хорошо, по идее. Хотя, конечно, в Dark Souls 1 единственное DLC запомнилось еще и тем, что чтобы попасть в него, нужно быть мистером Гуглом. Иначе как догадаться, что в архивах появился Голем, неотличимый от остальных, с которого падает сломанная подвеска. Ладно, архивы — это поздняя часть игры, на Голема можно наткнуться по ходу. А вот Озеро Темных Корней — это ранняя или средняя часть игры. И ни одного намека, что туда нужно вернуться. При условии, что вы убили Гидру и перезашли в игру, или просто в локацию, то бишь снова зачем-то приперлись в это место, но уже с подвеской, вы освободите Принцессу Зарю, а точнее Закат. Потом, перезайдя, а иногда почему-то и не раз, нужно найти ее знак, призвать ее, поговорить с ней, снова перезайти, и тогда, на месте спасения, если снова пройти в грот зачем-то, вы найдете портал, в который вас затащат силой. Блеск. Как? Я до этого должен был догадаться. Да никак. Если бы портал появлялся сразу без перезаходов, то это бы еще куда не шло. Ну а так, крутые локации, четыре классных босса, интересные персонажи, крутые заклинания, отличный лор. Нареканий нет. Жаль лишь, что всего одно DLC. Впрочем, вместо второго DLC разработчики сосредоточились на второй части. И в DLC ко второй части они разошлись. Мало того, что нам представили одни из самых красивейших в серии локаций, так еще и отдалили нас от Дранглейка. Мы совсем далеко от тех мест, где были, будто бы игра в игре, иные королевства. Интересные заклинания, шмотки персонажей. Правда, концентрация бездарных боссов превышена, и снежные пустоши это явно лишнее. Во всяком случае, в том исполнении, что есть. Для тех, кто на тот момент не купил DLC, сделали возможность быть призванным в локации из DLC при помощи специальной комнаты, где можно оставлять знаки призыва. Мелочи приятно. Хотя жаль, что лорам это вообще никак не обосновано. Но зато добавили интересных фантомов. Таких очень не хватало в Dark Souls 3. Помните того, что притворялся бочкой? Или того, что вечно убегал вниз башни? Как же отрадно, что этого урода добавили уже в качестве NPC еще и в Элиум Лоис, где он просто побегушками? Вы думали, что он бесит, когда он убегает вниз проклятой башни? Нет, вот тут он бесит. Шо Бонни Хилл какой-то, ей богу. Но этим он и хорош. И эта фишка с идолами, с бурей, а главное, великолепный босс-файт со сгоревшим королем. Прямо стенка на стенку. Это тот босс, на который ты обязан взять как можно больше фантомов. Потому что доживут не только лишь все. К тому же нельзя забывать, что было переиздание, в котором перетасовали мобов и часть предметов. На 90% такая перетасовка выглядит гораздо логичнее, чем то, что было. То есть железные войны там, где они должны быть, в лесу гигантов. И так далее. Хотя есть и приколы, как с той же лошадью в замке Дранглайк. Ощущение, что ее там просто кто-то забыл или вставил по приколу и тоже забыл. Это печально, но не смертельно. А вот к DLC Dark Souls 3 претензий достаточно много и уже критичных. И дело не в ожиданиях как таковых. Просто когда ты продолжаешь серию и расширяешь ее, у тебя развязаны более-менее руки. А когда ты должен подвести финал и свести все воедино, с тебя и спрос больше. И этот спрос был оправдан лишь частично. Во-первых, Ариандль. Мусорный босс в виде чемпиона с его сутылым дружком-пирожком это вообще что? Нет, Эльфриды с папкой Арменом крутые и босс трехфазовый. Что и во втором диосе кстати тоже отразится, теперь это уже такая традиция. Но все равно два босса. Локация крохотная. Да, она выглядит объемно и масштабно, но это лишь визуально. На деле она проходится чуть дольше, чем какой-нибудь Анорлонда из оригинала. Контента очень мало. Мало оружия, мало заклинаний, мало персонажей. Неудивительно, что в трейлере к этому диосе большую часть времени показывали боссов из оригинала. Люди-то думали, что это из-за связи новых персонажей с этими боссами. А на деле просто контента в Арианделе так мало, что за 30 секунд можно проспойлерить вообще все, что есть. Вот они и раскорячились как могли. Ну а зато круто реализована не только концепция пламени и гниения, но еще и горение картины. Видно, как в некоторых местах картина горит, не нанося при этом урона игроку. И часто даже в снегах слышен звук пламени. Жаль, ты туда уже вряд ли пойдешь. Вообще, я очень рад, что показали, что стало с Ариамисом. Без нарисованного мира картина мира, извините за тавтологию, была бы неполной. И рад, что показали волков. Это логично, что они должны были быть в снегах, конечно. Просто в звуковом сопровождении Ариамиса волки часто воют, но их там нет. А в Арианделе удосужились показать. И вот вышло финальное дополнение «Закольцованный город». Дополнение Шрёдингера. Оно как бы шикарное, а как бы оно настолько кастрированное, что просто плакать хочется. Сейчас объясню. Начнем с того, что проход в него через костер. Ну и что, спросите вы, в Dark Souls 2 в DLC проходы тоже были через костры в своем роде? Да, но Dark Souls 2 не было эпичным завершением саги, и контента там было на порядок больше. И после шикарной катсцены прибытия в Ариандель ожидаешь нечто подобного из кучи мусора, но костер рядом с костром. Помните, что я говорил про костры? В этой локации три костра. Настолько вот она кастрированная. Вот ведь ирония, что выйдя из храма нужно воспользоваться костром, чтобы телепортироваться к костру чуть подальше, рядом с которым костер, ведущий в DLC. Поняли, да? Ощутили масштабность. Это еще что? Казалось бы, это завершение серии. Любая крупинка, даже лора, важна. А значит, что? Больше предметов с описаниями. И что мы получаем? Апофеоз, да? Смотрите, вот статуя коронования гвином пигмеев на статуе предмет. Это явно что-то очень важное. Весь вид этого так и намекает на то, что это очень важно. Что же это? Наверное, какой-то крайне важный с точки зрения лора предмет. Пусть даже предмет не очень ценный, но ведь лор же... Что? Кольцо плюс 3? Серьезно? Еще одно. Да, появившиеся впервые в Dark Souls 2 плюсовые кольца перешли и в Dark Souls 3. И чтобы собрать кольца обычные, нужно хорошенько исследовать игру. Чтобы собрать кольца плюс 1, нужно хорошенько исследовать игру на NG+. А чтобы собрать кольца плюс 2 и получить, наконец, ачивку, нужно хорошенько так поднатужиться и на NG2. То есть, три раза пройти игру за одного персонажа. Притом, NG+, в отличие от Dark Souls 2, здесь ничем не примечательно. Чтобы собрать кольца плюс 3, тебе не нужно даже до конца проходить оригинальную игру. Они вот все лежат во втором DLC. Золотого Змея, Хавила, Кларанти. Вы серьезно? Мало того, что вы и без того скучную NG+, обесценили в ноли, и теперь она нужна только для ачивок, так еще и вместо того, чтобы взять новые или старые вещи и добавить щепотку лора для страждующих, вы просто взяли то, что у нас и так уже было, только посильнее, то, без чего нам и так неплохо бы жилось и раскидали по всей игре. Да пошли вы в жопу, From Software, пошли вы в жопу. И вы думаете, это все? Нет, нихуя. Помните эту шикарную локацию с аппетитным названием Куча мусора? Нагромождение великолепных архитектурных шедевров из разных эпох и королевств. Помните, как выйдя из искореженного замка Лотарика, мы, пролетая, пролезая, проползая через поваленный на бок архива Герцога, попали в перевернутую вверх ногами пробил монумент, в котором мы с удивлением узнали монумент из Маджулы. Как сторожка из Элиум Лоис подпирала падающее гигантское уже истлевшее дерево с озера Золы, как неработающие ловушки крепости Сен валялись в пыли в перемешку с мозаичными обломками из Шульвы, как мы попали в прибежище нежити, упавшей в пропасть вместе с той скалой, на которой оно стояло, очутились в своей старой камере, из которой открылся проход к магматическому озеру Изолита, как, наконец, через обломки шпилей Анорлонда, через погасшие печи плавилин Железного Короля, через остатки Кровавого Колизея в перемешку с архитектурой Алла-Чиля, забирались все выше и выше, наконец, вышли на самый верх, на то, что некогда было башней Хейда, и сиганули вниз, к первому боссу, Демону Принцу. Помните? Вот и я не помню! Имея громадное количество ассетов и прочих наработок из трех частей игр, трех, мать твою, они сделали только одну архитектуру, разрушенный замок Лотрика. И чтоб совсем уж не было скучно, еще добавили маленькую мельничку из земляного пика. В остальном же круто, конечно, что мы ходим по руинам и узнаем их, но мы могли бы узнать их и в том случае, если бы все было, как я описал. Вот, серьезно, на тех задания создать месиво из времен и эпох разработчикам хватило фантазии только копировать ассеты замка Лотрика и добавить одну мельницу из Дарксвоз 2 и руины Храма Огня из Дарксвоз 1 и несколько вещей для фан-сервиса. Сиськи же все любят, да? Вот это я понимаю буйство фантазии. Вы думаете, это все неважно, да? А про что так вообще нельзя сказать? Ну норм же, че, играть-то можно? Давайте вообще нихуя не делать тогда, продавать халтуру, все же все равно купят. Более того, всю игру ведь нагнетали тему Лондора и даже в трейлере к DLC этот самый собор Лондора был показан и судя по всему он должен был стать чем-то очень важным, важным местом, ведь влияние Лондора и бездны заметно в закольцованном городе, да? Хрен там. Вот вам, накосите, выкусите жопу вам квадратную, а не церковь Лондора. Будет вам просто задник, пустая коробка, которая нам как-то, знаете, впадло вот так вот было задействовать как-то. Город, видите, большой и так, места много, вам что, мало что ли? Ну да, половина этого города так, бутафория, вы там не побываете никогда, но, знаете, мы тут подумали, что для окончания сей... Идите нахуй! Идите нахуй, Фром Софтвер, идите нахуй! Лично Миядзаки тоже иди нахуй, ёбаные ленивые кретины! И как будто этого мало, они не то, что не ответили на целую гору вопросов, которые сами же задали, хер вам всем, они в конце истории ещё больше вопросов накидали. И такой ебанина, знаете ли, напридумывали? Вам понравилась Гвинивер, да, дочь Гвина, ну так вот вам ещё одна дочь, ёршка. О, понравилась, вот вам, блядь, ещё одна, Филионора. Сука, вы с предыдущими двумя разберитесь для начала, откуда они взялись и куда пропали. О, смотрите, эти охуенные доспехи ковались в бездне, а ничего, чтоб бездну породил Манус. А ты сиди потом и разгребай эту ебанину и ищи, откуда что есть пошло, да ещё так, чтобы всё стройно звучало, чтобы, слушая эту историю, создавалось впечатление гениального лора, а не ёбаного лоскутного одеяла. Я не согласен с идеей, что Миядзаки просто положил хер на вот эту вот стройную историю и прикрыл это загадочностью. Но, но, сука, глядя на это DLC, я сам начинаю приходить к этой мысли, что не новая идея, то насмешка над теми, кто этот мир любит. Переосмысление бездны, то, значит, одно этим называют, то другое. То она была до угасания пламени, то её не было. Редизайн драконов, то у них четыре крыла, то два, то три глаза, то не три. Одни и те же персонажи кочуют из эпохи в эпоху. Почему? Да покачину, блядь. Поверь в великий замысел гениального сценариста или убейся об стену. Сиди, блядь, расшифровывай символическое значение цветов на арене души пепла. Переводи саундтрек Медира, надписи на кусках Титанита, восточную мифологию с этими их тремя глазами ебанами. И чё они там могут, чё не могут, читай про странное описание и попробуй при этом не ебануться. Спасибо тебе, From Software БОЛЬШОЕ. Вопрос, какая часть больше отличилась своими DLC ещё в силе. Хотя, при всех косяках DLC закольцованный город всё равно шикарный DLC, да. Но какой же ну, блядь, ленивый. Сколько нереализованных возможностей. Вот теперь мне опять больно. Блядь. Вы не поверите, но мы вышли на финишную прямую. Сейчас я хочу пробежаться по разным мелочам, которые не смог или не захотел отнести к прошлым пунктам, но которые не хотел бы упускать. Рэгдолл. Поведение трупянских это заглядение в серии Dark Souls. В первой игре трупаки делились на две категории. Те, что растворились в эфире бытия, и те, что оставались валяться. Первые это боссы и крупные враги, чьи трупы занимали бы много места и портили бы эстетику. А вот те, что не исчезают. В общем, рэгдолл у них бесконтрольный. Тело не весит вообще ничего. Ты можешь бегать кругами, и оно будет за тобой увиваться как флажок. Можешь пинать их на расстояние. Помните, Фейбл был такой Курабол, да, там пинали кур, кто дальше. Можете тоже импровизированные соревнования устроить с другом. Притом, размер тела вообще не имел значения. Что больших, что маленьких. Всех будешь раскидывать одним дуновением. Смех, да и только. Сразу перепрыгнем все вернули, как было в первой части, только ввели некий параметр тяжести тела. Теперь тяжелые враги так легко не разлетаются. Рыпаются смешно, да, все еще гнутся там, где гнутся не могут, но хотя бы не отлетают на полкарты одуновения ветра. Это большие, а маленькие... Маленькие отлетают, как и раньше. А что же в Дарксоус 2? Ну, там эту проблему решили. Там нет рэгдола. Враг сдох, и он валяется и пахнет. Но рэгдолл отключен. Можешь ходить по нему, он даже не дернется. Радикальное решение, согласен, но на фоне этой потешной некрофилии, это, знаете ли, идеальное решение. Круче было бы только, если бы мы о них спотыкались. Вот это было бы вполне в духе Дарксоус. Иногда оружие, правда, колбасит какое-то время, но это малая жертва, я считаю. Зато нет проблем с обиранием трупов. И если враг на краю, ты в попытке обыскать тело не отфутболишь его в пропасть. Или еще веселее, посмотрите, какой за вами хвост собрался. Лух! И это, знаете ли, сбивать с толку, это мешает. Ты порой швыряешься трупами, как Арториас. Ну, бред же какой-то. И еще, особенность всех трех игр, когда ты возвращаешься куда-то, NPC подгружается заново. Разумеется, мертвыми, а потому они с грохотом падают. В Дарксоус 2 это только звук, что уже не очень-то хорошо. А в Дарксоус 1 и 3 это еще и реально подпрыгивающее тело, что, мягко говоря, напрягает. Это краеугольный камень в серии Солс. Мы же в двух из трех игр трупы и, погибнув, теряем наш облик. В Дарксоус 1 этот облик имел одну ступень. Выглядит так себе, но в целом неплохо для 2011 года. Только волосы выглядят отвратно. Без человечности мы не можем взаимодействовать с онлайном, плюс у нас меньше сопротивляемость. Человечность можно случайно получить на марше или использовать из инвентаря. В этом случае она нас вылечит и отправится на счетчик человечности. Как же она восстанавливается? Ну, сперва нужно, чтобы на счетчике была хотя бы одна. Потом сесть за костер и восстановить ее. Привязка восстановления к костру довольно жесткое решение и неудобное. Человечность может копиться на счетчике вплоть до 99. Теряется она также со смертью или же там же, где и души. И также, чем больше человечности, тем мощнее оружие хаоса или тем слабее, не помню. В общем, оно как-то влияет на оружие хаоса. И тем выше шанс выпадения предметов. Что еще немаловажно, ты не восстанавливаешь человечность. В Dark Souls 2 отменили счетчик человечности. Теперь ты либо человек, либо труп. У трупа теперь визуально две ступени. На первой ты выглядишь трупом, тоже довольно скверным, могли бы и получше нарисовать. И опять же, идиотские волосы абсолютно целые. Но на второй стадии с волосами порядок. В таком виде уже не разобрать, кто перед тобой. Что еще важнее, со смертью ты будешь терять не только облик, но и понемногу здоровье. По 5% за смерть вплоть до 50%. Для обычных игроков и, кажется, до 90% для красных грешников. Похожая система была в Demon's Souls, только менее удобная. Здесь же восстановить человечность можно легко, просто применив фигурку из инвентаря. Здоровье, правда, не восстановится, но штрафы уберутся. Кстати, обратите внимание, в первой части мы именно используем человечность, твердую частицу темной души. В Dark Souls 3 это уголь, по сути, то же самое. В Dark Souls 2 это просто фигурка человека. Смотря на нее, мы роемся в глубинах своей памяти, вспоминаем себя, свою внешность, имя, то есть используем силу воли. И никакой магии. За такой изящный ход я бы накинул игре бал, если бы их считал. Кстати, повод для багета, кольцо защиты жизни, которое действует как аналог кольца из первой части. Ломается при смерти, но сберегает душу и в улучшенной версии человечность. Беда в том, что до патчей починка такого кольца стоила 3000 душ. В итоге, это этакий небольшой налог на сохранение души и можно рисковать без страха. Явный дисбаланс. С патчами эту дыру золотали. Теперь починка стоит 12000 душ, что намного серьезнее, когда речь идет не о миллионах, конечно. Впрочем, кто же с собой столько таскает? Только дурак. И еще я. Я столько профукл во время стрима. К слову, после убийства босса человечность восстанавливается. Это очень удобно. И онлайн не закрыт, если ты полый. Во всяком случае, вторгнуться к тебе могут. А еще можно восстановить человечность на алтаре Мельфонита. Или, например, объединить короны. И если одна из них на тебя надета, не терять человечность вообще при смерти. В общем, такого взаимодействия с человечностью больше нет нигде. В Dark Souls 3 вся концепция человечности пересмотрена. Теперь ты не полый, ты не горячий. Умирая сколько хочешь, ты вне проклятия, ты всегда будешь не горячим. Но это по лору. Геймплей на же есть уголь, аналог человечности, действующий по той же системе, что и в Dark Souls 1, но с наворотами Dark Souls 2. Штраф за полость здесь один. В угольной форме заметно больше здоровья. Оно не падает все ниже и ниже, наоборот даже ощущение, что в погашшей форме оно отображается правильно. Однако опустошение тоже не исчезло из игры, мы можем навлечь его на себя добровольно. Тогда мы снова станем полым по старой схеме. Визуально теперь кажется три градации полого, и в кои-то веки опустошенный персонаж действительно выглядит как труп, даже волосы выглядят сносно. Но темную метку можно легко снять за символическую плату в Дохренилион Душ. Впрочем, это вполне реально. Вывод, как обычно, в Дарк Соус 2 догадались улучшить эту систему, и потеря человечности там ощущается сильнее, чем в последующей игре. Но в Дарк Соус 3 это все равно банально удобнее и красивее. Так что здесь я предпочитаю ее. Да и сама концепция того, что ты стоишь над проклятием, подкупает. Надоело быть тухлым трупником. Токсины. Бродя по миру Дарк Соус, мы не раз будем отравлены. Система яда и токсинов есть в каждой игре, однако во второй она иная, упрощенная. Если в Дарк Соус 1 и 3 есть яд, который медленно отнимает здоровье и лечится комком мха, то есть еще и токсин, который очень быстро отнимает здоровье и лечится комком цветущего мха. Такое не всегда и достать-то можно успеть из инвентаря, прежде чем ласты склеить, особенно в первой части с ее-то, инвентарем. В Дарк Соус 3 для этого есть крутая панель быстрого доступа. В Дарк Соус 2 разделение на яд и токсин упразднили, теперь есть просто яд, и он действует как токсин. Встречается он нередко, и особенные неудовольствия приносят плюющиеся им статуи. И, казалось бы, механика Дарк Соус 1 и 3 более богата, но на деле все упирается в те самые болота, основной источник яда в тех самых Дарк Соус 1 и 3. Особенно в Дарк Соус 3, где этих болот, как помните, дохрена, и они обязательны. В общем-то 85% яда в игре, которые ты на себя цепляешь, приходится на болото. Еще 10% на ПВП с кинжалами, отравленными, и оставшиеся 5% на противников. Богатая система яда, как видно, не так уж и нужна на деле. В Дарк Соус 2 нет болот. То, что я назвал болотом в Амане, оно не токсично. Токсичен только газ на земляном пике. Правда, там больше отравляющих моментов, что повышает опасность яда на самом деле. Система яда и токсинов в Дарк Соус 2 мне нравится больше именно по этой причине. Впрочем, то, что есть в Дарк Соус 1 и 3, меня также устраивает. Наверное, это слишком незначительный параметр, чтобы он на что-то всерьез влиял. Наконец-то дошли до НГ+. Вдруг кто не знает, новая игра плюс это окончание игры и тут же начало новой, но тем же персонажем с сохранением всех вещей, кроме квестовых и способностей, ну, разумеется, прокачки. По идее, такой путь будет слишком простым и нужен он лишь для ачивок, но не все так просто. Враги становятся сильнее и выносливее, потому проходить игру будет намного интереснее и сложнее. Это в теории. На практике же, да, оно именно что легко, просто и скучно, потому что серьезные прибавки урона у врага начнутся где-то с НГ-3, не раньше. Есть нюанс, на ранних этапах НГ+, будет трудно найти союзника не по паролю, ведь на таких локациях играют новички, а НГ+, это развлечение для единиц, это не преувеличение. Противовес этому враги, как правило, вообще не доставляет никаких проблем, а вот боссы, ну, они начинают давать дрозда лишь под конец. По своему опыту скажу, что были проблемы лишь с Ситом, Каламитом и Манусом, остальные отлетали легко. Кстати, здесь магия действительно выносит всех вперед ногами. Это я про ПВЕ, а вот ПВП она, ну, в таком виде она чуть более полезна, ведь ты же прошел игру тщательно, у тебя уже есть нужные заклинания и палки, верно? Так что проблем будет меньше, а если ты маг, то намного меньше. Это такая, знаете ли, увеселительная прогулка. Увы, она очень скучная. Никаких сюрпризов, никаких подмен, не будет новых врагов, не будет новых друзей, не будет новых вещей, если речь идет про Dark Souls 1. Разве что в первом прохождении ты взял сет Арнштейна, а во втором ты можешь взять, скажем, сет Смоуга. Но это не то. Ну и еще начинает работать Ковенант Повелителя Могил. Ура! Dark Souls 3 ушла от этого концепта недалеко, точнее она вообще никуда от него не ушла, отказавшись от достижений второй части. Разница между NG+, у Dark Souls 1 и 3 только в том, что для достижения, а это нужно для достижения, если не ошибаюсь, собрать кольца плюс 1 и плюс 2 можно только на NG плюс 1 и плюс 2, соответственно. От некоторых я слышал, что после определенного порога, если ты не вкладываешь кучу очков в жизнь, то тебя сносят с одного удара. Возможно это так, но в этом и смысл NG+, враги становятся сильнее. Единственная цель прохождения NG+, кроме ачивок в названных играх, это кооператив по паролю. Больше там делать откровенно нечего. В отличие от второй части. Даже умудривший совершить серьезную промашку с углем вражды и добычей особых душ с его помощью, все равно. Во-первых, особые души. Не берем во внимание сейчас уголь. Только на NG+, ты получаешь с некоторых боссов особую душу, позволяющую крафтить особые предметы и заклинания. Притом очень полезные, как, например, меч лунного света, который при разной закалке подойдет любому билду, в том числе физическому. Во-вторых, те самые боссы будут усложняться. Например, на арене забытого грешника ему будут помогать фантомы-пироманты, гибкий часовой обзаведется ассасинами и так далее. К сожалению, не все боссы так преобразятся, но все равно это приятно. Это хоть какое-то изменение. Хотя, если быть честным, это почти исчерпывающий список. Там еще Фрей появляется чуть ранее и все. Но все это все равно изменение, согласитесь. Далее, обратите внимание, я открываю сундук в начале игры. Это просто сундук на пути к лесу гигантов. А вот я открываю тот же сундук на НГ+. Забавно, правда? Я, например, очень удивился. Честно, я не могу сказать, есть ли еще такие изменения, но подозреваю, что есть. То есть, понимаете, да? Разработчики на НГ+, попытались удивить, добавив неожиданностей. Думаю, как минимум мимиков станет больше в таких вот неожиданных местах. Далее, на НГ+, появляются красные фантомы. Они не вторгаются в ваш мир, они уже в нем находятся, будто это черные фантомы из Dark Souls 1. Они намного сильнее и выносливее обычных врагов, и доставить проблем порой могут больше, чем боссы. Ну, по крайней мере, некоторые уж точно вроде вот это вот говна. И появляются они не когда-то там, потом, а с самого же начала игры. Кстати, о начале. В первой же локации на НГ+, ты окружен сокольниками. Ты удивишься, но даже просто добраться до домика старух уже может быть непросто, так как враги это не самые легкие. Они как рыцари Хейда, шустрые не по размеру. Но вернемся к красным фантомам. Вообще, я хотел сказать, что в DLC тоже появляются подобные враги, но при том только на НГ-3 плюс и выше. Но! Я не знаю, что и где я напутал, но тесты потом мне показали, что никаких фантомов в той же Шульве нет. Возможно, я, не знаю, не переиздание запомнил. В общем, я почему-то был уверен. Но и без того фантомы это отличное изменение. Ну и, конечно, выпадение новых предметов, сетов брони. Да, из-за угля вражды многое из названного можно получить и без перехода на НГ+, но все-таки не все, далеко не все. Ну и как вишенка на торте, более сильные враги теперь еще и замечают тебя с более дальнего расстояния. И это радует. В кой-то веке НГ+, в Дарк Соулс, действительно, бросает вызов. Кстати, о переходе на НГ+. В конце второй части, пусть там и непропускаемые титры, что вообще, кощунство, но все же тебя спросят, хотите вы перейти на НГ+, или исследовать мир дальше? На самом деле, это крайне полезная функция, особенно для новичка. У меня с этим связана нехорошая история. В Дарк Соулс 1, например, не спрашивали, а сразу переводили на НГ+. В Димон Соулс, по-моему, тоже, но там это простительно. Где непростительно, так это в Бладборн, от этого у меня жопа просто горела, как квазар. В Дарк Соулс 3, кстати, тоже спрашивают, слава богу. Ну и какой вывод? Думаю, он очевиден. НГ+, выгоднее всего смотрится в Дарк Соулс 2. В остальных частях серии это очень, очень скучное зрелище. Теперь давайте поговорим про иллюзорные стены и туманные стены. Оба вида таких стен неизменный атрибут серии. Где-то, потенциально в любом месте игры, стена может оказаться иллюзией и скрывать за собой сокровища или даже целые локации. Чтобы развеять иллюзию, нужно ударить по ней или просто толкнуть ее, то бишь, переката достаточно. В общем-то, можно колобком катиться вдоль стены лбомной скосок, если уж так хочется. Вот так и выглядит истинная походка Исследователя. Угу. И что же скрывают такие стены? В Дарк Соулс 1 это в основном тайники с сундуками, но не только. Например, это целый Ковенант. Я говорю о прекрасной госпоже Слуга Хаоса и связанных с ними квестами Кирка и Солера. Или и того круче Полость. Притом, как хитро это было скрыто. Иллюзорная стена за иллюзорной стеной. И это проход в новую локацию, ведущую в еще одну крутую локацию с Ковенантом и Куртизанками. Куртизанка там правда только одна, но зато у нее семь голов. Представляете, на что она способна? Это я про гидро. Блин, ну я пошляк, конечно. А собственно говоря, что тут в этом плохого-то? Что там? Ничего, да, продолжаем. В принципе, уже этого набора достаточно, чтобы прокричать вслед Дарк Соулс 1 гиб-гиб! Ура! Что до туманных стен? Ну, иногда они межуют части уровня, но в подавляющем большинстве случаев ведут к боссу. Забавно, кстати, что такие стены, неважно куда они ведут, обозначают еще и линию, за которую враг не зайдет. Так что можно смело прятаться за чертой, даже если туманной стены больше нет. И можно даже нагло байтить врага на атаку, например, Эритильского рыцаря рядом с путем жертв. В Дарк Соулс 2 механики стен изменили. Касаемо иллюзорных стен, не в лучшую сторону, признаюсь. Теперь активация стены происходит не посредством удара, а посредством нажатия на кнопку А. Беда в том, что прочитать сообщение тоже на эту кнопку. И две беды тут сходятся. Часто даже из благих побуждений оставленная в упор к иллюзорной стене подсказка о том, что вот тут вот иллюзорная стена делает невозможным ее открытие, ибо все на одну кнопку. Ну и на деле такие стены больше подходят на заколдованные тайники, а не на иллюзии. Если счесть их тайниками, то да, проблем нет, потому что есть еще тайники Фароса, есть разрушаемые стены в DLC или в цитадели Алдии как минимум. Однако все же это фигня с подсказками. Вот если бы дали возможность отключать их видимость этих самых подсказок, было бы круто. Но ее нет, если только обрубить онлайн, а это уже за гранью. Прячется ли что-то важное за этими стенами? Ну, в целом да. Башня Алкина, к примеру, и башня Венна. Но в целом секреты Dark Souls 2 не такие глобальные, я уже об этом говорил. Туманные стены, конечно, остались, но вот проход в них изменился. Если раньше он был быстрый и ты в момент прохода был неуязвим, то в Dark Souls 2 он заметно медленнее и тебе можно всадить нож в спину, пока ты проходишь через туманную стену. И некоторых это очень злит. Я не понимаю, правда, почему, Dark Souls же вроде про сложность, разве нет? А тут как бы все логично, ты еще не зашел, вот, ты уязвим. Но для них это просто табу. Перекаты качать нельзя, они обязаны быть как раньше, а стены обязаны тоже быть как раньше. Почему хрен знает? Лично мне такой подход нравится больше. В третьей игре туманные стены вернулись в прежнем виде, как и иллюзорные. Как и раньше, за иллюзиями скрывается нечто интересное. То срез в изолите, то целая локация темного храма. А в последнем DLC авторы решили потроллить игроков и сделали три иллюзорных стены подряд, спрятав за ними не только крутое чудо, но и врага. Это прекрасно. Я бы сказал, что иллюзорные стены крутые только в Dark Souls 1 и 3. В Dark Souls 2 же это скорее тайники, не всегда удобные. Но вот туманные стены там наоборот намного интереснее. Лестницы, а точнее механика их использования в Dark Souls, это тоже важный аспект игры. Вертикальный геймплей благодаря камере и прыжкам не самая сильная сторона Dark Souls, но большие локации не могут строиться только горизонтально, а потому здравствуйте спуски и подъемы. Помню, как все плохо с этим было в Demon's Souls. Мало того, что не было ни быстрого спуска, ни быстрого подъема, так еще и сама анимация была крайне медленная. В Dark Souls 1 было так же, однако в ремастере таки добавили быстрый спуск и это просто отрада. Правда, быстрый подъем почему-то не добавили, так что длинные лестницы наш главный враг. Прямо как у кунгфуйской панды. Да, в Dark Souls 2 сделали и то и другое. Опять же, впервые в серии Soulsborne. Наконец-то догадались. Если вам кажется, что это мелочь, то попробуйте полазать с таким темпом по длинным лестницам. Это очень и очень неудобно. В Dark Souls 3, конечно, тоже есть быстрый подъем и спуск, только одна мелочь. Почему-то изменили управление. То, на что был прыжок с лестницы в Dark Souls 2, в Dark Souls 3 именно спуск, а в ремастер перенесли управление именно из Dark Souls 3. В итоге, у тебя, если ты играешь в три части по очереди, то так спуск, то эдак, то снова так. Задолбали. Вот чего стоило все унифицировать. Ну и побеждает в этом сравнении Bloodborne и Codwain. В первом не тратится выносливость на подъем, анимация шикарная. То-то же. Восстановление здоровья первостепенная вещь. Как она происходит из части в часть. В Dark Souls 1 есть Эстус. Он восстанавливает здоровье моментально. Пополняется он на костре. Изредка есть восстанавливающие расходники, но именно что изредка рассчитывать на них не приходится. Еще можно лечиться человечностью, но это расточительство. Как пополняется Эстус? По умолчанию у тебя пять бутылок, но их количество зависит от уровня костра. Уровень костра с живыми хранительницами сразу плюс один. То есть в Храме Огня в Анор Лондо и у Дочери Хаоса мы получаем сразу десять бутылок. Но любой костер можно улучшить обрядом возжигания, потратив на один уровень одну человечность. Итого, каждый костер можно довести до двадцати бутылок, что очень неплохо. Также, находя души Хранительницы Огня, можем улучшить флягу, чтобы она восстанавливала больше здоровья. Кажется, максимум, что можно сделать, это то ли шесть, то ли семь уровней фляги. В Дарк Соус 2 систему изменили. Эстус теперь пьется медленнее и регенерирует здоровье постепенно. Спамить Эстус не выйдет. Самого Эстуса тоже стало меньше, максимум двенадцать бутылок. По умолчанию вообще одна, но по игре разбросаны осколки бутылки с Эстусом. И таким образом мы склеиваем из них новые бутылочки. Вестница сама скажет себе про наличие у тебя осколка, если ты вдруг забыл, что очень удобно, потому что я, например, забываю постоянно. Ограничение на Эстус с лихвой нивелируется целыми горами самоцветов жизни разных размеров, которые регенерируют здоровье и обильно валятся и продаются. Вообще, должен признать, что с расходниками очень сильно переборщили. Это, конечно, удобно на НГ+, или там в Ковенанте Чемпионов, к примеру, но в обычной игре это ее сильно упрощает. Расходники на регензаклинаний, здоровье, выносливости, такие, сякие. Стоило бы вставить пробку в такой рок изобилия или хотя бы сузить горлышко. Усиление фляги теперь происходит методом сжигания на главном костре нашего пепла. Да, нашего и вашего. Все, кто играл в Dark Souls 1, могут сжечь собственный пепел в Dark Souls 2. Круто же, правда? В Dark Souls 3 оставили систему осколков, только из-за кривого перевода осколок фляги с Эстусом называется осколком Эстуса. Что? Ну ладно, хорошо. Костяной прах тоже оставили. Вернули скорость восстановления здоровья и метод, моментальный. Ну и расходники снова исключили из игры, откатив все как было. И осколок теперь склеивается у кузнеца, который, гад такой молчком, о том, что у нас такое лежит в инвентаре. Не умеет хмурый дядька чуять осколки за милю, не то что рыжая няша. Должен признать, что, наверное, система лечения в Dark Souls 3 мне нравится больше, чем в других играх серии. Однако, был во второй какой-то шарм. Впрочем, ладно. Ну и, так сказать, вдогонку. Пару слов о темпе игры. Буквально пару. Да, жизнь ускоряется, это нужно признать. Но это такая психологическая ловушка. Не бойтесь, я не буду сейчас зачитывать трактат о том, как мы не успеваем жить. Не в этом ролике уж точно. Но, думаю, вы понимаете, о чем речь. И все же, факт есть факт. Темп игры Dark Souls 1 и 2 сильно похожи, разница там минимальна. И он сильно уступает темпу Dark Souls 3 и Bloodborne, хотя последний переоценивают. Кстати, темп Кодвейна ниже Dark Souls 3. И знаете что? Ничего. Абсолютно ничего. Высокий темп это не то, что должно быть обязательно. К темпу легко привыкнуть. Кто бы что ни говорил, это лишь вопрос желания. Продолжать ли играть в таком темпе или нет. И тенденция в играх не на бесконечное возрастание темпа. Думаю, вы это и сами понимаете. Темп в целом переоценивают. Но оставлю это на ваше личное усмотрение. Давайте лучше пару слов скажу о грехе. Да, честно говоря, я может чего и правда не понимаю, но вот зачем она? Вот эта вот механика, да? Ударил NPC, ты грешник. Можешь искупить грех за душу. Окей, это понятно. Убил грешник. Ладно. А вот я попал в Ариамис и убил босса. Теперь я грешник. Или вторгся к Гвиндолину. Грешник, причем без права прощения. Все, я не могу смыть этот грех. Или развеял иллюзию Гвиневера. Нет, вот серьезно? Вот как я должен был догадаться? А вот, например, вы охраняете лес отмимо крокодилов, сторожите могилу Арториаса, фальшивую, не фальшивую, неважно. Вот я пошел и убил Сифа, его лучшего друга. Я грешник? Нет. Что, даже из Ковенанта своего не изгоните? Нет. В общем, странная система. Но в Dark Souls 1 она хоть как-то была оправдана. В Dark Souls 2 и 3 это чисто индульгенция, если ты случайно задел NPC. Вообще, у меня стойкое ощущение, что это лишний момент в игре. Но, видимо, я один из немногих, кто не убивает собственных NPC просто так. Разве что в Demon's Souls один раз и то намеренно. Ну и тема вилки раскрыта слабо. Но это уже мои личные придирки. Так, что еще осталось? Жесты. Ну, тут я думаю, сравнивать смысла нет. Чем дальше, тем они качественнее, плавнее. Единственное, о чем можно жалеть, старые многие убирали и добавляли вместо них новое, из части в часть. Но именно в Dark Souls 3 жесты можно отменять, не дожидаясь завершения. Кстати, даже в Bloodborne этого нельзя было делать. Жесты адаптивные, то есть с некоторыми можно было двигаться. Появились голосовые жесты, и это реально находка. Ведь часто это единственная возможность окликнуть убежавшего не туда напарника. Реально ведь находка. Ох, как этого не хватало в Bloodborne с их-то системой появления в новом мире. И жесты также теперь можно прикреплять к сообщениям, что тоже выглядит круто. И пусть это было уже в Bloodborne, пофигу. Так что здесь, без сомнения, третья часть идет козырями. Продолжая тему анимации, то самое внимание к мелочам. В Dark Souls 2, если у тебя упало здоровье до низкой отметки, персонаж будет выглядеть устало и подавленно. При низком значении выносливости будет отдышка. Отдышка будет и после спринта. Убирание оружия при поднятии предмета с пола. При смене направления движения персонаж это делает реалистично. Он как бы оступается. Стоит ли говорить, что ничего подобного, кроме последнего, нет в других частях серии? И я даже уже не задаюсь вопросом, почему. Ну и напоследок, кольцо шепота не раскрыли ни в одной игре, хотя потенциал у него был великолепный. Как раз в духе Dark Souls 2 было бы сделать механику, как в Темном Рыцаре, Грезы Мертвецов. Ну, было бы эпично же, ну правда. Но, увы, и во втором DLC к Dark Souls 3, а также в переиздании Dark Souls 2 сильно переборщили с подсказками игрокам. Все эти указания на мельницу, упрощение поиска ключа от Жаровин-Грешника, указания пути исследования Гайлем. Все это, конечно, красиво, но это не то, чего ты ждешь от игры, считающейся сложной. Вот и все. И теперь, уцепившись за слово сложность, давайте поговорим про последний сравнительный параметр. Хардкорность. Вообще, хардкорность мало того, что субъективна, так она еще и переоценена в данной серии. Я уже не раз говорил, что ошибка называть Dark Souls хардкорной игрой, и в принципе не важно, про какую часть серии идет речь. Половина сложности здесь либо от неудобства, либо от багов. Другая половина, ну да, она непривычна тем, кто играл ранее, скажем, в Oblivion, в 2009 году или в 2011, но уже в том же 2014 появилось полно не менее хардкорных игр. А в 2017 году вообще вышла Hollow Knight и показала, что есть хардкор в механиках Dark Souls. Да и не только он. Наверное, именно поэтому Dark Souls 2 решила действительно стать сложнее. Не искусственно, отключив, например, телепортацию, а естественно. Любишь перекаты? Пожалуйста, только прокачайся сначала. Любишь иной стиль? На здоровье. Ловушки опасны? Вот тебе ловушки, полно этих ловушек. А мало тебе, вот тебе кабинант чемпионов. Dark Souls 3 в этом плане наименее всего хардкорна. Разве что она выкатила в последних DLC действительно сложных и интересных врагов и боссов в не менее сложных и интересных ситуациях. Однако, довольны ли этим игроки? Ну, не все. Вообще, это дело вкуса, я уже сказал. И сколько ни рассказываешь, что вот здесь старались, а вот тут сделали на отвали, все равно с тобой могут не согласиться потому, что им нравится другое. Особенно этим отличаются ревнители хардкора, которые всем видом показывают, какие они крутые, видимо, для самоутверждения, не иначе. В этом они чутко уловили суть игры. Она тоже чаще именно показывает всем своим видом, что она дико сложная, но на деле она куда легче, чем пытается казаться. Вот ведь ирония-то, правда? Все как у людей. Хотя, безусловно, когда речь заходит о задачках типа «Найди вход в DLC к Dark Souls 1», то можно только за голову хвататься с криком «Как я, блин, об этом должен догадаться?» Но на каждую такую задачку всегда найдется действительно классная загадка «Озеро Золы или Темного Храма». Но подождите, подождите, как же это так? Съесть свой завтрак и даже не сразиться с ним за то, чтобы он тебя не съел? Шутки шутками, но вообще, ревнители хардкора каждый аспект готовы записывать в хардкор. Такие псевдо-хардкорщики, которые убеждают других с высока, что нужно принять, что вы просто казуалы, это же неплохо, просто вы не такие, как мы, вы не хардкорщики. Но сами при этом боящиеся этого определения как клейма, они будут и дальше рассказывать, что сражаться в очередном 15-м по счету болоте в игре, который отравляет тебя из сковые движения с огромными тварями или на крошечных пятачках суши это и есть хардкор. Что бежать от костра к костру из раза в раз, любуясь осточертевшими уже пейзажами это и есть хардкор. Любые попытки возразить они будут встречать возгласами, что ты либо просто нуб, нубяра, нубище, подразумевая, что ну вот я-то в отличие от тебя не нуб, я это делать умею, на словах. На деле еще никто ни разу этого не показал. Либо показал, но, это вторая вариация, играя за воина, за которого действительно все это делается в худшем случае намного проще, а в лучшем вообще без какой-либо сложности. И, к сожалению, такие вот игроки могут отпугнуть новичков, которые, наслушивавшиеся этих самопровозглашенных гуру, покрутят пальцем у виска и пойдут играть в какие-нибудь там Lords of Fallen или Code Wayne, которые ничем не легче, пройдя мимо Dark Souls с их припадочными фанатами. И это печально. Dark Souls сложная, но уж точно не хардкорная серия игр. И она гораздо легче, чем многие о ней думают. И гораздо интереснее. Вы не поверите, но это все. Я постарался учесть почти все мелочи Dark Souls, все ее аспекты, которые только можно было хоть как-то сравнить. Постарался показать вам по пунктам, что и как работает и где работает лучше. И на этом мои полномочия все. Какая часть лучше, решайте сами. Но помните, что независимо от того, нравится вам что-то или нет, существенной деталью вы это считаете или несущественной, само наличие детали объективная реальность. Качественные проекты, что игровые, что кинематографические, да любые, любая качественная работа всегда складывается из мелочей. Помните это, когда будете выносить свой вердикт. Кого я обманываю? Вы ведь понимаете, надеюсь, что все, что я сказал, это истина в последней инстанции и единственное правильное мнение. И на вопрос о том, какая же часть серии лучше, у меня всегда есть готовый ответ. Ну, конечно же... Ну вот, дети мои, я рассказал вам все, что знал. Ну, то бишь, пойду погоняю, наконец, там, не знаю, в Demon's Souls ремейк или в Elden Ring. Он уже выйти успел, пока ролик выходил. Хо-хо-хо. Я гений, мать твою. Субтитры сделал DimaTorzok